Гораздо больше книг в телеграм-канале. Также там есть возможность их скачать. Ссылка в описании. Зимы в Межгорье мягкие, без снега и морозов, но случаются исключения, как нынешняя. Погода, спохватившись, что вышла за рамки обыденности, к утру попыталась совершить резкий зигзаг в сторону привычной колеи. Для начала заметно потеплело, а потом принялся моросить дождь. Но холод отказался сдавать позиции. Его бой с оттепелью продолжался до утра и окончился приблизительно в ничью. Проснувшись, я обнаружил себя завернувшимся с головой в отяжелевший плащ. Пытался укрыться от просачивающихся через ветки шалаша капель влаги. Осторожно высунул нос. Светло, дождя нет. Холодновато, но терпимо. Температура, по ощущениям, где-то в районе нуля, и это радует. Мороз даже не серьёзный, здесь доставать умеет. Местные технологии ещё не достигли тех высот, когда одежда обеспечивает комфорт в широком диапазоне. Здесь, если облачишься легко, то можешь околеть при минус пяти. Влажный приморский воздух в сочетании с ветром – штука неприятная. Закутаешься всерьёз – упреешь в оттепель. Вот и приходится в походах использовать компромиссное тряпьё, более-менее способное сберечь здоровье в любых условиях. Эх, хорошо бы сейчас забежать на часок в магазин туристической снаряги. Уж я бы себя на две кочевые жизни обеспечил. За одни ботинки нормальные левую почку готов отдать. Те, кому доводилось подолгу бродить в мокрых сапогах, меня поймут. Валялся я в гордом одиночестве. Спутники, всю ночь пинавшиеся ногами, уже поднялись и занимались хозяйственно необходимыми делами. Рыжая тащила от опушки охапку хвороста. Амет, присев у костра на корточках, точил нож. Тук, снимая накипь с мясной похлёбки, учил Хеска жизни, рассказывая способ, при котором можно заниматься любовью на луне природы и не кормить при этом комаров. Понятно. Все давно встали, а меня будить пожалели. Хорошо же я храпел, раз ничего не услышал. Расслабился в дружелюбном окружении. Присел, оценил обстановку. Понемногу начинает подмораживать, но кратковременная оттепель с дождём поработала на совесть. Деревья полностью очистились от снега, да и земля чернеет, белые комочки виднеются лишь местами. Солнца нет и не предвидится, затянутая тучами небо давит будто пресс. Мокро, мерзко, одежда отсыревшая. И если сейчас всерьёз похолодает, гололёд получится знатный. «Выспались, сэр-страж!» – окликнул Тук. Молча кивнув я направился к дальнему краю поляны. Там просматривалось зеркало приличного зерца. Спускаясь умываться, спугнул какое-то животное, с плеском скрывшееся под водой. Наверное, одна из крыс, уцелевшая после геноцида, устроенного горбуном. Может, и сомнительная пища, но при одном воспоминании о вчерашнем ужине, довольный желудок начинает морлыкать. Кстати, не только желудок радуется жизни. Тело в целом чувствует себя почти прекрасно. С лета не ощущал ничего подобного. Правда, левая рука побаливает при попытке ею пошевелить, а поднять её вверх даже не пытаюсь. Крокодильями слезами умоюсь. Но точно знаю, критических проблем там нет. День-два и неприятные ощущения сойдут на нет. А через месяц вряд ли смогу найти место, откуда вытаскивал стрелу. Шрам рассосётся бесследно. И то, что в рану наверняка попала грязь, не грозит воспалением. Чёрное сердце сильнее любых бацилл. Да что там микробы. У меня даже комариные укусы не краснеют и почти не зудят. Вот только в ногах слабость неприятная. Как бы намёк, что им хочется продолжать отдых, или как минимум путь верхом. Увы, лошадей нет, а топать надо. Не тот сезон, чтобы в лесу загорать, да и политическая обстановка подгоняет. Вчера изголодавшийся и потрёпанный весь день бегал, а сегодня делишки уже гораздо лучше. Справлюсь. «Сэр-страж, похлёбка готова!» Донеслось от костра. Поднявшись, встряхнул пару раз мокрыми руками. Потирая ладони друг о дружку, направился к столу. Мясо вчерашнее осталось. Чуток обуглилось, когда подогревал. Не досмотрел. Кто хочет? Или выбросить? Даже не думай продуктами разбрасываться. Я хочу. Я всё хочу. Это хорошо, что у вас аппетит проснулся. Значит, и впрямь хворь отступила. Самый верный признак. Несмотря на то, что моё путешествие за пределы окрестностей Малерока было переполнено неприятными впечатлениями, я в самые трудные моменты не терял остатков былой наблюдательности, запоминал всё встреченное по пути. Имеющиеся карты не давали детальной картины географии долины, так что без личных впечатлений составить мнение о своих горемычных владениях я не мог. Какой же это хозяин, если не знает, что, где и как у него лежит? Теперь общая картина начала вырисовываться. Судя по всему, центральные области, в районах внутри озёрного ромба и прилегающих к нему, преимущественно лесистые. Обширные открытые пространства там, если и есть, то возникли они по вине людей. Пастбище, поля, вырубки. Хороший пример – серповидная прибрежная долина владения барона Мальрока. Кое-где в ней сохранились рощицы или отдельные великаны, пережившие уничтожение лесов. Но стоит пройти за гряду холмов, как попадёшь в нетронутое царство деревьев. Чем больше отдаляешься от центра на юг и запад, приближаясь к горам, опоясывающим долину, тем скуднее становятся леса, а перед хребтами они и вовсе сходят на нет. Что на севере, точно не знаю, не бывал ещё. Хотя надо бы, ведь именно там располагаются свинцовые рудники, которые обязательно следует изучить. Контакты с горцами, несколько общин, живущих сами по себе, что в корне неправильно. Земля-то без трёх лет моя, а без покорного населения она бесполезна. Конечно, наслушался рассказов, но своих глаз чужие слова не заменят. На востоке картина схожая. Разве что руль горного хребта выполняет море, на побережье приличных лесных массивов не замечал. Так себе, рощицы между холмами и по долинам речушек. В своём путешествии к пещерной общине я пересёк лесистый район, выйдя к голым холмам побережья. Затем обострившееся воспаление мозга погнало меня по следам стража Буаниса, которые привели к отрогам костяного хребта, подпирающего долину с юга. Серьёзных зарослей там тоже не было, кустарник на холмах и редкие деревца, но чаще камень, осыпи, горные луга. При попытке возвратиться в замок я нарвался на рыщущих в поисках рабов демов, и они меня так здорово простимулировали, что я аж бегом пересёк остатки полосы безлесья и почти до вечера мчался, не выбираясь из цесняков и лиственных рощ. Но разве что на водоразделах встречались пустоши, на особо крутых склонах осыпями и останцами выбирались камни, да внизу, у ручьёв и речушек, нередки длинные узкие поляны с травой по пояс. Но теперь и эти нечасто встречающиеся участки открытого пространства сошли на нет. Местность, по которой продвигался наш маленький отряд, язык не поворачивался назвать лесом. Даже дремучая чаща как-то слишком скромна для подобного излишества. Напоминает заросли гигантских секвой, но только нет туристических троп. Никто не убирает упавших ветвей, не расчищает буреломов. И поросли молодой почти нет, и света не хватает. Хотя на деревьях не осталось листвы, внизу сумрачно, как-то давяще, сыро, даже на лёгком морозе остро пахнет грибами, и почти нет сомнений, что за неохватными стволами, идеально ровными колоннами, возносящимися к пасмурному небу, укрываются поросшие мхом лешие. Здесь были сопилку и мебельную фабрику поставить, ведь три состояния нажить можно, только не в этой жизни и не в этом мире. Лишь сарая прошлогодняя листва под ногами. Ни травы, ни кустов, ни мелких деревьев. Ничего живого не видно, разве что издали нет-нет, да чирикнет несмело птичка, засевшая на вершине стометрового растительного колосса. Следов тоже не видать. Если и водится зверьё, то на лесной подстилке оттиски лап и копыт заметить трудно. Но трудности были лишь у меня. Спутники, даже не будучи лесовиками, подобными талантливому люку-охотнику, под ноги смотреть умели. Хоть я и прошёл обучение этому делу, но было оно слишком коротким, почти без практики. И вообще, чего вы хотите от обычного обитателя современного мегаполиса? Если такой, как я, и за месяц лет, то разве что Годзиллы. Да и это возможно лишь после того, как в него свалиться. Легконогая рыжая, ухитряющаяся не просто всё время шагать далеко впереди, но и широкие зигзаги описывать, а вдруг остановилась, присела, уткнулась взглядом во что-то явно интригующее, если судить по её глазам. Приблизившись, я не смог определить причины её интереса. Всё та же обычная прелая листва и трухлявые полы ветки. Жизненный опыт подсказывал, что девушкам эти прозаические вещи без надобности, столь пристально они способны смотреть разве что на витрину ювелирного магазина. Значит, чего-то я не понимаю в происходящем. Накидываться с расспросами тоже не стал. Не стоит лишний раз демонстрировать, что не настолько всевидишь, как подозревают окружающие. Зная привычки своих разговорчивых спутников, не сомневался. Сейчас сами всё расскажут. Так и оказалось. Тук, внимательно изучив всё ту же осточертевшую гнилую листву и трухлявые ветки, попытался почесать зад. Но, будучи остановлен сталью доспехов, перенёс ладонь значительно выше, к носу, после чего для начала выдал малоинформативное. Эх! Рыжая и вовсе отделалась кивком, после чего начала копаться в грязи пальцем, причём вид у неё был такой, будто выискивает там бриллиант в 15 карат. Амед, присев рядом с ней, поднял совсем уже скелетированный лист. Понюхал, попробовал на вкус, сплюнул и вынес вердикт. Рейдер! Свеженький! Видать, логово неподалёку! Откуда знаешь? Недоверчиво уточнил Тук. Головой думать умею. Они, как из куконов выбираются, так первые дни слизью исходят, особенно если на солнечный свет попадают. Вон, похоже, оттуда пришли, а там буря дерево повалило, молодняк подниматься не спешит, и место совсем открытое. По огонь двигалась ходка, огибать не стала, хапнуло солнышко, вот свежий и потёк. Это ты на вкус определил? Удивился Тук. А зачем, по-твоему, пробовал? Ну и какова эта слизь на вкус? Пожуй, узнаешь. Нет, ты скажи сперва, ну какова? Пока не распробуешь, не узнаешь. Угощайся, мне дерьма не жалко. Хеск протянул недоеденный листок, чем ввёл Горбуна в размышления, отведать или не рисковать. Полученных крох информации хватило, чтобы сделать вывод. Альра обнаружила среды рейдирующего отряда погони. Мне, если честно, и демов с головой хватало, чтобы почувствовать приближение засасывающей задницы. Вместе с нечистью получался двойной набор неприятностей. Как же я мечтаю о спокойной тихой жизни. Камин, кресло-качалка, плед, отапливаемый сортир. Ну, хотя бы недельку такой благодати, а лучше годик или десять. Альра, ты уверена, что это именно рейдеры? Может, послали за мной каких-нибудь своих личных гадов после вчерашнего? Сэр-страж, я не знаю точно, откуда они взялись. После снегопада в ту сторону прошло три твари. Одна крупная и две помельче. Вот, видите? Ямки везде глубокие. Но здесь и здесь ветки трухлявые. Причем на которые наступали, целые остались. Снег помешал их раздавить. А вот здесь он не помог. Сломались. Значит, тяжелое тело давило. Не защитил снег против такого. Очень похоже на обычную тройку рейдеров. Нюхач, Крот и Вол. Ну, мы их так называем. Деревенщина. Хмыкнул Амет. Хотя ты права. Удобно назвали. Нюхач ищет кирт. Крот копает. Вол переносит добычу в логово. У нас принято говорить носатый, рукатый и слиз. У первого нос больше, чем у ребенка рука. У второго лапа страшная. Ну, а слиз на помесь жабы с пауком похож. Вот и кажется слизью покрытым. Сэр, страж это и так знает. Зачем говорить? Я, между нами говоря, был готов слушать и слушать. Не потому, что мне нравился голос Альры или Амеда. Бррр. Просто девушка заблуждается. Источник почти всех моих великих знаний – книга епископа. Но в этом бестиарии форма подачи материала была слишком вычурной, а терминология столь мудреной, что вряд ли ее употребляет кто-нибудь, кроме оторванных от реальности ученых мужей. И ведь не признаешься спутником. Засмеять не засмеют. Но ни с руки мне себя дураком выставлять. Я ведь страж, по определению знаю все, причем лучше других. Ссылаться на амнезию, конечно, можно, но злоупотреблять этим нежелательно. Только в крайних случаях. У нас на юге острова четверки бывали. Задумчиво протянул тук. Земля каменистая, больно. Две твари копали. И до пятерок даже доходило. «Это и здесь бывает», – кивнула рыжая. «Говорят, даже шестерки встречались, и больше. Но это ближе к югу. А в этих лесах обычно тройка. Лишних не надо, земля мягкая. А возле гор, да, там камни сплошные». Тук, решившись, откусил от грязного листика. Пожевал, выплюнул. «И впрямь дерьмо! Как это ты, Амет, различаешь его по вкусу? Должно быть, много перепробовал!» «До тебя мне еще далеко, но стараюсь. А что, Альра, кирт только на Языческом холме находят? Или другие места есть? Поближе к нам!» «Да на холме мелочи. Редко очень и обычно ничего хорошего. Хороший кирт копать надо. Вот как раз здесь. Весь юг долины, и горы на него богаты. Иные бароны только тем и жили, что ватаги сюда посылали. И хорошо жили. А уж сколько вольных копателей ходило. От иных бед больше случалось, чем от рейдеров. Твари хоть на север не ходят. А эти, как хлеба захочется, так собираются на ночной промысел. Стражу приходилось держать, иначе не давали крестьянам житья. Имперцы на побережье несколько раз пытались крепость поставить, чтобы кирт скупать из первых рук. Но не выходило у них ничего. То наши их побьют, то демоны летят. Но кому здесь нужны эти жалкие пролепалы со своими церковниками? Говорят, возле реки и за ней кирта еще больше, но там граница. Надо уж совсем страх потерять, чтобы копать в поганых землях. А ты чего, Амет, интересуешься? Хочешь этим промыслом заняться? Нет, у меня другая работа, там лопаты не требуются. След мне не нравится этот. Видела, за деревом павшим тоже прошел кто-то, причем вряд ли в одиночку. Видела, но там в листве не понять, кто это был. Похоже на медведицу с медвежонком. Медведица зимой не спит! Наши зимы обычно мягкие, здесь они в спячку не всегда ложатся. А возле рейдеров они всегда бродят? Ведь если это свет свеженького, то логово не может быть далеко. И верно, не станет зверь серьезный при детеныши в такое место ходить. Думаешь, тоже рейдеров след был? Не знаю, но очень может быть. Ну если и так, то что? Здесь рейдеров всегда много было. Так много, что на каждом шагу попадаются следы свежие. Нет, конечно, шаек не так уж много. Вот и я о том же. Похоже, крутятся они как раз там, где мы пройти должны. Не знаю, к чему это, но мысли нехорошие лезут. Демы ведь с погонью друзья великие. Ну? А если у них с рейдерами местными способы связаться есть? И? Что и? Сэр Страж вчера у них девять воинов упокоил. Будь я на месте демов, захотел бы с ним пообщаться о жизни. И не только о ней. Дело ведь не шуточное. А ведь верно. Согласился Горбун. Если они поняли, что мы идем на север, то между нами и озером могут все здешние шейки послать, чтобы перехватить. Сэр Страж, а как вы думаете? Чего тут думать? Как говорил Чапаев в анекдоте, прыгать надо. Но вслух, конечно, сказал не это. Думаю, как шли мы к озеру, так и надо идти. Обходить воду стороной долго. Несколько дней потеряем. Да и двигаться придется вдоль южного берега по тем же богатым на рейдеров места. Берем ноги в руки и как можно скорее прорываемся к лодке. Привала сократим, скорость увеличим. Каждый след можно не рассматривать. И так понятно, что мы здесь не одни. Если что, нас пятеро, считая попугая. От мелкой шайки отобьемся. Девчонки, со мной не пропадете. Поддержал Зеленый. Других предложений не было. Нечего предлагать. Не сказать, чтобы скорость продвижения существенно увеличилась. Но долгие разглядывания встречных следов прекратились. Я только за. Ведь сам не вижу ничего. Даже обидно. Все уверенно рассуждают об оттисках медвежьих и прочих лап. А я смотрю на это, как баран на новые ворота, и не понимаю, о чем речь. Нет, если встречу оттиск подошвы кирзача, отпечатавшийся на мокрой земле или глине, то, конечно, мгновенно опознаю. Но хоть убейте, не понимаю, как можно определить что-то на этой толстой подушке из перепревшей листвы и древесной трухи. Обидно. Даже малограмотная девчонка читает по земле, будто по книге. А я, диверсант-инопланетянин, не бум-бум. Самолюбие тишит лишь то, что, попадя она в мой родной город, умерла бы от голода перед кодовым замком на двери подъезда или на обочине трассы с оживленным движением. Ей через такие преграды с живой не перебраться. Я в лесу почти слеп, но моих спутников это не касалось. На ходу подмечали подозрительные следы, и даже не замедлявшись для изучения, начинали обсуждать увиденное. Обычно выносили нехороший вердикт. Чем дальше мы продвигаемся, тем более явственно проявляется нездоровая активность погони. Хотелось верить, что сегодня у них как раз день ударного труда, и они все дружно отправились на раскопки. Причем путь их пролегает в районе нашего предполагаемого маршрута. Но верилось в подобные совпадения слабо. Когда зеленый, наконец, неуверенно шикнул, а затем, раздувшись вдвое, зашипел по-настоящему, никто не удивился. Подсознательно все были готовы к неприятной встрече. Горбун, оглянувшись на попугая, покачал головой. «Не иначе, как по нашу душу кто-то заявился». «Думаешь, они про нас уже знают?» Нервничая, уточнила Альра. «Птица эта, хоть и противная, но умная. Зря так шипеть не станет. Погонь совсем рядом. Если еще не почуяла, то почует». «Если там три твари, то мы отобьемся». «Может и так, но они других позовут. Сама же говорила, что рейдеров здесь хватает». «Значит, надо сделать так, чтобы не позвали». Вмешался я. «Хорошо бы, но как?» Уточнил Горбун. Хеск вытащил из ножен длинный узкий кинжал. Провел ногтем по лезвию, подбросил в воздух. Поймал, молниеносным движением послал вперед. Клинок со стуком вонзился в дерево шагах за двадцать от Амеда, и тот, не глядя на тука, произнес «Сам догадаешься, или как?» Горбун, может, и не мудрец, но понял правильно. Опустил забрало шлема, широко расставил ноги, взял секиру на изготовку. Прогудел. «Хорошо, что здесь кустов нет. Удобно размахиваться!» Альра, оценив приготовление тука, уперлась луком в землю, навалилась на него, сгибая всем весом, накинула тетиву. Отпустила, оглянулась по сторонам, прикидывая сектора обстрела. И остановил военное приготовление. «Стоп, вы чего? Собрались драться на первом попавшемся месте? Это не наш метод. Давайте вон туда махнем к дереву упавшему. Если что, к нему можно будет спиной прижаться и вообще с одной стороны к нам не подойти. Преграда слишком высокая. А лучше наверх забраться и пусть попробуют достать». «Дело говорите!» Кивнул Горбун и засеменил к новой позиции. «Будь у меня время, я бы в этом лесу крепость возвел, встретив творить такими инженерными заграждениями, что они бы на них сами сдохли, без посторонней помощи. Или хотя бы выбрал место поинтереснее, похожее на тот милый каньон, выручивший в заварушке с демами. Но сомнительно, что нам позволят тянуть резину. По прошлым побоящим помню, что погонь передвигается очень быстро, легко догонит. Раз уж попугай начал шипеть, то в нашем распоряжении считанные минуты. Вот и пришлось пользоваться тем, что подвернулось. Мелкие деревья в этом лесу были великой радостью. Это не являлось исключением. Стандартный гигант, ростом при жизни метров под сто. Диаметр понизу позволял спрятать за ним микроавтобус, или даже более серьезную технику. Ветвей почти нет. Крона развита лишь у самой вершины, где мы и забрались на ствол. Причем с трудом. Дальше рванули в сторону комля. Здесь высота максимальная. Пугу не придется карабкаться, цепляясь когтями за кору, причем под нашим обстрелом. Выберет тот же путь, что и мы, придется мчаться на нас по открытому пространству, причем выстроившись гуськом. Широкий строй на цилиндрической поверхности не слишком удачное тактическое решение. В любом случае обороняющаяся сторона остается в плюсе. Лишь бы твари не сумели запрыгнуть наверх, прямиком к нам. Обернувшись вправо, изучил корневую систему упавшего великана. Отдельные отростки, еще не успевшие лишиться приставшей земли, вздымались на высоту трехэтажного дома, а то и выше. Если посмотреть на дерево с торца, то, наверное, в темноте можно подумать, что он рвался на гигантского спрута, каким-то образом попавшего в лес. Альра, заберись повыше, вон за те корни. Сэр, страж, но там неудобно стоять. Зато тебя достать труднее будет. Лезь давай, не спорь. Без хороших доспехов ты здесь просто сладкое мясо. А Метовы тоже без доспехов. У него куртка толстая, да и у меня. И вообще сказал же, не спорь. Тук одобрительно кивнул. Глухо пробубнил из ведра шлема. Сэр, страж, дело говорит. Если у рейдеров будет серьезный копач, то чем выше стрелки, тем лучше. У него макушка слабое место. А попасть по ней, стоя вровень, не получится. Эх, булавой бы ее приголубить с разбега. Зеленый, шипевший, будто простреленный паровой котел, вдруг раздулся еще сильнее. Расправил крылья в стороны. Закликотал. Затем взлетел, начав описывать над нами круги. Похоже, он решил, что в данный момент для здоровья будет гораздо полезнее держаться как можно дальше от поверхности планеты. Подтверждая это предположение, издали донесся пронзительный виск, быстро поднявшийся до частот, недоступных человеческому слуху. Лишь неприятное ощущение в ушах осталось. Тук взял топор на изготовку. Амит зажал в каждой руке по метательному ножу. Сверху посыпалась труха и мелкие комки подмороженной земли. Рыжая готовилась к стрельбе. Мне готовиться не надо. Арбалет взведен. Болт готов отправиться в полет. Не скажу, что это оружие отлично зарекомендовало себя в боях с погонью. Но не думаю, что тварям нравится получать лишние отверстия. К тому же попадание в голову может убить даже самого сильного перерожденного. Прецедент имеется. Я спокоен. Я ничего не боюсь. Я и раньше в драках был почти сама невозмутимость. А после нескончаемой полосы невзгод и вовсе можно в ледяные отморозки записываться. Того, кто столько пережил, запугать тяжеловато. Опять тот же виск, но уже гораздо ближе. А потом вдруг наверху хлопнула тетива. Стрела, сверкнув белоснежным оперением, исчезла вдали, зарывшись в палую листву. Чего это Альра землю обстреливает? Не успел удивиться, как в том же районе заметил какое-то движение. Скорее даже намек на него. Что-то прошмыгнуло меж величественных древесных стволов. Причем так быстро, что поначалу списал увиденное на обман зрение. Но не может ведь живое существо размазываться в пространстве. Это могло. Виск, поднимающийся все до тех же запредельных частот. Затем в лесном сумраке розчерком проскакивает что-то невловимо стремительное. Будто пулеметный трассер. Невозможно разглядеть детали. В конце ровка неведомое существо всегда оказывается за очередным деревом великаном. Альра азартно выпускала стрелу за стрелой, мечтая подловить шумную тварь. А я даже не пытался. Легче плевком угодить в горлышко бешено вращающейся подброшенной бутылки, чем в это чудо. Будь у меня автомат, еще куда ни шло. Но с арбалетом нечего и думать. Лишь болты впустую израсходую. Искать их в толстой лесной подстилке придется до скончания веков, а добыть новые можно лишь в Малероке. Плотника и кузнеца ближе нет. «Рыжая!» Не выдержал Хеск после очередной порции нестерпимо давящего визга. «Прекрати стрелы переводить. Это ведь носатый. В него и сотня лучников не попасть, пока в бой не пойдет. Самая шустрая нечисть!» «Угу!» Прогудил Тук. «А он не пойдет, пока остальные до нас не доберутся. Это он, наверное, зовет их!» Альра послушалась умного совета и оставила крикуна в покое. Попугай, решив, что мы махнули на тварь рукой, полетел за дерево, где она скрылась после очередного рывка. Видимо, решил хотя бы на голову нагадить. По грязным делам он мастер спорта. Впрочем, зеленый не добрался до цели. Внезапно развернулся на полпути и рванул назад, испуганно вереща. Заметив вдали в сумраке леса неясное движение, я присмотрелся и едва в штаны не наложил. Секунду назад был само спокойствие и невозмутимость. А тут на тебе! Едва до конфуза дело не дошло. Ведь какую прекрасную тактическую схему разработал, забраться на поваленное дерево, с господствующей высоты обстрелять противника на подступах, добить подранков оружием ближнего боя. Но в моем плане не было места со зданием, способным перемещаться на околозвуковых скоростях. А твари, рост которых превосходит диаметр стволов местных секвой, вообще лишние замысли. Одна такая дюймовочка как раз и попала в поле зрения. Уж не знаю, каков ее рост, но издали я бы ей меньше шести метров не дал. Бочковидное тело, небрежно слепленное из мерзко выглядевших белесых бугров. Будто из мутировавших кочанов капусты собрали. Приплюснутая голова, не менее уродливая, покоится прямо на плечах. Шея как таковая отсутствует. О ногах тоже ничего приятного сказать не могу. Короткие обрубки, похожие на гипертрофированных личинок навозной мухи. Самое примечательное у этой твари – руки. Если во всем остальном она выглядела пародийно-антропоморфно и более-менее симметрично, то здесь темные силы изменили правило. Правая конечность была нелепо огромной, вывернутая локтем вперед. Ладонь выглядела большой совковой лопатой, чуть-чуть не достававшей до земли. Левая конечность на руку вообще не походила, а напоминала устаревшую бурмашину. Многосуставчатая, жутковато выглядевшая штука, заканчивающаяся чем-то угрожающе острым. В отличие от розовато-белесого тела, эта лапа была угольно-черной и казалась каменно-твердой. Описание взволновавшего меня обитателя леса будет неполным, если не упомянуть о единственном глазе, занимавшем половину того, что язык не поворачивается даже мерзкой харей назвать, и расположенной под ним ртом. На удивление мясистам и правильных очертаний, будто женский, напомаженный с применением контурного карандаша. И еще раз упомяну о росте, на глаз не менее шести метров. Диаметр ствола чуть меньше, лапы достанут в любом случае, а если не повезет, то и огромный чувственный рот. «Вы как хотите, а я с этой страхолюдиной целоваться не буду!» – орал Зеленый, возвращаясь к нам. «Какой здоровый рукатый!» – как-то нерадостно произнес Амет, а рыжая возобновила обстрел, целясь в нового противника. «И если у них и не сум такой матерый, то я об них топор затуплю!» – преувеличенно бодро заявил Тук и с надеждой покосился в мою сторону. «Что ж, все понятно. Подданные ждут ободряющих слов от Сюзерена. Здесь так принято. Примитивный и по-своему честный мир, где сильные мира сего не отсиживаются за чужими спинами. Даже правители великих держав лезут в бой иной раз в первых рядах. И это не считается странностью. Наоборот, владыка, правящий государством исключительно из-за дворцовых стен, может оказаться в ситуации, когда свое же государство кажется враждебным. Впрочем, и честным рубакам это тоже угрожает. Причем не скажу, что бы реже. Ни суна видно не было. И я этому только рад. Одного ходячего экскаватора мне более чем достаточно для недели кошмарных сновидений. «Все за мной! Альра, останься там! Надо засесть у вершины среди ветвей! Или эта гадина нас смахнет одним плевком!» «Не знаю, почему я принял такое решение. Видимо, под впечатлением картины, нарисованной богатым воображением, Копач, не обращая внимания на стрелы и болты, неспешно подходит, замахивается своей правой лапищей и сметает нас со ствола, будто хлебные крошки со стола. Пытаться парировать его удар – все равно, что останавливать полет упавшего рельса зубочистками. Ветви ему не дадут размахнуться для столь фатального удара, но не думаю, что это нам сильно поможет. Ладно, посмотрим. Если бы существовала спортивная дисциплина, в которой положено на время бегать по бревну, даже Тук в своих латах сегодня мог бы выполнить норматив мастера. Ветвей упавшего из полина было мало, но их габариты были под стать стволу, и продвигаться в районе кроны было проблематично. Мы, разместившись среди этих сомнительных укрытий, вновь уставились на приближающегося гиганта. Альра успела вбить ему в голову и плечо четыре стрелы, но не похоже, что он вообще заметил эти булавочные уколы. Шагал также неспешно, без воплей и угрожающих жестов. Такое впечатление, что он полностью уверен в своей скорой победе. Блин, а ведь я склонен с ним согласиться. Рукопашный сходячий горой мы не потянем. Присев на колено, устроил арбалет на удачно подвернувшейся веточке. Прицелился, потянул за скобу. Удар, толчок отдачи, болт засел чуть в стороне от левого угол корта. «В глаз ему хотите попасть?» – уточнил тук. «Ага», – кивнул я, поспешно работая рычагом. «Бейте в зрачок тогда, в белок даже копьем кольни, не ослепнет, а так хоть шанс будет». Час от часу не легче. Тут хотя бы в глаз попробуй попади. Оценив размеры цели, я понял, что обстрел на удачу здесь бесполезен. Зрачок в диаметре не больше крупного яблока. Влепить в него за четыре десятка шагов, с учетом того, что мишень движущаяся, конечно, можно. Будь у меня винтовка, или что-нибудь такое же точное. Но с данным оружием есть только один шанс – лупить чуть ли не в упор. Передумав стрелять, я постарался успокоить дыхание и нервы. По шкале невозмутимости надо быть самой скалой, чтобы не промазать в таких обстоятельствах. «Амет, как только я выстрелю, швыряй свои ножи, целься в зрачок». «Я понял. Только надолго это его не ослепит. У колпача глаз выталкивает из себя все, что в него попадет, и быстро затягивает рану». «Нам долго и не надо», – заявил я, покосившись на штучку. Под шагами твари дрожит земля, и раскачивается дерево. Или меня шатает от адреналинового шквала. Справа еще вторая гадина завизжала не вовремя. У меня от ее вопли ощущение работы рашпилем по обнаженному мозгу. Глаз непропорционально огромен, с приличный арбуз. Я вижу кроваво-красные и желтые прожилки. Какое-то темное пятно в углу, возможно, зарубцевавшийся шрам. И смоляно черный зрачок, уставившийся на меня без угрозы и эмоций, будто на неодушевленный предмет, подвернувшийся по дороге. Правая лапа пошла в сторону, изготавливаясь для удара. Недостаточно быстро. За гигантизм приходится расплачиваться неповоротливостью. Палец потянул спусковую скобу. Хлопок. Отдача. Есть! Не в центр, в самый верх почти у границы. Амеду тоже повезло. Ножи, выпущенные с двух рук, находят цель. Один в зрачке, причем близко к середине. Второй уходит в роговицу возле того самого темного пятна. Не знаю, ослепла ли тварь, но на второй выстрел времени нет. Подхватив штучку, шагнул назад, одновременно разворачиваясь. Прыжок на толстую ветвь. Оттолкнуться. На вторую. Просеменить до развилки. И вниз на землю. За спиной гулка стукнула по дереву. Что-то затрещало, зазвенело. Обернувшись, успел увидеть, как лязгающий железом клубок пронесся через крону. Толку не повезло. Амеда в этих дебрях не разглядел. Да и не до созерцания сейчас. При падении дерева ветви, оказавшиеся внизу, сломались. Но их обломки не позволили стволу лечь на землю. Остался приличный зазор. Я человек не толстый. Мне хватило. Перекатился на другую сторону. Скочил на ноги. Что было моча, рванулся, выскочив на открытое место. Гигант, углубившись в густую крону, остался чуть правее. Он неистово размахивал лапами, поднимая в воздух десятки килограммов щепок и кусков коры. Пользуясь тем, что со зрением у него возможны проблемы, а на затылке тем более, я подкрался сзади. Представил к коленному сгибу торец штучки, повторив тот фокус, что вчера проделал с демом. Враг тогда без ноги остался. Но этот товарищ оказался серьезнее. Устоял, хотя рана вывела его из равновесия. Пошатнулся, припал на колено. Пригнулся и сдал негодующий утробный крик такой угрожающей мощи и эмоционального накала, что его аудиозапись можно смело продавать в аптеках вместо слабительного. Чем больше шкаф, тем труднее его поворачивать. К тому же он в очень неудобной позе. Вот и я не сразу отскочил. Время еще есть. Куда бить? Говорят, у него макушка слабое место. Не смешно. Меня слишком плохо в детстве кормили, чтобы такой трюк провернуть. Хоть он и присел и пригнулся, но все равно недостаточно. Ногу я вряд ли отсеку. Даже секретная кунфу с выскакивающим лезвием не довело дело до ампутации. Чтобы снести голову, надо штучку размером в четыре раза побольше. Да и трудно замахнуться на такую высоту. Лапы тоже не подарок, особенно левая. Но все же более привлекательные. И в данный момент, если постараюсь, могу хотя бы одно обработать на всю длину, пока он не выпрямился. Скинул руки, перехватывая штучку за самый конец древка. Лезвие ударило снизу вверх, юркнув под правую лапу, глубоко взрезало подмышку. И тут же понеслось дальше, вспарывая податливую плоть, достигая локтевого сгиба, поработало на всю глубину. Все. У меня осталось мгновение, чтобы уйти. Рывок назад. Тварь вслед машет лапой, но та больше не слушается. Летит безвольной плетью, цепляясь ладонью за землю. Видимо, удачно подрубил сухожилие, как и рассчитывал. Монстр развернулся, пустил в ход левую конечность. Но я, когда сытый, живое воплощение скорости, матово-черный острый набалдашник, вместо того, чтобы негодующе опуститься на мою макушку, проносится впустую, глубоко зарываясь в рыхлый перегной. Тварь, нехорошо таращаясь поврежденным глазом, окончательно теряет равновесие, припадая на раненую ножку. Высунуть свой левый бур быстро тоже не может. Он глубоко зарылся, а правая лопата без виагры вряд ли поднимется. Я, само собой, не в силах справиться с искушением. Ринулся назад, спрятал лезвие штучки, приставил торец к зрачку, вернул оружие в боевое положение. Глаз взорвался, обляпав меня липкой мерзостью с головы до ног. Амид говорил, что копач быстро заращивает повреждения роговицы, но вперед, пусть продемонстрирует чудеса регенерации. Монстр, яростно ревя, вырвал из земли левую лапу, начал слепо размахивать ею перед собой, надеясь зацепить мучителя. Он не мог видеть, как за спиной из скопища веток выбирается сгорбившаяся фигура, закованная в латы. Визмаха топора тоже не заметил. Толк не подвел, не пытаясь замахиваться на невозможное, атаковал поврежденную ногу. Доводилось мне видеть, как этот сильный человек в один удар сносит приличное деревце. Вот и сейчас то же самое проделал. Нет, одного удара не хватило, но горбун бил и бил с дивной скоростью. А я, обойдя тварь сбоку, угостил ее в голову со своей стороны, отвлекая. Ослепший, дезориентированный монстр, атакуемый с разных сторон, представлял собой жалкое зрелище. Его разделывали, будто выброшенного на берег кита, а он лишь орал, неловко отмахиваясь буром. Тупая гора вонючего мяса. И чего я поначалу так испугался? Это все зеленый виноват, панику развел. После пятого удара копач рухнул, глубоко зарывшись в лесную подстилку. И тут же на его плечо из скопища ветвей прыгнул Амет. Припал на колено, высоко поднял сомкнутые на рукояти кинжала руки, со всей дури вбил узкое длинное лезвие в макушку. Тело твари еще не начало корежиться в агонии, а я уже не обращал на него внимания. Не знаю почему, но Хескам в вопросе убийства доверяю безоглядно. Если дать им возможность, то клиент неизбежно умирает, и такие исключения, как я, лишь подтверждают правила. К тому же у этого монстра макушка слабое место. Меня теперь занимал второй. Тут самый Крикун, или Носач, а может Нюхач. Да все равно уже, затих он что-то. Нет, я не соскучился по его чарующему голоску, но как-то это все подозрительно. Вот только теперь разглядел. Уродец метра полтора ростом. Тоже антропоморфен. Весь какой-то серо-бурый, морщинистый, корявый, нескладный, несимметричный. Со спичками руками, заканчивающимися веером кривых когтей, с громадным, расширяющимся к кончику мокрым носом, с мелкими глазками, глубоко спрятавшимися над ним. Этой мумии гномика-великана место в стеклянной бочке с формалином. Она карабкается по выворочным корням с явным намерением добраться до Алеры. Та молча обстреливает его с господствующей позиции, причем успешно. Карлик напоминает подушку для булавок, но не похоже, чтобы это его сильно беспокоило. Бежать за арбалетом некогда, тварь вот-вот доберется до девушки. Метод скоростного спуска с поваленного дерева пришлось повторять в обратной последовательности, а затем мчаться по стволу. Добрался до комля вовремя, Алера как раз отложила лук в сторону и взялась за короткий меч, пытаясь ими пощекотать когтистые лапки. Карлик с завидным проворством успевал их отдергивать и подтягивался повыше, намереваясь по ловчею хватить рыжую за сапожки. Даже длины штучки не хватало, чтобы до него достать, а лазить с нею по переплетению корней затруднительно. Выхватив из ножен матийца, я от души размахнулся, шварнул. Попасть острием не получилось, но это не потребовалось. Удар клинка по непонятно за что цепляющемуся гномику сработал, как и задумано. Тварь, повторив свой коронный виск, полетела вниз, вращаясь в полете. Приземление было удачным, на макушку. Человек бы убился, но эта мерзость села, начала трясти головой, пытаясь сфокусировать зрение. Последнее, что она увидела в своей жизни, как громыхающая железом фигура на бегу размахивается огромным топором. «Альра, ты жива?» «Да». «Смотри по сторонам, где третий?» «Какой третий?» «Ну, этот, носильщик!» «Не вижу». «Да нет его», сказал приближающийся Амет. «Похоже, шайка старая, копач и нюхач матерые. Вот таких часто не добор, потеряли они своего несуна». «Не слушай его!» Поддержал меня тук. «Осмотрись внимательнее, тебе сверху виднее». Амет указал на попугая. «Птица успокоилась, больше не кричит. Вон уселась и перышки чистит». Тут и я понял, что нагнетать обстановку дальше не следует. «Ладно, похоже, их и правда только двое было. Все целы? Тук, тебя сильно приложило?» «Да нет, латы выручили. Так, покосило чуток, но это только для пользы». «Собираемся и уходим. Эти вопли, наверное, в артаре слышно было. Другие твари могут набежать, а нам еще до озера идти и идти». Амет, развернувшись, на ходу буркнул. «Не везет. Завтра небо должно стать нормальным, а погонь днем не станет шастать». «До завтра мы тут не доживем. Надо бежать со всех ног». «Мальчик не врет», поддакнул попугай, настороженно озираясь по сторонам. «Видимо, что-то чуял. Нехорошее». Плохие предчувствия имеют неприятное свойство сбываться. Второй раз на нас напали спустя приблизительно три часа. Тройка тварей догнала по следам. Эти были хоть и помельче, но тоже не подарок. И лишь предупреждение попугая позволило успеть занять господствующую позицию. В короткой ожесточенной схватке со шлема Тука сорвали забрало. Альра осталась с десятком стрел, остальные переломали подраненные твари. Но обошлось без ранений и потерь. Продвигались мы чуть ли не бегом, устраивая привалы столь короткие, что едва успевали дыхание выровнять. На ночлег останавливаться не стали, это даже не обсуждалось. Путь до озера занимает сутки с лишним. Но сидеть в темноте посреди леса, кишащего тварями, но уж нет. Во время ночного перехода нам пришлось браться за оружие дважды. И пусть эти противники были самыми слабыми и встреченных, но и мы начали уставать. Ошибались, двигались не так быстро, как днем, да и глаза во мраке часто обманывали. Клинок штучки рассекал очередную тварь, а я мечтал лишь об одном. Если кого покалечит, то лишь бы не пострадали ноги. Тогда придется тащить раненого, а это конец. Не уйти. Физически чувствовал, как вокруг сжимается полукольцо загонщиков. Где мы это подоспели? Или твари набежали со всего леса? Но зеленый почти непрерывно шикал, обеспокоенно оглядываясь по сторонам. Нечисть была близко, и с каждым потерянным мгновением разрыв сокращался. Она гораздо быстрее нас. На берег озера мы выскочили в предрассветных сумерках. Четыре тела, обессилевших до состояния выжатой тряпки. К тому времени лат и тука были из метода состояния частичной потери подвижности в шарнирах. Алера, давно растратившая стрелы, тащила мой арбалет с парочкой оставшихся болтов. Метательных ножей не осталось ни у меня, ни у Хеска, к тому же Амет баюкал сломанную руку. То, что более серьезных травм не оказалось, можно считать чудом. Но и немного вручал горбун, обожавший принимать на себя первый удар. Стоически относившийся к синякам и ссадинам, он легко отделывался благодаря крепким доспехам покойного сара Флориса. Про себя скромно промолчу и про штучку, наносившую врагам львиную долю урона. Спасибо, родимая, что дождалась меня на грязном полу пещеры. Без тебя мне бы сегодня инвалидность организовали. Рыжая не промахнулась, вывела точно к лодке. Мы едва успели оттолкнуть посудину от берега и сделать несколько грибков, как из леса выскочили первые твари. Их было не три, даже не четыре, добрый десяток. А следом тянулись еще и еще. Тихоходные копатели, шустрые нюхачи, шестилапые слезняки, пауки-носильщики. Остановившись у воды, вся эта противоестественная орава начала шумно выражать свое недовольство. Закрыв уши, мы переждали, пока удалимся на безопасное расстояние. Но даже после этого твари не прекратили вопить и метаться по берегу. Очень уж огорчились нашим поведением. Обидно ведь, добыча ускользнула в последний момент. Встав посреди лодки, я поднял штучку над головой, ловя лезвием первые солнечные лучи. Небо будто специально очистилось ради такого пафосного момента. «Эй, вы! Вонючки корявые! Хотите меня получить, да? Очень хотите? Ну так подождите, я вернусь. Сейчас мне просто не до вас. Я обязательно вернусь. Готовьте побольше кирта. Заберу, когда буду вычищать ваше убежище». Ответом мне был все тот же нескончаемый вой. Присев взялся за весло. В штиль паруса не поставить, а озеро широкое. Пересекать придется долго, так что отдохнем как-нибудь в другой раз. Тук, стягивая из себя постылившие латы, поддержал. «Это вы правильно сказали, сэр Дан. Такого прощать нельзя. Надо обязательно вернуться. И кир тоже не помешает. Пригодится в хозяйстве. Вон, как штучка ваша сгодилась. Не будь ее, туговато бы нам пришлось. Ох, и ловко вы ночью того нюхача подловили. Первый раз видел, как одним махом две ноги укорачивают». «Ты давай раздевайся быстрее и за весло. Амет однорукий. Альра долго веслом не помашет. Оплыть нам долго». «Ничего, солнышко поднимется и ветерок принесет. Парус поставим, а с ним быстро до замка домчимся. На воде нам полегче будет. Здесь погонь не ходит». Глава шестнадцатая «Приют усталого путешественника». «В детские годы довелось мне прочитать воспоминания одного путешественника. Давно позабыл, как его звали и по каким местам собственно он тогда бродил, но запало в душу одно. На вопрос, что вам больше всего понравилось в странствиях, он ответил непредсказуемо. «Ни туземки топлес, ни экзотические блюда, ни чудные картины природы никем до него не виданные, ни новые реки и озера, собственноручно нанесенные на карты». Он ответил просто. «Больше всего понравился Мик, когда вернулся домой». Тогда я удивился. Но разве это путешественник радуется возвращение в душную клетку к обыденной жизни. Чего тут хорошего? В те времена я был мал и глуп. Сейчас, возможно, тоже не эталон умственной полноценности, но чуть старше и мудрее. Теперь я его прекрасно понимаю. Что может быть лучше горячей ванны и обеда на белоснежной скатерти после долгих месяцев барахтания в грязи, сомнительного подножного корма и последующего выведения глистов? И пусть с удобствами в Мальроке дела обстоят не очень, но имеется баня, отапливаемое жилое помещение с хоть и жесткой, но настоящей постелью, добротная и сытная еда. Последнее, если честно, для меня сейчас на первом месте. И пусть наши кухарки не умеют изысканно готовить, не суть. После веселой ночи нам не места живого нет без ссадины и синяков, а живот согласен замороженный лом проглотить, скудного завтрака и обеда не хватило. Снасти для рыбной ловли у нас не имелось, так что пришлось подъедать припасы, а их было маловато. Тем более, что самый богатый мешок, принадлежавший к горбуну, был потерян во время одного из ночных боев. За время моего отсутствия рацион обитателей замка ничуть не улучшился. Даже мне, сюзерену, приходилось довольствоваться преимущественно дарами моря. Наваристая уха, приправленная корешками и пряными травами, зажаренный на углях местный аналог сама, балык из гиганта, явно относящегося к осетровым, копченостей из разнообразных пресноводных обитателей и своего рода редкость, малосольная селедка, доставляемая от дружественных общин побережья. Хоть и мешают им демы, но все равно промысел прекратили не все, выходят, несмотря и с харчами не перебирал, да и подданным приятно посмотреть на всеядного владыку, ведь стараются для меня, выставляя самое дорогое. Раздел меню, не относящийся к рыбному, выглядел скромнее, тушеная крольчатина и поджаренный на вертель фазан. И еще было недурственное вино из старых замковозапасов, доставшихся нам трофеями. Одному бы мне хватило с головой, но ужин пришлось делить с епископом, аресатом, сержантами Дирбзом и Ритталом. За столом еще оставалось место для тука, как бессменный подручный сэра он имел на это право, хотя некоторые считали это неуместным понебратством. Но правом своим он пренебрегал как у покойного Флориса, так и у меня, предпочитая великосветским раутом посиделки с барышнями нестрогого поведения, на внешность которых он редко обращал внимание. Учитывая его влеченность алкогольными суррогатами не удивлен. Человечество и в этом мире не изменило своим привычкам. Ужинать молча здесь не принято. И даже более того, принято обсуждать злободневные вещи. Неприятные для меня расспросы на тему «Где вы, сэр-страж, шатались все это время, чем при этом занимались и как ваше здоровье?» сами собой сошли на нет после того, как упомянуло приближение к замку вражеского флота. Мне пришлось для новых слушателей повторить про всех этих аданов и трисов с переченем количества галер, после чего в свою очередь выслушал про них много нелицеприятных слов. «Они далеко», уточнил конфидос после снижения плотности потока ругательств. Самих галер не видел, но позавчера допрашивал пленного, и он сказал, что четыре якобы добрались до Восточного озера, а две остались на побережье. Честно говоря, думал, вы про них уже знаете, удивлен, что они до сих пор сюда не добрались, по пути боялся на них нарваться. Арисат покосился на Дирбза, тот ему ответил тем же. Не дожидаясь, когда они начнут обвинять друг друга в преступном ратозействе, я начал задавать конкретные вопросы. «Наши дозоры реку контролируют?» «Конечно», кивнул Дирбс. «Раз в день обязательно четверка проезжает до старой корчмы у моста, но держать там людей постоянно не можем, не хватает на все». «И сегодня этот дозор не заметил ничего странного?» «Нет, иначе мне бы доложили». «А вообще следы чужие встречали?» «Ну, такое часто случается. Да только поди пойми, кто тут бродил. Межгорцев много осталось, и у каждого имеется по две ноги. Разве можно всю обувь знать? Тем более, что шастают все в рвани непростой, одинаковый. Если два-три человека прошли, на это внимание не обращают. Если больше, то стараются проследить. Смотрят, как идут, что делают. Подозрительные замечают, докладывают мне, а там обычно отряд высылаю. Так и ловим разных супчиков, оставшихся от шайки Алерика, из тех, что не угомонились тогда. Получается, если пройдет тройка разведчиков демов, то на их следы внимания не обратят. Думаю, так и будет. Особенно, если схитрят и вместо сапог наденут поршни простые или с двойным войлоком. Мои парни тогда подумают, что это местные. Если кто из местных увидит нечистых, то, конечно, нам скажет. Да только кто? Тут же почти всех вырезали. Можно целый день орать, и никто не услышит. Разве что кому-то повезет от шайки людоловов уйти, но это трудно. Своё дело свиньи знают и живых после них не найти. Если бы разведчики шастали под замком, мои ребята их бы заметили сразу. Самодовольно заявил Ресат. Они на каждом холме стоят? Что-то я их там не видел. Всё больше у стен натираются. А сверху малярок как на ладони. Хоть и далеко, чтобы всё важное разглядеть. И где я людей возьму на каждый холм? Может, своими поделишься? Тихо. Голоса не повышать. Давайте предполагать худшее. Они уже осмотрели замок и приблизительно представляют наши силы. Или даже заранее разведку провели ещё до похода. Что дальше делать будут? Вот вы, епископ, в своё время воевали серьёзно. Поставьте себя на их место и попробуйте составить план захвата малярока. Чего это иридианину такие планы доверяют? Возмутился Дирбс. У него ведь даже воинов приличных нет. Все его люди телята смирные. То, что раньше было давно травой поросло, сейчас он просто еретик и нет за ним никого серьёзного. Сержант, помолчите. Сейчас очередь конфидуса говорить. Вот выслушаем его, потом, возможно, и вам слово дадим. Епископ долго раздумывать не стал и начал мрачно. Я бы первым делом вырезал дозор Дирбза. Это чем же тебе еретик мои ребята не по нраву? Вскинулся сержант. Тише, по нраву они ему, просто пытается думать за Димов. Нам это всем полезно сейчас делать, и вам в том числе. Как же всё-таки трудно с этими дикими аборигенами. Не на день от них оставить нельзя. Сразу начинаются тёрки на тему «Кто здесь главнее?» Вот и сейчас. За время моих странствий конфидус чем-то насолил Дирбзу. Сержант ядом исходит, стараясь его уязвить. И епископ продолжил спокойным голосом. «Упускать возможность убить или пленить четвёрку хороших воинов глупо. На каждом много железа, кони хорошие, добрая добыча. Заодно, как бы дело не обернулось, они уже не доложат если осадного припаса нет, то взять такую крепость штурмом не получится. Осада и дело тоже не сделаешь. На каждой галерии около двух сотен грибцов и воинов. Еды на такую толпу в долине не найти, а возить провизию с юга далеко, долго и опасно. Мы себя сейчас кормим за счёт летних запасов, да и торим не затягиваем. Рыбы они много не найдут, ушла зимовать и места недоступные, уловы теперь скудны. Связываться с нами только людей смешить, маловато сил для взятия Мальрока, и они это должны понимать. Грабить округу тоже глупая затея, до них здесь погонь и артарцы в две метлы поработали. Нет, сэрдан, зря они вообще сюда сунулись. Хотя оструги при галерах были? Не знаю, пленный ничего про них не говорил, а сам я кораблей не видел. Плохо, что не знаете. Если у них есть струги, то это все меняет. Там припас осадный и провиант. Для иных целей они в таких походах не нужны. Есть еще кое-что. Позавчера я нарвался на группу демов, занимающихся ловлей людей. Троих убил, потом убегал от погони, сумел оторваться и подловил самых прытких. А вчера вся погонь, которая живет на юге долины, начала носиться по лесу в поисках наших следов. Мы до утра мчались к лодке, четыре раза драться пришлось. На берегу я потом видел два десятка тварей, но думаю их гораздо больше. И еще думаю, что они не просто так за нами гоняться начали. Это рейдеры, искатели древностей. Их шайки неохотно удаляются от своих раскопок, а толпой вообще не собираются. Думаю, это проделки димов. Согласен, кивнул епископ. Боитесь, что они придут под стены с ордой погони? А вы не боитесь? Я видел Копача в три человеческих роста. Не удивлюсь, если там и крупнее есть. Стену они не пробьют, но забраться наверх самые прытки сумеют. А здоровяки их снизу будут морально поддерживать. Достаточно парить десятков тварей оказываться в замке, как у нас резко повеселеет. А под это дело димы подоспеют и совсем уже обрадуют. Может у них и маловато народу для штурма такого замка, но и у нас не хватит для полноценной защиты. К тому же башни еще ремонтировать и ремонтировать. Болист нет, Луков кот наплакал, да и толку от них против погони немного. Народу у нас прилично, заметил Арисат. Но только хороших воинов и впрямь мало, а те, что есть к осадам непривычны. Плохо, что стены длинные. Замок может вместить несколько тысяч человек, заметил епископ. Его и строили с таким расчетом, чтобы укрывать народ в случае войны серьезной. Но повторяю, задавить нас толпой демы не смогут. Да, у них много отличных воинов, но все равно недостаточно. Не уверен, что они соберут толпу погони. Но если предположить, что так и будет, то все равно шансы отбиться у нас велики. Уж очень надежны здешние укрепления. Но все может измениться, если у них окажутся груженные строги. Этого я опасаюсь больше, чем тварей. Против осадных машин за стенами не отсидеться. Надо делать вылазки, а на это сил не хватит. Арисат. Три оты, три вожака от. Они раньше друг с другом перегрызутся, чем до нас доберутся. Уже сейчас почему-то разделились на два отряда. У них морские галеры, протащить их по нашей реке задача непростая. Придется высаживать команду на берег, разгружать, тащить всю посуху, русло захламленное расчищать от завалов. Быстро никак не получится. А как дойдут, смутные дни давно на нет сойдут и днем погонь присмиреет. Даже если притащат орду с юга, то что с того? Убежища возле замка нет, а без него темные в такие времена далеко не ходят. В подвалах пересидят и по ямам перекрытым, демы так в набегах поступают, сумрачно возразил многоопытный епископ. Так подвала в деревнях приличных нет, пусть копают мерзлую землю, раз им так хочется. Если оттепель придет, в грязи утонут, а погонь мокроты не любит. К тому же у нас страж, причем уже не болезный. Вон сколько демов покрошить успел. Сам по себе силище немалое, и птиц при нем полезное, погонь издалечующее. Нюхач рейдеров легко забирается на замковую стену любой высоты. Отозвался молчаливый риттл. Это слабая тварь, наверху легко порубаем. Отмахнулся Дирбс. Твои люди, да, но если влезут на стену, обороняемую теми же еридианами, то плохо придется. Ну и что тогда делать? У нас не хватает добрых вояк, чтобы везде стояли. К тому же крепкий отряд надо под рукой держать, а лучше два, на случай прорывов. Может отбиваться трудно будет, но другого выхода у нас нет. Людей хватает, нас даже больше, чем демов. У них шесть галер, на каждой сто или чуть больше рабов-гребцов, и десятков восемь вояк. Всего получается около пяти сотен. Если помогут межгорцы, то мы сможем вывести против них сотен семь. Но из них лишь две чего-то стоят, а остальные в основном никуда не годятся, вооружены слабо или вообще никак, умеют лишь стоять при толковых десятниках и бегать, если страшно станет. В чистое поле их выводить, зайцев смешить разве что. Нет, если их припечет сильно и деваться будет некуда, как в том бою у брода, тогда конечно до последнего держаться будут. Но там простая линия была, и позицию успели подготовить, а Димы вряд ли такое позволят. В чистом поле они нас раскатают в припасов у нас немного, но протянем на них долго. Если они не пойдут на шторм, то осаду мы должны пересидеть. Сэр страж, вы так на нас смотрите, будто с чем-то не согласны. Да, не согласен. У нас не та ситуация, чтобы отсиживаться в замке. Не известно, есть ли у Димов осадный припас. Не известно, смогут ли они нагнать толпу погони. верить. Если нет, то что мы вообще знаем? Только то, что позавчера какие-то демы были в районе Восточного озера. Этой информации слишком мало, чтобы принимать серьезные решения. Хочешь победить противника, узнай о нем все. Поэтому первым делом мы пошлем разведчиков. Не латников, громыхающих своим железом на всю долину, а лесовиков, вроде Люка, но только из местных. Все пройдут скорость движения, мы начнем действовать. Есть ли у них оборудование и продовольствие для осады и штурма? Смогут ли они нагнать толпу тварей? Я не знаю, но это не так важно. Важно не отдавать им инициативу. Запремся в замке, они смогут спокойно заниматься своими делами, а это нам на пользу не пойдет. Врага надо держать в напряжении. Если не запираться в замке, то где будем прятаться? Удивился Арисат. А мы не станем прятаться. Река узкая, перетаскивать через нее галеры нелегко. Не исключено, что Дима оставит часть в озере, а к нам пошлют одну или две, чтобы блокировали малярок с воды. У нас есть полсотни отличных воинов, лучших ополченцев наберется еще сотни полторы. Из остальных и местных доберем тем, кто более-менее способен сражаться и уничтожим этот отряд. По силам мы, возможно, будем примерно равны, ведь они не потащат всех. Два корабля на побережье остались. И вообще, толпой в этой узости ходить не сладко. Или вы думаете иначе? Да нет, все так и есть, кивнул Арисат. Галеры тащить там удовольствия мало, и одну от другой надо подальше держать. Мало тащит корабль вниз и шваркнет им о следующий, если тот рядом окажется. Нельзя так делать. То есть у нас имеются приличные шансы в 4-5 сотен воинов навалиться на одну-две или около того, перебить их и повторить номер со следующим кораблем, пока там не очухались. Если они так разделятся, то может получиться, согласился Дирбс. Но неправильно это. Правильный бой это, а это похоже на разбой какой-то подлый. А мы воины честные. Не дело воинам подкрадываться волками. Вы называете разбоем, а я буду называть тактика. Когда вернетесь к своему герцогу, так и воюйте. А здесь мы будем воевать, чтобы победить. Неблагородно, но по-умному. Ведь Поган не стесняется бить любыми способами. А по мне демы против врага. Надеюсь, больше глупостей о неправильных способах не услышу. Сэр страж прав, поддержал епископ. Что будет, если демы захватят замок? Слышали, как они поступают со стариками и покалеченными? Останутся лишь дети и молодые, да и тех ничего хорошего не ждет. Бакайцев вообще, наверное, казнят всех. Темные объявили всех, кто тогда сумел уйти, нечистыми животными, которых следует умершвлять огнем. Это они так издеваются в ответ на свиней. Ваших людей, сержант Дирбс, ждет то же самое. Артарских солдат, захваченных в плен, они частенько убивают со всей жестокостью. До сих пор мстят за то, что старый Кенгут устроил в их северных поселениях. Неужели вы и впрямь хотите с этими тварями воевать «Они все же люди? Какие никакие?» «Считайте их опоганенными свиньями, раз вам так удобнее», предложил я и вернулся к практическим вопросам. Разведчиков надо отправить еще до рассвета. Желательно две-три группы, чтобы хоть одна вернулась назад. Всех строго предупредить не ввязываться в бой. Их задача принести нам информацию о врагах, а не подставлять голову под топоры. И прямо сейчас начинать подготовку войска. Послать гонцов к межгорцам, чтобы привели своих вояк. А наши пусть сидят на готове с расчетом выступить в любой момент и день-два воевать вдали от замка. А то знаю я, что начнется. У одного сапоги развалятся, другой под доспешник теплый на брашку променял, третий меч согнул, а выправить забыл. Ничего этого не должно быть. Нас любая мелочь способна погубить. Вчера я убил девятерых. Если каждый из наших прикончит хотя бы одного или пусть даже покалечит, войско демов перестанет существовать. А на это способен лишь подготовленный человек. Так что завязываем с ужином. Надо прямо сейчас за дело браться. Разумеется, я понимал, что вечером, да еще после ужина, аборигены на серьезное телодвижение не способны и вряд ли тот час начнется лихорадочная подготовка к боевому походу. Но жизненный опыт подсказывал, что чем раньше вставить фитиль подчиненным, тем быстрее они начнут шевелиться, пусть и в некоторой не слишком отдаленной перспективе. К тому же десяток гонцов все же сумели отправить уже спустя час после ужина. Утром, если ничего не изменится, и группа разведчиков. Первая тройка под командованием молчаливого Шега, лучника из отряда рыжей смерти. Второй руководит еще более мрачный Бенг, бывший малярокский дружинник, прибившийся к нам после смерти Алерика. Я лично провел детальный инструктаж в сочетании с профилактической клизмотерапией, угрожая ребятам, что это цветочки. Ягодки будут, если они, вместо того, чтобы дойти, посмотреть и вернуться, займутся героическими деяниями. Хотя это я, пожалуй, зря. Все шестеро целый год ухитрялись выживать втерзаемом тьмой и артарцами межгорье. Если в долине и водились безбашенные герои, то со своей привычкой лезть в первые ряды быстро вымерли, не дождавшись нашего прибытия. Эти ребята на рожон не полезут. Свет факелов на стенах не в силах разогнать темень. Ранняя зимняя ночь непроглядна, несмотря на звездное небо. Заметно похолодало, нетипичные для этих мест морозы не собирались уходить. Но меня сейчас это волновало меньше всего. А чего волноваться, если ночую не под открытым небом? К тому же оттепель сыграет врагу на руку, у демов кавалерии нет, а наши лошади будут вязнуть в грязи. Всадников у нас немного, но пренебрегать кавалерии не стоит. При грамотном применении она может неплохо сыграть, не говоря уже о транспортных возможностях. В башне тепло и одиноко. Тук похоже загулял на всю ночь. Зеленого тоже не видно. Ненача закатил пьянку в честь своего возвращения. Возможно на пару с грабуном. Ничего, печь протоплена на славу и до утра можно о ней не думать. Отосплюсь сейчас как полагается. За все дни последние оторвусь. Мне надо быть сильным и бодрым. С утра начну готовить войско к бою. Ага, сейчас дадут здесь отоспаться. Внизу распахнулась дверь, затем захлопнулась причем на засов. Это меня насторожило. Сам я к нему не притрагивался, любезно оставляя для возможных убийц удобную дорогу. Это с их точки зрения она удобная, с моей как раз наоборот. Ведь при малейшей попытке прикоснуться к лестнице раздается столь громкий скрип, что мертвые просыпаются. Пока поднимутся до площадки обитаемого этажа, сэр-страж уже будет во всеоружие. Простенький метод, но я вообще не любитель сложностей. Они, как правило, менее эффективны и страдают отсутствием надежности. Вот и скрип. Кто-то начал восхождение по винтовой лестнице. Прислушиваясь к настораживающим звукам, я медленно, стараясь не выдать себя шумом механизма, качал рычажный взвод арбалета. Малым ходом, без натуги, чтобы не звякнула вгибающаяся сталь. боевое положение не приводить. Во-первых, при этом раздается визгливый шелест, причем далеко не тихий. С похожим звуком работают киношные лазеры в фантастических битвах. Во-вторых, возможно, придется повторять уже дважды проделанный трюк с мясным взрывом. Конечно, лезвие недолго и спрятать, после чего приставить торец к цели и вновь выпустить, но я так до сих пор и не выяснил всех возможностей оружия. Орядок ограничено и останусь с бесполезной палкой. Или слишком часто злоупотреблять нельзя. Надо давать оружию отдых. Так что, если уж пускать в дело этот способ, то наверняка. Светильник гасить не стал. Если ко мне пришли с недобрыми намерениями, то после ночного мрака даже к тусклому свету надо приспособиться. На лестнице это не получится. Там темно, как в негритянском кишечнике. Но, давайте. Смелее! Чего топчетесь? Будто стесняетесь. Сэр страж! Дан! Вы не спите? Альра! Девушка выбралась из мрака лестницы. Закутавшись в длинный плащ с головы до пят, она удивленно щурилась на взведенный арбалет в моей руке. Выглядел я, наверное, глуповато. Голый до пояса, босой, с оружием на готове. И вид малость удивленный. Надо же, приготовился отбиваться от очередных убийц. А тут такой милый сюрприз. Что-то случилось? А вы в кого стрелять собрались? Со слабо затаенным и хитством поинтересовалась рыжая. Может, не будешь отвечать вопросом на вопрос? Ничего не случилось. Я просто пришла вас поблагодарить. Подчеркнуто смиренным, я бы даже сказал смущенным, голосом произнесла девушка. Поблагодарить меня? За что? Ну, вчера в лесу, когда до меня почти добрался не хач, вы его сбросили на землю под топор тука. Еще чуть-чуть и поганый бы меня схватил. А потом ночью с ног сбили, когда копач лапой взмахнул. Мог бы мне врезать как раз по голове. Я ушиблась тогда, синяк набил на спине. Наверное. Не подумайте, я не обиделась. Спасибо огромное. Спасли. Хотите посмотреть? С каким-то завораживающим намеком предложила аллера. На что? Автоматически брякнул я. Глянув на меня как на безнадежно больного, девушка уже чуть ли не с досадой пояснила. На синяк, конечно. Тут даже до такого клинического идиота, как я, дошел весь идиотизм моего идиотского поведения. Но, несмотря на это, не нашел ничего лучшего, как ответить столь же тупо односложно. «Хочу, но не умею я переключаться со скоростью света. Только что собирался драться, а вместо этого…» Аллера развернулась спиной. Легким движением сбросила плащ с плеч. Под ним ничего не было. Нет, то есть было, конечно, та самая благодарность. Не было одежды, но я ничуть не огорчился по этому поводу. Титаническим усилием удержал челюсти в сжатом положении, боясь отвесить до полуструю слюны. Последний человек, которого мне довелось видеть голым, был горбат, волосат и вообще мужик. Честно говоря, зрелище это меня не вдохновило. Что поделать, если в обязанности тока входил таскаться за мной повсюду, в том числе и в баню. Аллера была, мягко говоря, симпатичнее. И синяка на ровной спинке я не заметил. Да я не помню, чтобы сбивал ее с ног. Может, с кем-то перепутала? О чем я вообще думаю? Парень, ты слишком долго был в лесу, раз ведешь себя в такой момент, как трухлявый пень. Даже если соврала насчет ушиба, плевать. Мне сейчас на все плевать. Ума хватило осторожно положить заряженный арбалет на стол. На то, что тетива во взведенном положении растянется и ослабнет, тоже плевать. Если и вспомню об этом, то попозже, в момент, когда мужчинам полагается поспешно задумываться о футболе. Шагнул к притягивающей магнитом фигурке, взял за плечи, развернул. Как говорил тот путешественник из детских воспоминаний, сильнее всего ему понравился миг возвращения домой. Я начинаю его понимать все больше и больше. Почаще бы такие возвращения. Дан, то есть, состраж, вы о чем? Альра, дан, для тебя просто дан. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Глава 17 ТОПОРЫ ВОЙНЫ Легенды о вампирах, перемежающих эротические домогательства потребительскими кровопусканиями, вероятнее всего имеют прозаические корни. Тот, кто впервые их озвучил, видимо, попал в ситуацию, когда ложился спать, будучи сильно утомленным, надеясь, что отдохнет как следует. Но вместо отдыха к нему пожаловала темпераментная особа, желающая именно сейчас отблагодарить за реальное или выдуманное спасение. Ее благодарность повторялась вновь и вновь, затем опять и опять. И это продолжалось очень долго. А потом пришло утро, и он вспомнил, что ему надо срочно отправляться на завоевание вселенной. Вскочил, а не тут-то было, ноги вадные, в голове пусто, как в барабане. Спать хочется будто перед смертью, а при слове «благодарность» начинается нервный тик. Поблагодарила и тихо сбежала, оставив меня в сложном душевном и физическом состоянии. Вот не случайно шумерские акшары, самые древние вампироподобные существа, были исключительно женского пола. Сонный, утомленный, с улыбкой дебила на устах и вакуумом в мыслях, я позавтракал, надеясь, что черное сердце быстро приведет в чувства. Увы, ничего подобного не произошло. Даже наоборот, сонливость усилилась. Хорошо бы поваляться, но нельзя, ведь вот-вот начнется смотр войска, как приказано еще с вечера. У людей была ночь, чтобы подготовиться. Вот сейчас и оценим. Мда, вот тебе и посмотрели. Раньше я как-то не слишком вникал в военно-хозяйственные мелочи. Все свободное время, как правило, занимал поиск неприятностей. Для таких дел имелись Дирбс с Арисатом и есть еще куча опытных дружинников. Им виднее. К тому же, зачем лезть туда, где ты полный профан? На земле мне не доводилось увлекаться медиевистикой или хотя бы средневековой историей. Нет, знал много чего, но ничего серьезного, на уровне простого интеллектуала. В книжках, подбрасываемых ваней. Герои, правда, изучив курс начальной школы на два с плюсом, ухитрялись детально разбираться в вопросах античной тактики, а о снабжении армии им вообще не приходилось задумываться. Или решали все военные вопросы с помощью удачно собранной по пути мелкой ватаги из наиболее развитых местных гуманоидов, или все само собой получалось. Их задача, как потенциальных спасителей мира или искателей великих артефактов, была предельно проста. Для начала стать офицером и взять первых попавшихся солдафонов, всю сознательную жизнь профессионально увиливающих от служебных обязанностей. Особой популярностью пользовались эльфы, так как их длинные уши были идеально приспособлены для развешивания лапши на тему чести, долга, светлого будущего, победы над всеми силами мрака и торжества духа светлого леса. Далее солдафоны начинали плакать навзрыд, проклиная свое никчемное прежнее существование, нескрашенное светом героического идиотизма. После такой психологической накачки они готовы были идти за своим гуру-командиром хоть в привокзальный бордель, хоть на чумное кладбище. Он, в свою очередь, доставал охапку нехилого оружия где-то, когда-то у кого-то бесплатно взятого, как правило, каких-нибудь жадных гномов или даже у самой нечистой силы. Для своих ведь ничего не жалко. Каждый солдат за 40 секунд обвешивался снаряжением на сумму, достаточную для постройки ударного авианосца. После чего, забыв про уставы, подгонку доспехов и отработку взаимодействия в изменившихся условиях, бросался в лютую сечу. А зачем вообще что-то помнить? Ведь герой сам за всех думает. Он воюет просто и четко. С расчетом на интуитивное понимание высших принципов мировой гармонии, для чего не требуется участие центральной нервной системы. Командование батальным процессом выглядит примерно так. Я забрался на высокий холм с абсолютно лысой верхушкой, спрятался за вековым дубом и посмотрел сквозь кусты на лежащий в 110 шагах вражеский лагерь. Там не подозревали о том, что отряд мстителей уже рядом и продолжали заниматься своими делами. Тяжелые пехотинцы-черепоносцы точили свои сааганы. Инженеры из темных гномов натягивали тетиву на катапульту. Конные арбалетчики пили сакэ с кровью, копейщики из черной сотни кого-то злодейски пытали. Что ж, пора начинать то, ради чего мы шли сюда целых 29 глав. Ты, Магдурун Джарандер, обойдешь их с тыла, взяв всех своих. Когда увидишь, что твой родной брат-близнец Ольх пошел в атаку, сразу бей их в левый фланг. А я, пока вы окружите их справа, начну танцевать с мечами, выкосив центр, как хрущев кукурузу. Я верю, что вы не перепутаете, кто и когда бьет, и под это дело прорвусь к ставке темного властелина. Его, после обличительной речи, пущу в расход. Похищенную принцессу отправлю в спальню, и принца куда-нибудь пристроим, ведь секс меньшинства тоже умеют читать, так что придется отбросить предрассудки, если хотим работать на их сегменте книжного рынка. И бывшие туземные солдафоны абсолютно все поняли, и битва прошла именно так, как запланировано, и погиб лишь один боец, закрыв главного героя своими ушами от выстрела тяжелой катапульты, которую подлые темные гномы успели таки натянуть. Двадцатипудовый снаряд из чугунной бронзы срикошетил от подсохшей лапши и повредил верное сердце. Умирая на руках нетерпеливо косящегося в сторону спальни главного героя, воин аборигенов напоследок прошептал, «Хрущев вообще-то кукурузу не косил, а сажал, да и то не своими руками. Прощай, мой великий вождь, скажи прекрасной принцессе, чтобы не плакала, тушь потечет, и прекрасному принцу тоже это скажи». В общем, из художественной литературы я впечатляющих знаний по тактике не почерпнул. Там или полный бред, или бои, разыгрываемые будто договорная шахматная партия, где позитивные герои четко действуют по заранее утвержденному плану. А враги, если от него и отступают, то лишь для того, чтобы главный герой продемонстрировал что-нибудь нестандартное, способное переломить бой любой сложности в свою пользу. К примеру, в отчаянии устроит танец с мечами под песню Киркорова. Ни один орк такого не переживет. Поддавки чистой воды в реальности возможны лишь на ролевых игрищах и в компьютерных баталиях уровня сложности новичок. Я не уверен, что демы согласятся играть по невыгодным для них правилам. Спецподготовка здесь тоже не слишком поможет. Ученые люди не глупые и понимали, что если я окажусь в примитивном мире, шансы создать установку будут ничтожные. Так какой смысл учить диверсанта средневековой тактики и стратегии? Правильно, никакого. Тот минимум, который я получил, был скорее универсальным, способным пригодиться на любом уровне развития цивилизации. Я не умею конструировать катапульты, способные метать тяжелые снаряды за километр, но знаю устройство несложной боевой ракеты. Понятия не имею, как изготовить греческий огонь, но простейший напалмс ворганить смогу. Не уверен, что сумею спроектировать и построить крепостные укрепления, подобные Мальрокским, но справлюсь с постановкой минных заграждений или их снятием. При необходимости способен командовать стрелковым отделением или даже взводом. Знаю, как прикрыть танк, пехотой в условиях города, но дай мне подначало пару тысяч пикинеров, вероятнее всего впаду в ступор. В общем, к войне я готов лишь частично, причем не к такой, но даже будь я гениальным полководцем, знающим все и вся, этого не хватит. Надо иметь армию, каждый солдат, который одет, обут, экипирован, вооружен, знает свое место в строю, не растеряется при любом маневре, за ними должен присматривать опытный сержантский состав, а командиры среднего звена обязаны в любой ситуации сохранять управление. Это уже не толпа, это настоящая армия, единый организм, способный действовать по плану любой сложности, без критических ошибок и отсебятины. Пока что такого организма у меня нет. Даже на лучших воинов надежды мало. Бакайские дружинники гении морского грабежа. Их профессиональный конек, скрытное продвижение к богатым берегам, высадка десантов, в том числе и конных, молниеносные рейды по сонным деревням и замкам, быстрый отход с добычей. Отладников дирбзо толку больше, но их маловато, а сам по себе отряд представляет собой слишком большую ценность, чтобы разделять его на одиночек десятников, поставленных над ополченцами. Такие действия принесут пользу не за один день, зато проблем принесут сразу. Моя армия В расчищенном от мусора и развален замковом дворе выстроилось четыре с половиной сотни мужчин всех доступных возрастов. Сопливые подростки, юноши, матерые мужики, еще крепкие старики. Не знаю, сколько удастся набрать среди межгорцев, живущих за пределами Мальрока, они только начинают подходить, но в любом случае передо мной ядро войска. Дружинники Арисата, латники Дирбза и несколько десятков ополченцев выгодно выделяются на унылом фоне большинства крутизной своих доспехов и оружия, уверенным независимым видом и характерным выражением глаз, выдающим опытных убийц. Латы, керасы, тяжелые кольчуги, стальные шлемы, высокие сапоги, мечи и топоры, в которых даже неискушенный взгляд, несмотря на простоту отделки, опознает дорогие вещи, за которыми следят пуще, чем за верностью супруги. С такими бойцами я готов идти завоевывать хоть ад, на чертей и копейки не поставлю. Вопрос лишь в количестве, таких было мало, очень мало. Основная масса выглядела не ахти. Кое-где наблюдались кожаные доспехи, серьезно уступавшие тем, которые я видел на демах. Иногда взгляд цеплялся за приятные исключения, видавшие виды керасы и кольчуги, потасканные железные шлемы. Но это редкость. Большая часть людей носила то, что инструктор, лапидарно рассказывающий о видах доспехов и бронежилетов, назвал бы «стеганая куртка». Я бы высказался короче «фуфайка». Или еще хуже. Может отрубящего удара эта защита кое-как прикроет, если повезет. Но вот от колющего. Некоторые, понимая это, пытались заниматься модернизацией, нашивая металлические и костяные пластинки, куски кожи, лошадиные хвосты и даже дощечки. Не думаю, что это существенно укрепляло доспех. Зато вид у таких продвинутых бойцов был призанятный. Хоть смейся. Будет не смешно, когда в эти модернизированные фуфайки полетят стрелы и копья. Вывод. Основная часть моего войска защищена неудовлетворительно. Теперь по оружию. Для ближнего боя примерно 90% состава таскали топоры различных модификаций. Причем львиная часть явно двойного назначения. В мирное время орудия труда в военные приделывается рукоять подлиннее и смело в бой. У оставшихся 10% тоже булатных клинков не наблюдалось. В лучшем случае мечи, в худшем окованные железом дубины. Выглядят грозно, но как-то сомнительно. Тем более, что держат их в основном подростки, которым хороших вещей не доверяют. Почти у всех копья, в основном бакайские, универсальные. Древко в пару человеческих ростов, на нем длинный наконечник с режущими кромками, в основании снабжен крюком. Островитяне имели склонность заниматься древним морским промыслом, пиратством, и такое оружие очень выручало при встречах с конной береговой охраной. Всадников попросту цепляли, затем стаскивали на землю, после чего делали что-нибудь совсем уж негуманное. На случай столкновения с хищным зверем слабо загнутый крюк тоже выручал, играя роль поперечины. Также он тормозил при пробивании доспехов, не позволяя лезвию уходить слишком глубоко, где велик риск прочно завязнуть. Мне доводилось видеть копья демов, они выглядели более грозными и удобными. Как-то изящнее сделаны, легче, сталь даже на глаз отличная, почти на треть древка прикрыты тонкими пластинками, которые вряд ли можно перерубить без труда. Я бездарно потратил кучу времени, вместо того, чтобы грабить караваны гномов, занимался сам не пойми чем. В итоге сундуков, набитых мифриловыми доспехами и булатными зачарованными клинками, у меня нет. Есть лишь склад, забитый сомнительного качества оружием и амуницией, которые мои трофейные команды несколько месяцев разыскивали по разоренным замкам долины. Учитывая то, что до этого там побывали артарцы, хорошая встречалась редко, обычно нам доставалось лишь рухлядь. Из крутых трофеев в наличии одна лишь штучка, которую вряд ли получится клонировать на всю эту ораву. Ну что ж, я так понимаю, в течение ближайшей пары дней разжиться непробиваемыми доспехами и все сокрушающим оружием вряд ли получится. Значит, будем воевать тем, что есть. Фуфайками. А теперь о хорошем. Фуфаек у нас завались, но это не главное. Если Эридиане в качестве солдат выглядят так же противоестественно, как хор Кришнаитов на сражающемся танке, то про бакайцев такого не скажешь. Даже рядовой ополченец в стеганой куртке при дедовском топорике ценен тем, что он жив. Да-да, попросту жив. Ведь даже бакайская молодежь успела хлебнуть лихо. Когда погонь вторглась на остров, погибла большая часть населения. Спаслись лишь те, кто сумел пробиться к кораблям, когда положение стало безнадежным. Эти ребята держались до последнего, уходя по трупам, теряя родных и друзей. Даже женщины тогда взялись за оружие. Может, они и не знают тактических схем и не умеют совершать маневров из области зайдем с тыла и одновременно справа, после чего ударим в левый фланг. Но за психологическую подготовку я спокоен. Мне доводилось стоять в их строю и видеть, на что способны эти люди. Человеческие скалы в тряпичной броне, о которой может разбиться волна самой серьезной атаки. Но я не буду встречать ими такую атаку. Да, это благородно и красиво. О таких битвах долго говорят в трактирах и на заваленках. О них помнят дети и внуки, но это не мой метод. Я должен сберечь этих людей. Желательно всех до единого. Их и так мало, мне каждый дорог. Они проверены делом и временем. Это тот фундамент, на котором я смогу выстроить непробиваемую стену, которая оградит меня от домогательств этого хищного мира. Один человек, один камень этого фундамента. Чем больше камней, тем надежнее основание стены. Мы не будем с криками «Ура!» лететь на стальной строй детей-могил. Мы будем бить их из-под тяжка неожиданно, коварно, при каждом удобном случае. Если и ударим честно, то имея решающее превосходство. Только так. Хорошо бы самому не забывать про эти правила. В первую очередь надо сберечь бакайцев и еретиков конфидуса. И пусть последние вояки так себе, но зато в мирное время без них как без рук. Как ни прискорбно, но если придется жертвовать людьми, то я лучше пожертвую межгорцами. Знаю, их меньше, они не прошли такой серьезной проверки, а лояльность некоторых под большим вопросом. Собственно, я уже начал ими жертвовать. В разведку выслал две тройки местных лесовиков. Своей старой гвардии не тронул. Хорошо помню, с какой упрытью меня гоняли по лесам. И если лазутчики попадутся на глаза, их ждет такая же участь. Смогут уйти? Отлично. Не смогут? Хреново. Но было бы еще хуже, окажись это кто-нибудь из бакайских дружинников. Это можно назвать подлостью, но я так не считаю. У войны своя мораль. К тому же в мире нет такой гнусности, на которую я не осмелюсь пойти, если это поможет сберечь хоть каплю крови моих самых верных подданных. Хорошо бы послать зеленого, но это потребует долгих уговоров с непредсказуемым результатом. Ведь мне нужна разносторонняя информация о противнике, а он сказал тот давний случай с отрядом Аллеры. Если и запомнит все, что поручу, то расшифровать его речь, основанную на пестром смешении всего, что где-то когда-то у кого-то подслушал, придется очень долго. Обойдемся проверенными обычными способами. Демы не дураки в разведке. Возможно, уже просчитали расклад сил и понимают, что нам, по стандартной логике местных воин, остается лишь одно – закрыться в замке. Наверное, и строги тащат для этого с провиантом, разобранными метательными машинами и таранами. Они знают все наперед, подступают неспешно, без суеты. Они уверены в себе и в результате. Они хотят весело повоевать. Я уже почти мечтаю о таком же. Но это будет моя война, а не их. Сыграем по моим беспринципным правилам. Долой стандарты, для нас а не зло. Теперь надо толкнуть соответствующую речь перед солдатами и командирами. Морально подготовить, чтобы не было нехороших разговоров за спиной и самоубийственных атак с целью показать свою неимоверную крутизну. То, что для меня дурость и дикость, для них сама война. Подобное надо ломать жестко и сразу. Это даже важнее Булата и супер доспехов. Если я хочу нормально жить, мне придется изменять само существование этих людей. Отличный повод, чтобы начать. Знать бы еще, с чего начинать. Хлопанье крыльев. На плечо неуверенно плюхается попугай. Похоже, выпил немало, раз до сих пор шатает в полете. Вот ведь алкаш. Хитрый птиц, заподозрив, что на него сейчас могут наехать с критикой образа жизни, припомнив ночные отлучки и повесив всю взглядывая в мои красноречиво усталые глаза, с ехидным участием поинтересовался. Что, не спалось? На себя посмотри, пьянь летучая. Но на эту тему мы пообщаемся позже. А сейчас признавайся честно и громко. Где мы? Люди или погонь? Псы противные, козявки из носа, плевки замороженные. Зеленый, обуреваемый чувством возмущения, хотел постучать головой о стену, но не найдя ее рядом, врезал мне твердым лбом в висок, закончив поток брани коротко и негодующе. Тьфу! Ну что ж, пернатый, спасибо за помощь. Это можно считать предисловием к моей речи. Начнем. Вы видите, даже птицы знают, что демы не люди. А как называются не люди, которые с тьмой водятся? Правильно, погонь. Раз они погонь, то и воевать с ними мы будем, как с погонью. Меня несло, Троцкого на митинге. Я вновь и вновь вдалбливал в головы своих солдат одну простейшую мысль. На нас идут твари поганые, и то, что они похожи на людей, лишь внешнее сходство. Кто бы мог подумать, что аборигены так пострадали от церковного пресса? Тактика зло, увидел врага, вытащи меч и бегом мчись на него, а все остальное от лукавого за изыски в костер. Идеальный вариант, когда имеется куча свидетелей, которые, вместо того, чтобы махать железом, разинув рты, любуются на схватку пары идиотов. Тук сегодня рассказал историю, как в одной из битв некий легендарный рыцарь кинулся на вражеский строй в одиночку, не дождавшись, когда весь отряд подготовится к атаке. Ему даже удалось кого-то прибить и покалечить, прежде чем он пал смертью дебила. С точки зрения горбуна этот полудурок все делал правильно, и его имя придется помнить долго. Моразм. Кстати, на мой вопрос, не ты ли напоил зеленого, Тук ответил отрицательно, и, судя по глазам, не соврал, да и запаха от него не было. По всем уликам, этот кривой распутник провел ночь, не усугубляя плотского греха, без алкогольных возлияний. Если попугая поил не он, тогда кто? Надо бы выяснить, не должно быть тайн в собственном замке. Туземцы слушали мою речь внимательно, правильно реагируя на сдобренное недорогим пафосом вербальное зомбирование. Еще несколько минут обработки, и, пожалуй, достаточно. И так уже у самых впечатлительных глаза стекленеют. Здесь ведь такие слова не приняты. Перед боем полководец в лучшем случае обещает награду, демонстрируя алчным солдафоном золото и серебро. До орденов и медалей еще не додумались. А я вот на халяву размечтался проскочить. Мы ведь не за дядю драться собираемся, за себя и свое имущество. Группа Бенка вернулась уже в темноте, доставив ценные данные. Они обнаружили четыре галеры, две все еще в восточном озере, две уже в реке. Похоже, пойманный язык в этом меня не обманул. Также на озере были замечены четыре пузатых струга, с виду сильно нагруженных. Епископ, услышав это, нахмурился, да и остальным информация не понравилась. Команды перетаскиваемых кораблей большей частью сошли на левый берег, где поставили временный лагерь. В нем находилось не менее двух сотен бойцов, точнее определить трудно. В итоге постоянно шастают по округе, занимаясь ловлей людей. Рабов гребцов отличить от воинов легко даже издали, по грязному рваному тряпью вместо одежды и скованным ногам. В данный момент их тоже согнали на сушу, переквалифицировав в бурлаке. Не веслами работали, а за канаты тащили галеры. Отдельная группа невольников и надсмотрщиков продвигалась впереди, расчищая русло. Так как этим целый год никто не занимался, работа накопилась немало. Местами заломы перекрывали русло полностью. Галер оставшихся в озере без экипажей не бросили. Корабли стояли на якорях вблизи устья, и по некоторым признакам можно было предполагать, что они тоже собираются подняться по реке вслед за первой парой. Оценить количество воинов на них было невозможно. Слишком далеко от берега. Последние пары галер разведчики на реке не встретили и на озере тоже не заметили. Или действительно остались на побережье, или их вообще не существует. Идти к морю ради проверки слишком далеко. При всем желании раньше чем за три дня никак не управиться, а времени нет. Да и без этого теперь многое очевидно. Как я и надеялся, демы, уверенные в своих силах, разделили войско. Двигаться вперед кучей по захламленной реке не лучшая идея. Как минимум трудно будет контролировать рабов в длинной цепочке. А как максимум, если мы отважимся напасть, удар придется по сильно растянутым порядкам. В узости реки четыре галеры и столько же стругов разбредутся минимум на километр полтора. Ближе никак не получится. При таком течении опасно. Да и команды бурлаков начнут мешать друг приходится один боец, а на деле гораздо меньше. Дозоры ушедшие во все стороны группы людоловов, часть команды, оставшиеся на проводимых судах. Учитывая густой пойменный лес, мы получим разрозненные группы, рассеянные на труднопроходимой местности. Любое маломальски серьезное нападение приведет к приличным потерям на атакуемом участке. Радиосвязи нет, видимость ограничена. Пока поймут, что и где происходит, попавшие под раздачу успеют огрести, а противник, прихватив трофеи, отступит к холмам. Демы все это понимают, иначе бы не поступили так, как сейчас. Оставили в озере две галеры, сняв с них приличную часть экипажа. В итоге они имеют два корабля на реке и усиленный отряд сопровождения. Растянутости как таковой нет, все силы в одном кулаке. Возможно, и тех, побережье тоже ослабили, хотя вряд ли, думаю, они там не сгорать брошены, а охранять выход к морю, заодно перекрывая его наглохо на случай, если мы пошлем гонцов за помощью водным путем. Вот только не будет никаких гонцов, рассчитывать на помощь не приходится. Я получил то, чего хотел, вражеское войско разделено на три части. Теперь все зависит только от нас, но и везение не помешает. Группа Шега вечером так и не появилась, но Альра не беспокоилась по этому поводу, в своего лучшего охотника она верила. Разведчики не вернулись и утром. Угрызений совести я не почувствовал, они знали, на что шли, да и не было у меня другого выхода. Глава 18 Подлая война Еще полтора года назад в этой деревне обитал не меньше двух сотен жителей. Около четырех десятков обычных крестьянских подворий и одно побогаче, с кучей хозяйственных построек на территории. Видимо, обиталище староста или зажиточной семьи. После известных событий, превративших замок Мальрок в не слишком позитивное место, жители большей частью погибли или превратились в несимпатичных созданий. Те, кому повезло не попасться сразу, долго скрывались в заросших лесами холмах, вымирая от лап погони, оружия бандитов и солдат кроля, голода и холода. Оставшиеся счастливчики восприняли мое появление как божий дар, решили, что теперь-то жизнь наладится, вернулись, заселили пять домов, начали обустраивать быт. Было их полтора десятка. Они в меня верили и позабыли про то, что смерть не верит никому. Следы на подмороженной земле, посыпанной снежком, будто буквы на бумаге, рассказали моим людям о том, что здесь произошло. Разведчики демов не стали врываться сходу. Оценив объемы потенциальной добычи, они вызвали подкрепление. Команда людоловов в кожаных доспехах разделилась на три группы и с разных сторон стянулась к обитаемым домам, взяв их в кольцо. Жители хоть и вели себя беспечно, были людьми своего времени. Кто-то что-то почуял, ухватились за оружие. Вероятно, подумали, что имеют дело с мелкой шайкой мародеров-бугоотступников, хоть редко они теперь попадались, но полностью их не вывели. Межгорье ведь большое и малонаселенное, при желании здесь можно хоть танковую армию спрятать. Попытка напасть на подбирающихся демов закончилась плачевно. Темные пираты действовали жестко, землю залило кровью в нескольких местах. Более благоразумные жители, оценив неравенство сил, привычно бросились к холмам, в надежде укрыться и на этот раз. Но не тут-то было, схватили всех. На этот раз обошлось практически без резни, и, видимо, беглецы не оказывали сопротивления. Обыскав деревню, демы ушли, прихватив пленников, но не всех. Некоторые им оказались ни к чему. Покалеченные при захвате, больные, старые, таких южаней не брали. Тот забавный дед, который не так давно рассказывал мне байку про целебную силу рога волшебного зверя, оказался в их числе. Опознал я его с трудом, лишь по крестообразному шраму на левой скуле. Этой части лица повезло, пострадала не сильно. От правой вообще ничего не осталось. Какой-то особый изобретательный пират принес тлеющую головню и сжег кожу, пока не погас огонь. видимо старик, прибитый к нечистому кресту, потерял сознание и этим жестоким способом его приводили в чувство, чтобы посмеяться над муками. С оставшимся ненужным материалом поступили в лучшем случае аналогично. выдвинувшись из замка, я направил вперед несколько разведгрупп с таким расчетом, чтобы их веер сканировал местность в широкой полосе. Ведь если противник узнает про наш выход, он подготовит встречу, а нам надо обрушиться на него будто снег на голову, используя фактор внезапности. Активных действий от нас никто не ждет. Когда одна из групп наткнулась на эту деревню и доложила об увиденном, я не колеблясь направил отряд к месту побоища. Пусть придется немного уклониться от намеченного курса, но это того стоит. Здесь нет газет и кинохроник, их заменяют слова рассказчиков и увиденное своими глазами. Слова я уже предъявил, описав демов столь мрачно и убедительно, что мало кто теперь сомневается в их непричастности к представителям человеческого рода. К тому же семена падали на благодатную почву, все знали, что собой представляют эти твари. Но знание это было преимущественно теоретическим, мало кто самолично сталкивался с последствиями их деяний. Теперь представилась возможность убедиться в этом воучию. Некрасиво, конечно, вести воинов, полюбоваться на картину вражеских зверств, но глупо упускать такой случай. Я здесь неблагородно в рыцаря играю, первым делом думаю об эффективности задуманного, во вторую очередь обо всем остальном, а тактичности и щепетильности вообще стараюсь не вспоминать. Реакция воинов мне понравилась. Предварительно накачанные словесной пропагандой они прониклись еще сильнее. Даже в глазах осторожных межгорцев можно было заметить нестерпимое желание немедленно пустить в ход оружие. Теперь они убедились на деле, что со стороны пришельцев им ничего хорошего не грозит. Вот и прекрасно. Еще до вечера мы столкнемся с передовым отрядом противника и хотелось бы к тому моменту иметь пять сотен бешеных зверей в человеческом обличье, думающих лишь о крови, а не о разной рыцарской ерунде. Я вот о ней вообще не думаю, но подчиненные другое дело, они ведь люди своей эпохи и мир у них тоже свой. На земле мы тоже через это проходили. Когда пленных офицеров отпускали домой под честное слово, встретившиеся на поле боя полки подолгу ждали, пока их командиры, обсуждая светские сплетни, попутно настаивали на предоставлении права первого залпа противнику. Когда не ставили мин в нейтральных водах, не различали своих и чужих раненых. Не все и не всегда было так идеально, но ведь было же. Может оно и благородно, но в моей ситуации неприемлемо, да и о каком благородстве идет речь в войне против таких извергов. Епископ глупцом не был, прекрасно понимал, чего я добиваюсь, и молчаливо Когда тела начали рубить и стаскивать к костру, подошел, тихо доложил. Дан, я утром проповедь прочитал перед выходом. Жаль, что вы не слышали. Подозреваю о том же, о чем и я. Не так откровенно, но в сущности вы правы, я не молот и на многие вещи смотрю проще, да и бакайцы иной раз ведут себя глуповато, что очень тревожит, ведь они наша главная сила. Демов многовато, так что все эти морские правила приличия надо срочно забыть. И без того не знаю, как выкручиваться будем. У нас пять сотен воинов, в их передовом отряде вряд ли окажется больше трех, ведь разведчики говорили о двух. Превосходство хорошее, плюс от нас они такой наглости не ждут. Да, на это демы, я их конечно презираю, но не могу не признать, вояки они очень опасные, будь у нас пять сотен Я и сам понимал, что войско разнородно. Две сотни набранные из Эридиан и Межгорцев по боевой ценности сильно уступали даже бакайским ополченцам. Неопытные, слабо вооружены и защищены. То, что я опустошил свои склады не слишком изменило ситуацию, ведь кроме Рухляди ничем не мог им помочь. Да и с костяком войска проблем выше крыши. Четких маневров и перестроений от них ждать не приходится. Привыкли воевать мелкими группами, в лучшем случае небольшими отрядами. Опыт борьбы с человеческими армиями имеют единицы. Остальные видели лишь погонь, береговую стражу и сонную охрану небогатых замков. Богатых наскоком с моря не взять ввиду повышенной защищенности. Конфидус, людей нам больше взять неоткуда. Забрать из замка последних подростков и стариков не поможет. Дождаться когда соберутся дальние межгорцы с их расторопностью неизвестно сколько этого придется ждать. А враги на месте не сидят, да и округу разоряют лихо. Связь у нас такая быстрая, что даже деревень вроде этой предупредить не смогли, так что на быструю подмогу лучше не рассчитывать. У нас сейчас прекрасный шанс неожиданно напасть на передовой отряд, пока его не усилили. Если соберутся в кучу, нам останется лишь сидеть в осаде, а это крайний вариант. Дан, вам разумеется виднее, но неожиданно напасть на демов не так-то просто. Да и насторожены они, разведчики говорят, брони не снимают, всегда готовы к бою и держатся соответственно. Вы можете предложить другой план? Представьте, что я отдал вам командование. Не знаю, наверное нет, поступлю так же, хоть это и непривычно. Замысел ваш хорош, хоть и рискован. Но куда нам без риска? Промедлим, они про нас узнают, и тогда действительно останется лишь осада. Будут нас гонять по лесу, пока в замок не загонят, а если не получится, махнут рукой и пойдут к Мальроку, раз там гарнизона не осталось. Дан, не обижайтесь на мои сомнения, я, наверное, просто побаиваюсь, но вам не мешает и самому задуматься о случайностях. Вдруг нас обнаружат или уже обнаружили. В округе шастает немало гроб подобных той, что разорила эту деревню. Нарваться на чужой взгляд легко. Мы не станем соваться в чужую пасть, не проверив в каком состоянии зубы. Если разведка заметит там нездоровую суету, будем искать другой вариант. Если в бою придется туго, попробуем отступать организованно, по приказу. Вряд ли они рискнут долго преследовать, им демов мы встретили спустя примерно час после того, как покинули окончательно обезлюдевшую деревню. Двигались мы неспешно, чтобы сберечь силы для боя и дать разведчикам поработать как следует. Потому о противнике узнали заблаговременно. Это оказалось не все их войско и даже неприличный отряд. Всего лишь восьмерка воинов в легких доспехах. Обычная группа людоловов, таких в округе хватало. Окажись недалеко в стороне на маршруте, где риск встретить наши следы стремиться к нулю, я бы возможно махнул на них рукой, не желая отвлекаться от главной задачи. Но к несчастью, противник маячил впереди и двигался чуть ли не встречным курсом. Даже если не наткнется на нас, то любой самый незначительный поворот выведет их на хорошо натоптанную тропу, а специалистов по лесной летописи у них хватает. Мигом поймут, что к чему. Но что поделаешь, если не существует способа вскрыть следы пяти сотен человек. К тому же, глядя на воспрянувших при таком известии бойцов, я понял, что было бы полезно пустить ненавистному противнику кровь. Это приободрит народ, воодушевив на более значительные подвиги. С помощью разведчиков организовали засаду. Демы, двигаясь в прежнем направлении, неизбежно начнут огибать лесок, поросший густым кустарником. Вот на опушке их и под караулем. Все получилось как задумано, не считая того, что, несмотря на мой приказ, в плен никого не взяли. Как только начали лететь расчетливо выпускаемые стрелы, демы, раздумывая, бросились в противоположную от опушки сторону, пытаясь скрыться в большом саду. Увы, именно там я разместил основные силы, чтобы сидели тихонечко, делая вид, что здесь никого нет. Бойцы очень обрадовались, когда на них выскочило несколько деморализованных пиратов. Интенсивность радости была такова, что врагов попросту в землю втоптали. Остались мы без языка. Ладно, зато никто не пострадал, а противников стало чуть меньше. Я даже начал подумывать, что можно не рисковать, идя на столкновение с крупными силами, а заняться ловлей таких вот групп. Учитывая сегодняшние события и мои прежние подвиги, демы уже потеряли 17 человек. И это при том, что занимались мы этим не специально, а по необходимости. Вот возьмемся всерьез и легко проредим их поголовье до безопасных цифр. Увы, по зрелом размышлении быстро осознал глупость таких действий. Перед нами неполные кретины. Потеряв и перестанут их посылать. Мало того, догадаются, что в окрестностях действует приличный отряд противника. Начнут всерьез бороться с нашей разведкой. Вместо относительно заметных шаек людоловов пустят несколько парочек или одиночек, вроде того ловкого лучника. Те распутают следы, наведут на наше расположение крупные силы и в роли внезапно атакованных окажутся уже не враги, а мы. «Нет, имея современные средства связи и разведки, я бы, возможно, попробовал поиграть в сложную тактику, но в данных условиях даже мой простецкий план налетим на передовой отряд, врежем, а дальше видно будет», представлялся верхом стратегического искусства. Фортуна сегодня расщедрилась. Не прошло и пара часов, как мы наткнулись на вторую группу людоловов. Семерку таких же воинов в кожаных доспехах. На этот раз тоже не стали играть в благородных. Вместо того, чтобы, демонстративно окружив, предложить позабавиться в поединках один на один или заняться другими глупостями, попросту перестреляли из засады. Трое, даже получив оперенные гостинцы, предприняли относительно успешную попытку бегства. Но нашим лесовикам они в подметки не годились, их быстро догнали. Удалось пообщаться с парочкой раненых. Один проявил редкое упорство. Даже жестокий экспресс-допрос не подействовал на его разговорчивость, и в итоге он отдал концы из-за методов того самого допроса. Второй, наблюдая за его судьбой, проникся и запирался недолго. Безумно вращая уцелевшим глазом, Дим в целом подтвердил информацию от разведчиков, от себя ее дополнив тем, что нам хана, быстро найдут и кишки на деревья намотают. Но мы не испугались и, естественно, не передумали. Враг все там же поднимается по реке при двух галерах. Он неподалеку, еще до вечерних сумерек мы успеем с ним плотно пообщаться. Сражения еще не было, а войско противника уменьшилось на 24 бойца при наших нулевых потерях. Вдохновляющее начало. Глава 19 Разгром К реке мы вышли по ответвлению от Межгорского тракта. Удобные дороги доступны и для конных и для телег. Лошадей пришлось оставить неподалеку от заброшенной корчмы домом призраков стоящей возле моста. На лесных тропах они станут обузой. Река называлась Мега. Слово, возможно, еще языческое, так как мой внутренний переводчик ничем не смог помочь в прояснении его смысла. Не исключено, что означает оно что-то вроде огрызок. Этот короткий водный путь, связывающий западное и северное озера, на узкой весельной лодке можно было пройти за полдня, а то и быстрее. С галерой подобное проделать гораздо сложнее. При всем водном богатстве Межгорья площадь водосбора не столь велика, чтобы ее хватило для питания широких рек. Тех кров, что достались Меге, оказалось маловато для превращения ее в легкий путь к Мальроку. Узость, мели, скальные пережимы, каменистые перекаты, островки, завалы из упавших деревьев и нанесенного на коряги хлама. Если мелкой лодке все ни по чем, стругу придется туго. Безопытной команды здесь нечего делать. С судами более серьезными, вроде галер, здесь вообще весело. В Межин нечего даже думать такое провести. При высокой воде варианты есть, но про скорость можно забыть. Надо вооружиться терпением и хорошим инструментом, после чего, посадив в лодке команды рабочих, расчистить русло от завалов и осторожно протащить корабль. Причем ни в коем случае не на веслах или тем более парусе, перетаскивая с помощью канатов, обязательно заведенных на оба берега. Русский художник Илья Репин в своей знаменитой картине «Бурлаки на Волге» обошелся одним, но не стоит сравнивать лениво текущую великую русскую реку с этим сбалмошным узким огрызком. Процесс расчистки фарватера дело небыстрое, так что караван из двух галер продвигался с черепашьей скоростью, и главные силы большую часть времени простаивали, греясь у костров на берегах. Короткие переходы совершали, когда удаленность между подразделениями становилась угрожающей, так что неизменного во времени построения не наблюдалось. Само построение включало в себя семь групп. Первая двигалась по воде, шесть лодок с рабами и надсмотрщиками. Они занимались расчисткой завалов. Параллельно им, или чуть отставая, перемещался дозор на левом берегу, около двух десятков воинов. Далее располагались основные силы. Сотни полторы или две, даже Лёг не смог пересчитать их точно. Эти никуда не торопились, держась на виду у галер. При них же находилось большинство рабов, разделенных на два отряда, по числу кораблей. Напротив, на правом берегу, тоже двигались две ватаги бурлаков под охраной. Но и невольников, и охранников там было напорядок меньше, отчего тегловое усилие получалось асимметричным. Но корм чем виднее, как лучше. К тому же на картине Репина оно и вовсе было односторонним, но работало прекрасно. За кормой последней галеры по обоим берегам двигались дозоры, по пять, десять воинов. Других вражеских групп обнаружено не было. Я было насторожился отсутствием далеко вынесенных боковых дозоров, но местные пояснили, что пойменный лес по обеим сторонам от реки не проходим даже в зимний период. Болото встающие в самые суровые зимы озера с топкими берегами и многометровым слоем ила на дне. Буреломы заросли кустарника с переплетенными ветвями, через которые даже страдающий от дистрофии ребенок не проберется. Движение здесь возможно лишь по тропам поблизости от русла. Их сеть более развита на левом берегу, а с правом вообще швах. Даже для прохода группы бурлаков местами приходилось работать топорами или срезать заросли высоченного тростника, через который не получалось протаскивать трос. Местами в тихих заводях воду затянуло льдом, но попытки пройти по нему часто заканчивались плачевно. Многие рабы были мокрыми по пояс. Все это я разузнал с помощью люка, ухитрившегося подобраться вплотную к берегу. Чистая фантастика. Я и в летнем лесу вряд ли бы такое провернул, аж в зимнем даже не стал пытаться. Что мы имеем? Грубо говоря, канала с водой. По обе стороны ее подпирает непроходимая местность, в которой даже матерым лесовикам трудно приходится. Ни о каких засадах на ее краю не может даже речи идти, в зимнем лесу войска не спрячешь. Пригодны для боевых действий лишь узкие полосы суши по берегам, там имеются тропы, стиснутые все теми же зарослями ненавистного кустарника. Конные действия невозможны, пехота не способна перемещаться крупными массами, этому мешает низкая пропускная способность троп. Что по врагу? Противник разделен, но имеет крупный, опасный для нас кулак. Это и плюс, и минус. Он не подозревает о нашем приближении. Это жирный плюс. Река узкая и легко простреливается, учитывая, что у демов немало арбалетчиков. Минус. На воде две галеры, оснащенные метательными машинами. Это жирный минус. У противника отличная пехота, возможно, лучшая в этом мире. Это жирный минус. Но у него меньше бойцов. Это жирный плюс. Вот такой расклад. Полученная детальная информация возбудила область мозга, отвечающую за военное дело. Тут же забрежили прекрасные на первый взгляд варианты. Ведь отряд противника разделен на семь частей. Просто мысли разбегаются от изобилия прекрасных задумок. Можно попросту оставить демов без галер, перебраться на правый берег, атаковать хлипкое хранение на той стороне, закидать палубы зажигательными гранатами, обстреливать тех, кто попытается их потушить, до тех пор, пока не запылает как следует. Врагу придется остановить продвижение, послать за оставшимися кораблями. Пока их притащат, пройдет некоторое время, успеем по пути подготовить еще более эффективную засаду и тоже сожжем. Реализацию замысла останавливает отсутствие зажигательных гранат и некоторые неудобства плана. Правый берег совсем уж не пролазный, тропа на нем всего одна и часто теряется в непроходимых дебрях. Устроить засаду можно лишь непосредственно возле нее, и шансов не быть обнаруженными издали ноль. Попробуй спрячь пять сотен воинов в голом зимнем лесу, отлично просматривающемся с берегов, причем сделать это надо на добезобразие узкой полоски. Но даже если такое каким-то чудом произойдет, то разбираться с галерами придется на открытом месте. Арбалетчики демов легко будут вести обстрел с левой стороны, причем нашим лучникам придется гораздо хуже. Их оружие на таком расстоянии резко теряет в убойности, а противник превосходит нас качеством доспехов. По словам Конфидуса, даже три десятка темных с арбалетами способны перебить сотню слабозащищенных бойцов за пару-тройку минут на куда более приличные дистанции. Вариант с посылкой одних лишь дружинников неприемлем. Их маловато для такого замысла. Да и брони хорошие у них не так уж много. В принципе даже латы тукани гарантировали сохранение целостности шкуры. Если не издали, то бронебойный болт их может пробить. Сколько у нас займет подобная операция? Уж никак не меньше двух минут. Сколько арбалетчиков у противника? Люк говорил, что вряд ли меньше трех десятков, но не больше полусотни. Если он не ошибается, наши потери в любом случае будут колоссальными. Может галеры и уничтожим, но отходить придется по узкой тропе левого берега, где нас наверняка продолжат обстреливать. Обремененные ранеными, мы не сможем идти быстро. Если попытаемся удалиться вглубь леса, то потеряем уйму времени на борьбу с непроходимыми дебрями. А если противник не сглупит, то вышлет вперед отряд, и тот через мост выйдет наперерез. Да зачем нужен мост? Лодками воспользуются и повесит нам на хвост стрелков под прикрытием латных мечников и пикинеров. В этих условиях о маневренности с фланговыми ударами говорить не приходится. Даже полсотни хорошо закованных преследователей дадут нам прикурить, а их ведь будет наверняка больше. Бросать раненых и улепетывать, выманивая преследователей на открытое пространство, а не устанем выманивать, ведь до больших полян не один час топать придется. У нас на марше, где никто не мешал и не дышал в затылок, едва половину армии не растеряли в лесу из-за тотальной нерасторопности. Нет, тактическое отступление не самая лучшая идея. И вообще сложных маневров мы не потянем. Две лучшие сотни может и не подведут, но остальных это точно не касается. Остальные варианты, на первый взгляд представляющиеся гениальными, при вдумчивом рассмотрении оказались не менее сомнительными. В лучшем случае сулили первоначальный кратковременный успех и последующий фунт лихо с опасностью полного разгрома. Более менее изъянов не нашел лишь в одном замысле. Со стороны левого берега атаковать передовой дозор и быстро расстрелять лодки с надсмотрщиками, после чего еще быстрее унести ноги. Демы при этом потеряют до 30 бойцов, мы же, если не затянем до подхода основных сил, отделаемся малой кровью. Но даже при лучшем раскладе противник ослабнет не фатально, зато будет знать, чего от нас можно ожидать и не оставит возможностей для таких безнаказанных наскоков. А если подумать, что и он способен на активные действия и аккуратную разведку, то лучше даже не начинать. Ведь пока что мы без особого труда можем получать о нем более-менее полную информацию. Если усилит контрразведку, потеряем это преимущество. Оптимальный для нас вариант на своих условиях втянуть в бой основные силы и разбить их или заставить отступить, бросив корабли. Галера потом дотащим до удобных мест, развернем поперек русла, загрузим камнями и затопим, после чего подожжем. Все, что останется выступать над водой, сгорит, а подводная часть наглухо переградит фарватер. Чтобы разобрать такое препятствие, потребуются водолазные работы, невозможные в зимний период. Могут конечно использовать рабов, но их количество не бесконечное, речный холод может убить за несколько минут. Нет, вряд ли решаться. Таким образом, с подвозом осадного оборудования и припасов возникнут проблемы. Противнику придется использовать дорогу, которая тянется по местности, будто созданной для партизанских действий. На тракте нет этих безумных кустов, вымахавших непроницаемыми стенами. Там, где хочешь, там и нападаешь, после чего отходишь в понравившемся направлении, не приноравливаясь к особенностям местности. Учитывая, что у нас хватает межгорцев, знающих толк в этом деле и хорошо знакомых с долиной, демов потреплем изрядно. Сейчас у нас есть два преимущества. Первое сомнительное, превосходство в численности. Второе бесспорное, неожиданность. Но последнее не вечно. Чем дольше мы здесь топчемся, тем выше риск обнаружения. Не сомневаюсь, что где-то уже сломя голову несутся гонцы от людоловов, обнаруживших утоптанную тропку, оставшуюся за войском. Застигнуть беспечного противника на марше – мечта любого полководца. И плевать, что местность не способствует быстрому достижению успеха. Если не решимся, потом будем локти кусать, укоряя себя за нереализованную возможность. Риск велик, но при победе выигрыш колоссален. В конце концов, перед нами не супермены, они тоже ошибаются, тоже боятся, а в данный момент понятия не имеют о нашем приближении. Надеюсь на это. Ладно, прочь сомнения. Какой же завоеватель может обойтись без сражений? Последние приказы – и вперед. Хватит резину тянуть. Правда, нормальные герои каким-то образом всегда находили варианты с незаметным продвижением крупных отрядов, одновременными чётко проведёнными атаками, разрозненных вражеских частей, эффективными обстрелами с безопасных позиций, ювелирно выполненными обходами, заманиванием в смертоносные капканы засад или на минные поля, установленные из подручных материалов, быстрым развертыванием в любых ландшафтных условиях. Всё это у них получалось без стелс-пехоты, радиосвязи, хорошо обученного опытного младшего и среднего командного состава. И противник у них был не слепо-глухонемой, хотя вёл себя именно так, слепо и глухо. А ещё на их стороне всегда была география, в нужных местах выращенные заросли леса, лошади не ломали ног при конной атаке по непроверенному лугу, холмы для обзора на самых лучших позициях. А у меня будто чёрт впереди войска бежит и еле успевает пакости градить. Какой-то я неполноценный герой. Подготовка к битве прошла под лозунгом «Не увлекайтесь сложностями, а не вреднее героина». Я не стал разделять войска на части. Во-первых, местность не способствует развернутому построению. Проходима лишь узкая прибрежная полоса, да и та лишь местами. Во-вторых, это ни к чему. Чтобы ударить эффективно нужен кулак, а не растопыренная пятерня. К тому же подготовленных воинов, способных без радиосвязи вовремя понимать, что к чему у нас маловато. А остальные могут вообще не дойти до рубежа атаки, заблудившись по пути на этих запутанных тропах. А если не заблудится, то уснут на позиции, не догадавшись, что давно уже пора начинать. Про скрытность вообще помалкиваю. Латники Дирбза, частенько патрулировавшие левый берег и потому хорошо с ним знакомые, вывели войско к относительно удобному месту. К берегу здесь прижималась полоса деревьев и непроходимого кустарника. Но дальше лес был реже, не такой захламленный и пронизанный целой сетью троп, хоть и извилистых, но в целом протянутых параллельно реке. Некоторые из них едва заметны, но парочка такой ширины, что и телегу можно рискнуть протащить. Ландшафтные условия неблагоприятствовали широким построением, что важно для максимального раскрытия возможностей численного превосходства. Но лучших мы до самого замка вряд ли найдем, а каждая минута промедления угрожает преждевременным обнаружением с потерей главного козыря. Воевать придется в узкой полосе между берегом или зарослями с правого фланга и еще более густыми зарослями с левого. Границы поля боя с левыми местами осложнялись болотами, справа просветами, выводящими к воде. А еще разведчики говорили про вереницу полян. На таких открытых местах как раз и предпочитают останавливаться Димы. Впереди двигались латники Дирбза и дружинники Аресата. От этих опытных вояк меньше всего шума, профессионалам даже доспехи не мешают. Но и первый удар, нанесенный ими, обещает стать самым сильным, решающим. Надо как можно быстрее смять передовой дозор, чтобы уцелевшие в страхе бросились назад, заражая своей паникой основные силы. Маневрирование здесь затруднено, залповая стрельба выстроившихся лучников тоже невозможна. По сути, нас ждет тупая драка, толпа на толпу. А там решают не только численность, опыт и качество оружия, но и боевой дух. Вот удрапающих, уже получивших по носу, он на минимальной отметке. Если это и на других перекинется, то считай победа в кармане. Далеко впереди послышался гневный крик. Уже не в первый раз. Похоже, с одной из галер возникли проблемы, и надсмотрщики срывают злость на рабах. Нам это на руку. Пусть смотрят куда угодно, лишь бы не в нашу сторону. Дирпс, разворачивай своих на левую широкую тропу, как договаривались. Мои уже все там. Это среди людей Арисата, Лат и Горбуна мелькают. Что-то он далеко от вас оторвался. Хорошо. Главное, вы не отрывайтесь. Двигайтесь параллельно бакайцам. Вот и все. Похоже, это последние и спокойно произнесенные слова. Далее будут крики и невнятные команды, которых мало кто расслышит, а еще меньше найдется тех, кто бросится их выполнять. Таковы уж особенности средневековых боев. Сталкивался уже. Как не накачивай народ перед дракой, как не следи, а все равно стадо баранов получается, и основную работу выполняют группы наиболее опытных бойцов под командованием лучших командиров. Они своего рода островки в море страха и тупости. В земной истории их количество можно было оценить по флагам. Если знамя еще не упало, значит элитный отряд сражается. Если у нас таких островков будет больше, демом хана. Шлем у меня новый, с забралом. Опустил и сразу наполовину ослеп. Проклятие в этом лесу и без того видимость ужасная, а здесь еще и сам себе подгадил. В щели мелькают кривые стволы деревьев, почти все в сторону воды стараются наклониться. Между ними непроходимое переплетение кустарников и редкие разветвляющиеся тропы. Вижу все фрагментами, будто в каком-то сюрреалистическом калейдоскопе. Хоть снимай эту кастрюлю. Несколько раз силой сжал пальцы на правой руке. Разминка. Лезвие штучки пока спрятано, и она безобидным с виду шестом болтает современной петле под рукой. Мешает, конечно, но для стрельбы из арбалета мне надо две свободные конечности. Вот и приходится все внимание уделять поворотам, чтобы не зацепить товарищей. Длинные копья латников, к слову, постоянно цепляются за ветки. Иной раз жалею, что позволил вообще взять это оружие. Есть мнение, что в густом лесу от него проку будет немного. Но попробуй отними, ведь самое надежное средство против погани. Пока один-два удерживают тварь на остриях, остальные рубят на куски. И то, что попугай сохраняет ледяное спокойствие, народ не успокаивает. Демы и без моей помощи прочно ассоциировались с тьмой, а уж после такой политической накачки тем более. К тому же дальше должны быть поляны, там копейный строй к месту. Будущее показало, что копья не столь бесполезны, как казалось. Но тогда я об этом еще не догадывался. Впереди опять кричат, уже гораздо ближе. Тревожно, удивленно, нас заметили. Началось. Передовая группа самых защищенных воинов припускает бегом, торопясь выскочить на полянку. Бойцы не кричат, здесь собрались опытные убийцы. Лишь дыхание тяжелеет, дружно вентилируют легкие, по опыту зная, что скоро кислород понадобится для важного дела. А вот позади из толпы ополченцев и межгорцев раздается отчаянно яростный вопль, который тут же подхватывают десятки глоток. Эх, не удержались, мужики. Ну да ладно, несколько секунд важной роли, надеюсь, не сыграют, про нас и без горлопанов уже знают. В спину начинают подталкивать, народу не втерпешь выскочить на открытое место, прекрасно их понимаю, меня самого сдерживают лишь закованные в металл и кожу спины впереди идущих. И где-то там, уже совсем рядом, зазвенела сталь, закричали от боли и предсмертного ужаса. Попугай, коротко бросив, «Всем удачи!» отскакивает от плеча, взмывает к макушкам деревьев, с брезгливостью высшего создания поглядывает на происходящее. Все, вот и полянка, крошечная грызок луга, заполненный дерущимися людьми. Демы выделяются резко, в своих до мельчайших деталей выверенных доспехах они выглядят напыщенными павлинами, атакованными стаей, потрепанных жизнью воробьев. Враги пятятся, отступают, удерживаясь от бегства лишь потому, что нельзя подставлять спину. Наши наваливаются как следует, дружно, но пираты тоже шевелиться умеют. Не меньше половины успели углубиться в лес, где их теперь гонят по двум самым широким тропам. Те, кто за ними не успел, сейчас умирают, избиваемые со всех сторон. Все, жалкое подобие строя сломано, даже крепкие латы теперь не спасут. Серьезных танков здесь цепляют крюками за ноги, валят, а потом сбивают толпой. Подняться под ударами в такой тяжести невозможно, а узкие лезвия кинжалов всегда найдут щель. Демов кулют в пах, в щели забрал, в сочленение, а иным без затей лупят по шлемам боевыми молотами или обухами топоров, против лома нет приема. На первый взгляд вроде порядок, но немало мужиков увлеклось, надо продолжать натиск, а добивать неудачников останутся ополченцы. Вперед! Вперед все! Не останавливаться! Мой приказ подхватывает туг. Его зычный голос перекрывает даже крики умирающих. Арбалет не находит цели, пятящихся врагов не достать, между ними и мной слишком много своих. Продолжая орать одно и то же, пересекаю полянку, чуть отклоняюсь влево, вслед за нашими латниками. Здесь явный успех, напор принес результат. Остатки вражеского дозора потеряли всякое подобие строя, разворачиваются, пытаются сбежать. В спины бьют копья и мечи, воздух переполнен лязгом, воплями, воем, хрипами. Если и у Арисата все так же, то про эту группу можно забыть. Мало кто сумеет уйти. Как немало, но все же сумели. В первых рядах у нас нет лучников, так что достать шустрых не смогли. А теперь остается лишь бежать следом, пытаясь дотянуться к копьем. Спаслись лишь самые легковооруженные демы, в кожаных доспехах. Латы вещь хорошая, но вот бегать в них увольте. Лишь штук на это способен, хоть и недолго, но он уникум, каких мало. Впереди просвет очередной поляны. Это побольше. Там нас ждет главный отряд, центр вражеского построения. Я все так же бегу с дурацким арбалетом, некуда разряжать. Ничего, уж там наверняка подвернется цель. Подвернулось. Когда мы на плечах улепетывающей парочки кожаных выскочили из леса, нас встретила стальная стена, перегородившая противоположную опушку, и свист арбалетных болтов, я не верил своим глазам. Демы и не думали паниковать или впадать в растерянность. Они уже успели организовать строй, разместив стрелков за флангами. Воины там присели на колени, чтобы не мешать. Места здесь для маневров и прочего, конечно, нет, но им и не требовалось. Встали в несколько неровных шеренг, прикрылись щитами, выставили копья. Обойти их непролазные кустарники, что через них без бульдозера не продерешься. Одно утешает, врагов, похоже, не слишком много. Хотя компактный строй может легко обмануть взгляд. Толком не прицелившись, разрядил арбалет в эту мишень для слепых, забросил его за спину, выхватил штучку из плена ременной петли, заорал, стоять, сбиться в строй, щиты вперед. Это и без меня уже кричали Дирбс и Аресат. Но передовой отряд вообще-то не нуждался в подобных приказах. Никто не бросился стучаться о толпу. Все сбивались в линию, зеркально повторяющую построение врага, лишь с тем отличием, что делали это под обстрелом. Хоть и не частым, но уже появились первые раненые, а возможно и убитые. На такой дистанции арбалет вещь собьем строй и стрелять им станет труднее. Затем дождемся, когда построение станет глубже за счет притока текущих по тропам ручьев ополчинцев и попремся вперед паровым катком. Там уж не до арбалетов станет. Тот, кто придумал знаменитое «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», был чертовски прав. Эти проклятые две главные тропы сыграли с нами плохую шутку. Да, они способствовали быстрому передвижению, что для нашего замысла было важно, но затем начали вредить. Народ не стал ломиться тонкими стежками, более-менее развернуто, как приказывали, и, начиная от полянки, где побили дозор, поперся широкими путями. А широкими они были относительно, людям приходилось стесниться, чтобы не цепляться за кусты и деревья. Выбираясь из леса, они не могли быстро разойтись в стороны. Полоса между уже выстроившимися шеренгами и густыми зарослями оказалась слишком узкой, если не сказать хуже. Наседающая масса ополченцев не успевала растекаться к флангам, давила в спины, толкала навстречу врагу. Сформировалось подобие автомобильной пробки, с той лишь разницей, что машины обычно стоят смирно, а не бьют бамперами передних. Я, увлекшись осмотром вражеского отряда, пропустил начальный этап развития процесса и обернулся, лишь увидев, что центр нашего уже почти сформированного построения начинает вспухать под давлением монолитной человеческой массы, продолжавшей выливаться из леса. Пытался криками предотвратить безобразие, но бесполезно, это все равно, что пальцем полностью открытый кран попробовать перекрыть. К тому же кричал не только я, а, похоже, абсолютно все. Причем преимущественно что-то нехорошее и, если не сказать прямо, матерное. Жизненный опыт подсказывал командирам, что крепкое слово всегда самое сильное, без него тебя никто не расслышит. Попробовать послать передние шеренги вперед рановато, конечно, позади полный хаос, но хоть место появится для этих толкателей. Но как это организовать в таком шуме и под обстрелом? Сам себя вряд ли услышу, ведь сотни глоток завывают на все лады. Буду надеяться, что эта суматоха быстро уляжется, не приведя к серьезным потерям. Я опять повернулся к противнику, с удивлением увидев, что стальная стена приближается. Вот это да! Демов в этом отряде похоже раза в три меньше, чем нас, но они хладнокровно идут в атаку и даже бодро покрикивают при этом. Арбалетные болты перестали стучать жилая пехота. Пришло время честного оружия. Первыми под удар попали ополченцы, устроившие кашу в центре нашего построения. Выдавленные напором за линию дружинников и латников, они оказались перед копьями демов. Опять хор криков. И понятно, ранеными там не отделаются. Блин, но почему же здесь все через одно место делается? Даже простейшее не получается выполнить. Бойцы гибли в считанных шагах от меня, а я мог лишь бессильно наблюдать. Возможности добраться до них через сдавленный строй не было. Ну и что я могу сделать в одиночку? Стальная стена налетела на стену. Заработали копья с обеих сторон. И там, и там не безуспешно, но оценить масштабов потерь я не смог. Проклятые ополченцы обступили меня со всех сторон, тоже норовили протолкнуться сквозь строй, но безуспешно. Навстречу теперь давили враги. Все наше войско сбилось в какую-то дикую кучу, где самая боеспособная часть оказалась разрезанной на две половины ударом с тыла, нанесенным своими же войсками. И теперь ополченцы, вместо того, чтобы поддерживать опытных вояк, мешали им и бестолково гибли под ударами профессиональных убийц. Всякие приказы теперь бесполезны. Теперь кто кого передавит, или наши демов, или демы наших. Причем последние действуют при невольной поддержке части ополченцев, норовящих укрыться в спасительной глубине строя, из-за чего наметилось встречное движение, еще более запутавшее ситуацию. Понимая, что если так и буду отпихиваться здесь локтями, то рискую до конца боя простоять беспомощным статистам, я направил все усилия в более перспективное русло, начал протискиваться на правый фланг. Там, на берегу, в стороне от злосчастных троп просторнее и, судя по интенсивному звону оружия, гораздо веселее. Хотя до размашистых ударов мечами и топорами доходило редко, в основном работали копья и щиты, которыми противники местами уже столкнулись, стараясь напором опрокинуть врага. Но большая часть бойцов бездействовала, оказавшись в ситуации переполненного троллейбуса. Рукой тяжело пошевелить, не то что ударить. Таким не имея численного преимущества, фактически его имел, основная масса наших не могла участвовать в деле. Мы оказались в положении выплескивающихся из переполненного транспорта пассажиров, путь которым преградил строй ОМОНовцев. Нас много, а толку? Как я сумел выбраться из свалки, сам не понимаю. Протискивался будто червяк земляной, каждую секунду ожидая резкого звука разорвавшейся от натуги кольчуги или треска сломавшегося позвоночника. Один раз чудом устоял на ногах, длинное вражеское копье каким-то образом проскользнуло через человеческую массу, подрезав чье-то бедро. Несчастный завалился на моем пути, и пришлось шагать прямо по нему. Толпа вынудила. Внезапно давление на плечи резко ослабло, и я в последнем рывке выскочил на почти свободное место, ощущая себя новорожденным, вывалившимся на свет Божий. Слева в прорезях забрала, различил неплотную стальную стену. Вражеский строй на фланге был жидковат и растянулся до самой воды. Боялись обхода. Там и сям расчетливо рубились латники и дружинники, медленно пятясь под натиском все более утончающейся шеренги врагов, далеко обогнавших остановившиеся по центру основные силы. Быстро пройти по сбившейся массе наших бойцов они там не смогли. Многие ополченцы выскакивая из давки тоже пытались действовать из-за спин более серьезных товарищей. Воевали здесь спонтанно и зачастую бестолково, но перспектив все же побольше, чем напротив тех проклятых троп. Вот теперь другое дело, можно попытаться докричаться. Всем стоять, сбить строй, щиты в первую шеренгу, копейщиков за ними, давим их, зажимаем с этой стороны, вперед, подсказано, давить! Не переставая орать, я двигался навстречу противнику, поднимая спящую штучку. Дем, пытавшийся под прикрытием товарищей протиснуться между парой разошедшихся дружинников, сунул копье между ними, попробовал ударить. Я легко отбил наконечник левым наручем, приставил к глухому шлему тарит шеста и освободил лезвие. Мозгами и кровью забрызгало и меня, и дружинников, и пару щитоносцев демов. Не останавливаясь, я потянулся к следующему, вбил лезвие в щель забрала, рванул в сторону, вскрывая шлем и лицо. Тук говорил, что узковат клинок, не расширяется к основанию, да что он понимает, это просто песни иметь тонкую несокрушимую сталь в бою против тяжело закованных противников. Оставшийся щитоносец успел отступить, чему я не слишком огорчился, этого и добивался. Пусть все пятятся назад, позволяя нам обойти основные силы с фланга, после чего начать их давить уже с двух сторон. Численное преимущество малополезно, если линия соприкосновения с противником слишком кратка. Сплющить их в лепешку, забить ударами со всех сторон, растоптать. Еще шаг, и еще. Есть, второй щитоносец падает, и мы получаем хоть и небольшой, но все же разрыв в стене вражеского строя. Слева и справа меня прикрывают те самые дружинники, а дальше налипают другие люди. Я, шагая по трупам, становлюсь центром кристаллизации тонкого клина, рассекающего вражеские шеренги, заставляющего их пятиться, растягивать ряды, утончать построение. Здесь оно и без нас слишком хлипкое, чтобы достать до моей наглой тушки копьями задних рядов. Жалкие две цепочки, к тому же стоят свободно. Избегая прорыва, они пятятся, расступаются. Крепкое дерево их пик для штучки не более, чем вареная колбаса. Ближайшие противники уже остались без основного оружия. В дело вступают мечи. Демы своими энергичными замахами сами усугубляют ситуацию, покидают свои места, чтобы иметь больше простора. Бой и без того не слишком организованный начинает походить на бездумную киношную свалку, состоящую из индивидуальных поединков. Я хоть и влекся пиками, но не пропустил начало потехи. Успел рубануть навстречу мчавшемуся на меня клинку. Лезвие штучки скользнуло по нему, сняло искрящуюся стружку с кромки, легко прошло через украшенную бронзой крестовину, через боевую перчатку, через стальной наруч и податливо мягкое предплечье, расщепив руку, будто расколотая полена. Противник, рассыпая пальцы, скользнул назад. Я не пытался достать покалеченного, взялся за другого. Этого убил, перешагнув через очередной труп, и заработал удар сталью в лицо. Отбивая удар меча, расколол его клинок, обломок отлетел неудачно. Хотя почему неудачно? Я ведь не пострадал? Вот и пригодилось забрало. Кто знает, может мы бы и сумели окончательно переломить ситуацию в свою пользу, развить локальный успех в общей. Но бой, начавшийся на оптимистичной ноте, пошел в разнос из-за поспешных действий ополчения, а затем нам на головы вывалился целый ворох гадостей. Все те же ополченцы, выползая вслед за мной на простор флангового боя, не спешили бросаться в нет, многие бились очень даже достойно, но немало оказалось и таких, которые растерянно взирали на происходящее, не понимая, чем им теперь следует заниматься. В лучшем случае они воинственно орали, в худшем пытались протиснуться назад, подальше от Димов. Вся эта масса не реагировала на крики командиров, но прекрасно поддавалась веянию ситуации. «Стоит нам всерьез продавить сталь вражеского строя, ударить в бока и спины, расширить прорыв, завалив землю трупами, как до них дойдет вся прелесть момента и броситься дружно, без страха, в полной уверенности, что победа в одном шаге». Возможно, через минуту другую так бы и случилось, но не судьба. Галеры были предоставлены сами себе, у нас не было сил их атаковать, к тому же без лодок это затруднительно. Изначально посчитали, что там слишком мало врагов, чтобы уделять им особое внимание. Разберемся с отрядами на берегу и тогда уж возьмемся за этих. Несколько демов на палубе не стали любоваться баталией, а помчались к установленной на носу метательной машине, чему-то вроде баллисты. Эти выродки рода человеческого хладнокровно ее натянули и выпустили в сомневающихся ополченцев тяжелый снаряд. Дистанция для такого оружия, что называется, в упор. Фуфайки каменный шар порвал, не заметив. Да и стальной доспех против такого оружия бесполезен. Разорванные тела, фонтанирующие кровью, зрелище даже для закаленного характера непростое. Сразу несколько паникеров подняли крик, достучавшийся до робких душ. Эридиане и межгорцы рванули назад чуть ли не все до единого. За ними потянулись самые никчемные избакайцев. Процесс заражения паникой усугубили раненые, которые, как им и полагается, двигались туда же. Среди них выделялась группа хорошо экипированных. Сержант Риттл, игнорируя все остальное, вытаскивал с поля боя потерявшего сознание баронского сынка, для чего привлек всех своих пареньков, до которых сумел докричаться. Долг перед своим сюзереном, увы, превыше всего, не мог получше момента выбрать. Только что войско стояло на позиции, к тому же успешно продавливая фланг противника, как вдруг назад ринулась толпа отступающих. По центру, удивившись прекращению давления в спины, начали оборачиваться дружинники слатниками, тут же взрываясь проклятиями. Они пытались организованно пятиться к выходам троп, не в силах устоять без поддержки, демы давили лучше. Все это поначалу прошло мимо меня. Я тупо колол, рубил, отбивал удары, напрочь позабыв про роль полководца в сражении. Но и толку от меня, как командира в свалке, где никто, кроме ближайших, тебя не слышит. Да и те не всегда подчиняются. Зато как от бойца прок колоссальный. Я такую брешь в строю уже проделал, что можно телегу боком протащить. Враги начали шарахаться будто от чумы. Теперь ополченцам остается пройти по расчищенной дороге и устроить демом сталинградский котел в миниатюре. Когда с обеих сторон закричали подстрелянными зайцами, я вдруг понял, что не ощущаю поддержки со спины. Слева и справа все еще держатся дружинники, залитые своей и чужой кровью. А вот копья, которые иногда помогали с тыла, вдруг перестали показываться. Удар! Очередной дем заваливается на колени, пытаясь зажать разваленный наплечник, фонтанирующий кровью. Короткий шаг назад, быстро развернуться посмотреть. Дружинник ловко отбивает пику, скользнувшую к моей груди. Демы поумнели и пытаются добраться до меня издали, не принимая ближнего боя. Из-за того, что отвлекся, перерубить древко не успел, но оно того стоило. Я увидел нечто очень важное. Позади нас никто не поддерживает. Куда ни киневзгляд, виднеются спины разбегающихся бойцов. Теперь у нас не было преимущества в численности. Скорее, наоборот. А из леса за вражеским строем выскакивали новые демы. Видимо, Арьер Гард подоспел. Если Люк не ошибся, то их немного, но нам сейчас и десятка хватит, чтобы лихо хлебнуть. Навалится свеженькие, горящие от нетерпения. Добавят бедлама в наше и без того перемешанное построение. Это конец. Если не отойти, нас сейчас выдавят на те самые тропы, перемешав с паникерами, или того хуже, в непролазные дебри, где можно завязнуть, как муха в паутине. А потом переправится подкрепление с правого берега и запечатает единственный путь отхода. Шаг настолько очевидный, что даже в этой горячке я до него сумел догадаться. Враги не дураки, тоже догадаются. Отходим вдоль берега, быстрее, не бежать, держать строй, вдоль берега, там мелко, не бойтесь в воду ступать. Под ногами захрустел ледок за берегов. Глубина по щиколотку, подводное продолжение узкой полосы пляжа, сложенного крупным песком и галькой. Демы, потрепанные нашими действиями, не сразу пришли в себя, и мы успели оторваться. По центру у ребят такое вряд ли получится, как раз туда мчится подмога. Продолжаю орать, разрывая легкие, и слышу, как то же самое кричит Арисат. Или донеслись мои слова, и мгновенно среагировал, или сам догадался, что вероятнее. С правого берега в нас бьют арбалетчики, но их там слишком мало, поток болтов редок, серьезного урона не наносят. Но пугает баллиста. После очередного выстрела, разорвавшего два тела, опять заскрепел механизм. Самое время начинать спасаться бегством, пока за нас не принялись всерьез. Опомнившиеся демоны рискнули преследовать сразу. На этом фланге мы их заставили себя уважать. Все без исключения видели, на что способен ловкач со странным оружием. И выбравшиеся за строй арбалетчики дружно начали лупить исключительно в меня. С меткостью у них дела обстояли не ахти. Первыми же болтами ранили одного из дружинников, который до последнего прикрывал своего сюзерена. Раненому начал помогать боевитый ополченец и тут же выдал порцию ругательств. Ему продырявили руку. Но молодец, не бросил товарища. Я пятясь спиной вперед, угрожающе помахивал штучкой, намекая, что гнаться за нами не самая удачная идея. Никто и не пытался. Разбираться со мной доверили арбалетчикам. Не менее полдесятка стрелков поспешно нагибались и разгибались в заводе своего оружия с помощью поясных крюков. Но в отличие от луков, скорость перезарядки несерьезная, я относительно легко уклонялся, засекая, когда очередной враг начинает теребить пуск. А затем между нами и противником выросла стена подступающего к воде леса. Он зимний, без листьев, но кустарник среди деревьев столь густой, что даже из серьезной винтовки достать через него будет непросто. В этот момент с удивлением услышал за спиной звон оружия. Обернулся? Так и есть. Отступающие бойцы рубятся с какими-то оказавшимися на пути демами. Их немного, и все в легких доспехах. барванцев, взирающих на происходящее как-то странно. И в бой они не спешат, да и оружие у них не видно. Откуда они здесь взялись? Известно откуда. Скрытые той самой прибрежной полосой густых зарослей, они не просматривались с троп, и, преследуя разбитый дозор, мы их не заметили. Лишь увидев конец толстого пенькового каната и цепи на ногах, я понял, что это те самые рабы-грибцы, исполняющие здесь роль бурлаков, одемы в коже и их надсмотрщики, после чего совершил один из самых умных в жизни поступков, заорал во всю мощь глотки. Ребята, на веслах, кто успеет удрать с нами, тот свободен, бегите же! Реакция не последовала, рабы стояли столь же неподвижно. Эх, всего лишь забитые жизнью невольники, отупевшие и ко всему безразличные. Помощи от таких не дождешься. Поспешил к месту событий, изготавливая штучку к размашистому удару сверху вниз. Успел понять, что этот простейший прием надиво эффективен. Лишь щит может спасти с гарантией. Мечи или древки топоров редко выдерживают встречу с серебряным лезвием. Напустить волшебное оружие в ход не успел. Из толпы рабов внезапно выскочил смуглый оборванец исполинского роста и чудовищной ширины плеч. С яростным ревом он налетел на шеренгу пытающихся нас задержать демов и начал расшвыривать врагов как котят. А следом ринулись остальные грибцы. Темных, не ждавших удара в спину, попросту смело этой бушующей волной. Их рвали руками, втаптывали в песок, кусали, били головами оволуны и деревья, топили на мелководье. Дальше мы драпали дружно с рабами. Покончив с надсмотрщиками, они не стали задерживаться. Лишь у парочки, похоже, произошло помутнение в голове. Оставшись на месте короткой схватки, они продолжали терзать тела мучителей, не обращая внимания на происходящее вокруг. Никто не стал им мешать. Вид у безумцев был столь страшен, что нет сомнений, накинуться на каждого, кто рискнет оторвать их от кровавой потихи. В нас продолжали лететь болты, где мы обстреливали с правого берега. Дистанция все же поприличнее, чем раньше. Попадали нечасто, да и арбалетчиков там не прибавилось, семь-восемь, не больше. Тук, вывалившись непонятно откуда, зазвенел латами, ударило, но не пробило. На бегу он прохрепел. Простите, сэр-страж, оттеснили меня от вас в этой давке. Еле пробился, пришлось через лес кабаном ломиться. Ох, и тяжко было, едва не расплющило. Я не отвечал. Не до этого, да и дыхание стоит приберечь. Драпать нам, наверное, придется долго, но и молчать нельзя. Я должен сохранить как можно больше людей. Все туда, к тропе, заходим в лес и мчимся по берегу к той развилке, откуда пришли, к Корчме, меня. Кто потеряется, сбор возле лошадей. Кто не помнит, где их оставили, бегом за теми, кто помнит. Раненых не бросать. Как ни странно, меня поняли. Даже рабы не стали продолжать бег по полосе песка, подставляясь под обстрел. К тому же, дальше берег чуть повышался, и она сходила на нет. А глубина в таких местах подступает вплотную куризу воды. Не один я был таким умным. Когда укрылся за деревьями, увидел, что по тропам густо тянущимся параллельно реке, в сторону развилки поспешно продвигаются сотни бойцов. Ими весь лес кишал. И не сказать, чтобы они отступали в панике. Нет, хватало и паникующих, но в основном народ держался бодренько. Шли быстро, оглядываясь с воинственным видом, покрикивая угрожающе, не потеряв оружие, помогая раненым. Потери у нас, конечно, просто ужасающие. Но если демоны устроят быстрой атаки, то сумеем сохранить приличные силы. Мы проиграли, но нас не разгромили. Войско уцелело. Не прежнее, конечно, но лучше, чем ничего. Может, у нас еще будет победоносное будущее. Уже сейчас начинают вырисовываться кое-какие идеи. Демоны, небось, думают, что мы не скоро опомнимся после такого разгрома. Должны хоть немного расслабиться, а мы обязаны это использовать. Нельзя оставлять их в покое, позволяя спокойно делать все, что заблагорассудится. Я зол, разъярен, но не запуган и рассуждаю почти хладнокровно. К тому же забитого двух небитых дают. Я стал гораздо опаснее. Глава двадцатая Разгром В юные годы, читая о победах и поражениях древних полководцев, я неоднократно задавался вопросом, что происходило при этом с проигравшей стороной. Как правило, сведения об этом были скудные и невнятные, но вариант, при котором одна из армий гибла в полном составе, вряд ли можно признать обычным явлением. Да и как вы это представляете? Торжествующая побеждающая толпа весело лупит вражеских солдат, а те даже не замечают, что их становится все меньше и меньше, шансов уже нет, разгром неизбежен, и все равно продолжают рубку. Или сдаются, становятся на колени, безропотно подставляют шеи под топоры палачей. Не верю, человек любит жизнь и даже рискуя всем, надеется на лучшее. Вариант, при котором смерть неизбежна, привлекает лишь самоубийц, которых не может быть слишком много. Думаю, обычным исходом было тотальное бегство проигрывающей страны, бросая обоз, оружие и тяжелые вещи, умирая под ударами преследующей конницы. Но если местность не располагает к полному истреблению, кто-то обязательно должен уйти. Где-то вдалеке от поля боя их собирают облажавшиеся полководцы, заново формируют подразделения, усиливают подкреплениями, и вот оно, получайте новое войско. Читая историю некоторых войн, удивляешься, откуда проигрывающая страна брала все новые и новые армии. А ответ армия была одна и та же. Просто противник не сумел толково организовать преследование, добивая деморализованные отряды и улепетывающих одиночек. Вот и выживали многие. Вспоминается, как после самых сильных разгромов некоторые подразделения ухитрялись отходить под барабанный бой и с развивающимися знаменами. Это считалось доблестью и даже вознаграждалось. Своего рода поражение с элементами победы. Демы организовывать преследование не стали. Не знаю почему. Может их латники слишком неповоротливы или наше неожиданное нападение попортило им нервишки, смутило, ошеломило. Или опасались бросить уцелевших рабов без серьезной охраны. Ведь многие удрали с нами, а оставшиеся могли последовать дурному примеру. Выдавив нас с поляны, тяжелая пехота пропустила вперед арбалетчиков и те некоторое время двигались следом, постреливая в спины. Но продолжалось это недолго. Вернулись назад, выпустив по одному или два болта. Их коллеги с правого берега тоже не увлеклись этим делом, да и лес выше по течению был гораздо гуще, что мешало применению оружия дальнего боя. Когда я пришел в себя до состояния возвращения способности ясно мыслить, для начала убедился, что Аресат, Дирпс и епископ живы, после чего не стал костерить себя последними словами, а взялся за дело, принялся подсчитывать оставшиеся силы. При этом невозможно было не обращать внимания на сбежавших рабов. Они частично перемешались с отступавшими бойцами, но большинство жалось в одну кучу, двигавшуюся по ближайшей к реке широкой тропе. При этом они проявляли зачатки организованности, не скучивались в узких местах, быстро преодолевали открытые участки, пару своих раненых. Не знаю, что у них на уме, но надо добиться того, чтобы этот ум был занят исключительно идеями помочь нам во всех благих начинаниях. Рабов увязалось около полутора сотен. Лица бледные, какие-то потасканные, но по рукам не скажешь, что дистрофики. У большинства верхние конечности надивы крепкие, будто у культуристов. Если захочу накачать руки до толщины ног, то знаю теперь верный способ, надо всего лишь поработать три-четыре месяца на галере демов. Те, может, и относятся к рабам жестоко, но голодом, похоже, не морят, лишь пахать заставляют до упора. Будь эти рабы со мной изначально, к тому же раскованными и с кое-каким оружием, я бы, пожалуй, тот отряд на поляне разбил. Послал их первыми, перед дружинниками и латниками. Напора такой массы пираты выдержать не смогут. Мы бы попросту опрокинули их строй, вдавив кустарник на опушке. А если вспомнить, с какой яростью грибцы убивали демов, то за их боевой дух можно не беспокоиться. Таких можно смело ставить на острие удара. Потери среди них при такой схеме будут колоссальными, но зато костяк целее будет. Не слишком честный поступок, но лучше уж терять этих чужаков, чем свои бесценные кадры. После поражения и потерь мне нужны подкрепления. В холмах можно набрать еще две сотни межгорцев, но это потребует времени, да и зарекомендовали они себя неважно, побежали одними из первых. Зато сейчас передо мной около 150 крепких мужчин, которых не нужно искать. Проблема лишь с оружием и доспехами, но это уже другой вопрос. А еще их придется уговаривать. Найдя в толпе того самого смуглого увольня, первым бросившегося на надсмотрщиков, начал к нему протискиваться, на ходу понимая, что габарита у него еще больше, чем показалось поначалу. Рост явно не меньше пары метров, а уж плечи такие, что в дверь надо боком проходить. Почувствовав на себе мой взгляд, гигант обернулся, посмотрел угрюмо, ожидающее. Меня зовут Дан, сэр Дан, я хозяин межгорья. Здоровяк красноречиво покосился через плечо и уточнил, а Димы точно знают, что хозяин здесь именно ты, а ты всегда вопросом на вопрос отвечаешь. Зеленый, удачно выбрав момент, спикировал на плечо, нервно пробормотал. Бегом, 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 уносите ноги, если догонят, отнимут все, вплоть до девичьей чести. Раб на миг опешил, затем неуверенно уточнил, вы случайно не страж? Случайно? Да. Простите меня, не знал. Вот ведь обидно, даже галерного раба титул владыка межгорья не впечатляет, а какая-то облезлая пошлая птица на плече мгновенно заставляет уважать, башня ходячая сразу навы заговорила. Может это из-за того, что титул не вполне легитимный? Прощаю, может все же представишься, или тебя лучше по имени меня Обама звать. Тезка американского президента? Ну конечно тезка. Ни за что не поверю, что они и его сделали подопытной свинкой, отправив вслед за своим успешным четырнадцатым. Хотя у этого тоже кожа темновата. Подозрительно. Не негр, но на мулата очень похож. Имя сказывается. Или у меня фантазия сбрендила окончательно. А может в мое отсутствие изменили конституцию и теперь проигравшего на выборах отдают ученым для опытов? Видимо на лице моем промелькнуло что-то эдакое, неуместно веселое в данной ситуации. Обама настороженно уточнил. Что с вами? Имя у тебя какое-то странное. Я ругиец, там у всех такие. Был десятником пограничной стражи, потом выгнали за рукоприкладство, сотником не поладил. Начал с охраной караванов ходить и нарвался, когда демы налетно-халкидское торжище устроили. Был среди тех, кто решился на прорыв к дальней гавани, но по пути заработал болт в ногу, а раненых мы тогда условились оставлять. С ними никак не выйти. Хотел умереть как мужчина, но эти шакалы оглушили меня древком копья по затылку. С тех пор вот уже второй год на весле. Понятно. Я буйный? Почему не сбежал до сих пор? Пытался, не получалось. Я не везучий. Обама молча задрал кверху подол драной рубахи, показал испещренную свежими рубцами спину. В последний раз мне полста плетей выписали, обычно этого хватает, чтобы человек умер, а я выжил, и уже через два дня веслом ворочал, а еще мне ноги прижигали. Кто и после этого пытается бежать? Тому жилы на щиколотках подрезают или уводят на дальний юг, к погоне. Значит, парень ты бедовый и решительный, и вижу я, что за тобой рабы идут охотно. Ну да, уважение имею. Скажу прямо, мне нужна твоя помощь. Обама вновь красноречиво покосился в сторону оставшихся на берегу демов. Хотите и остальных освободить? Не понял. Ну, там еще три группы грибцов осталось. Одна вроде нашей, но поменьше, и две совсем мелкие, на другом берегу. Там хороших ребят хватает. Вообще-то я хочу демов к ногтю прижать, но и рабов освободить буду рад. К ногтю? Удивился Обама. Ну да, проклятие, здесь смысла фразы не понимают. Знаешь, как блох убивают? К ногтю прижимают и давят. А, понял, это верно. Давить их надо, как блох. Поможете? А выбор у нас есть? Силком не заставлю, вы больше не рабы. Сэр, страж, давайте и я прямо скажу. Ругия далеко, и не знаю, смогу ли ее еще когда-нибудь увидеть. К тому же там не все мне рады. Я босой, одет в рвань, из ценного у меня лишь вот. Обама взмахнул отобранному надсмотрщика мечом. Вы тут хозяин, к тому же страж, а это очень интересно. Страш на хозяйстве всегда интересно, и перспективы бывают от этого хорошие. Тем более, что дела у вас не совсем ладно идут, слишком малое войско, и в нем хороших воинов мало. Но кто знает, что будет дальше? Вы ведь страж, у вас все не так, как у обычных господ. Будучи при таком, как вы, можно голову сложить, а можно в люди выбиться, это всем известно. Из этих ребят многие такие же бродяги, как и я. Пообещайте нам просторный дом и женщину. Мы задумаемся, а не осесть ли нам в таком месте насовсем. Ведь стражи славятся справедливостью и хорошим отношением к простолюдинам. Ну и драться будем охотно. Это ведь почти непременно здесь останусь насовсем, но думаю, вы меня понимаете. Уж простите, не умею грамотно изъясняться. Ничего, я все понял. Скажу так, люди мне очень нужны. Кто захочет остаться в Межгорье, пожалуйста. Если не лодырь и не пьяница, будет доволен жизнью. Хотя сейчас нам нелегко, да и женщину быстро не обещаю, но думаю, в ближайшее время все наладится. Женщины, это важно. Понимаю, я же сказал, все наладится в ближайшее время, слово даю. Нам главное с демами разобраться, а потом решим все остальное. Сколько рабов на берегу было? Не могу сказать точно, с четырех галер собрали, это наверное под пять сотен получится, но здесь хорошо, если сотни полторы или две. Ты все понял? Кров, потом женщину, ну и платить вам будут, не обидят, а кто не захочет оставаться, но будет воевать, тот получит одежду, обувь из трофеев чуток добра. Как все закончится, может уходить куда пожелает. Оружие, доспехи. С этим у нас плохо, на такую толпу не хватит. Понятно, значит с дубинами переть надемов придется, ребятам это не понравится. Луков полно, если есть те, кто умеет с ними обращаться, то в стрелке возьмем. Такие есть, оживился Обама. Причем немало, на наши галеры последнее пополнение почитай из них одних. Южане кочевники, те с луком рождаются, земли бить могут, седла, по-всякому, луки только у них роговые, у вас небось простецкие? Да. Какая разница, из простых тоже смогут, думаю из этой толпы десятка-полтора наберется, а может и два. В замке есть молотки и молоты, пруты железные, топоры плотницкие, придумаем что-нибудь, обойдемся без дубин. Конфидус, подошедший со спины и услышавший мои последние слова, уточнил. Возвращаемся в Мальрок? Нет, идем к лошадям, далее отправляем в замок раненых и всадников, те потом вернутся с оружием и одеждой для грибцов. Дан, намереваетесь еще одну атаку устроить. Епископ произнес это без осуждения или опаски, и я счел момент удобным, чтобы прояснить его отношение к произошедшему. А вы думаете, что стоит такое повторять, опять убегать потом? Вы сами сказали, что это не люди, а погонь, от тварей убегать не зазорно. Мы многих потеряли. Да не так уж много, смотрю я, мало кого не хватает. Сотники все на месте, десятников тройка раненых есть, еще троих найти не могут. Ерунда, к тому же раненых демы вряд ли убивать станут, крепкие мужики им пригодятся. Вон! Епископ указал пальцем в толпу рабов. Шек наш, пропавший, нашелся, живеханек, Шек! Разведчик обернулся, продемонстрировав физиономию, украшенную синяком дивной расцветки. Чего? Мы уже вас похоронили, а вы, оказывается, помогали демам корабли перетаскивать. Как не помочь, если сильно просили? Скривился межгорец. Вляпались мы, как мухи в мед, но быстро скумекали, что правду говорить никак нельзя. Прикинулись олухами, дескать, охотники, олени выслеживали и случайно сюда вышли. Нам ноги сковали и к канату отправили. Хорошо, что вы подоспели. Вот видите, сказал епископ. Тех, кто к ним живой попадает, они далеко не всегда убивают, так что многих еще можем освободить. Насмерть, думаю, мало кого побили. Бой недолго длился, а демам притом как бы не сильнее, чем нам досталось. Передовой дозор мы, почитай, подчистую вырезали. С главным отрядом, когда тягались, тоже много кому кровь пустили, хотя нам там, признаюсь, врезали гораздо серьезнее. А когда отходили, еще надсмотрщиков тех передавили по пути. Так что сходили не зря, хотя и радоваться особо нечему, но демам наваляли, если и меньше, чем они нам, то ненамного. Нас такой размен устраивает, по числу людей мы их сильно превосходим. Я даже не понимаю, почему так получилось. Они нас не ждали, иначе бы не дали перебить дозорных. Мы сумели внезапно атаковать их растянутый отряд на марше. Идеальный вариант. И вместо того, чтобы разметать их по берегу, расслабившихся, отдыхающих у костров, не готовых к бою, мы отступаем. А чего вы хотели? Это демы, а не опасные сволочи. Дозорных хорошо накрыли, те не успели в себя прийти и подставились под сильный удар. Но остальные много времени не требуются, без понуканий и задержки выстроились. Быстрые очень. Да и вы над людьми слишком трясетесь. Нет, это я поддерживаю, но все же для победы было бы полезнее первыми послать ополченцев. Те вряд ли бы смогли сходу вырезать дозор, перемешались бы с ними, а там или навалились на шеренге, или устроили свалку на тропах. Подпирая наших лапотников лучшими сотнями, мы не дали бы им убежать, превратили бой в свалку, а в свалке демы слабы, как и все. Нас больше, шансы в дикой свалке выше. Вы представляете, какие потери были бы? Представляю, о чем и сказал. Мы сберегли людей, неплохо приголубили демов, не упустили шанса пощипать их неожиданностью, это может остудить их пыл. Видите, они даже преследовать побоялись. Я бы даже рискнул повторить, но уже под самым озером, где чуть дальше поля начинаются. Взять самых умелых ребят, сделать вид, что идем в атаку, а потом, дескать, в штаны навалили, и бежать в сторону открытого пространства. Припомнив, как сегодня нас упустили, могут следом кинуться, а у бакайцев 26 конных дружинников осталось в строю, хотя, наверное, уже поменьше, но ничего, и два десятка достаточно, чтобы из засады пройтись по тем, кто за строем копейщиков укрыться не успеет. Арбалетчики у них вечно особняком бегают, вот их и втопчут в землю. Епископ вдруг осекся. Эх, глупостей наговорил, не получится такое проделать. Наверняка, добравшись до верха, сядут на галеры и водой до замка дойдут, не выходя на удобные для нас места. Возле Мальрока возможности для таких действий меньше. Но ничего страшного, мы еще много чего можем придумать по пути, не хуже, чем сегодня. Правильно, что за стенами не укрылись, там западня добровольная при таких делах, так что не вините себя ни в чем. Ходи не удался замысел, но не попусту сходили. Они сильнее, мы слабее, только и всего. Что-то в этой войне непонятное. Конфидус только что расписал наше поражение в таких красках, что я почти почувствовал себя победителем. Впрочем, догадавшись о том, что меня обуревают сомнения, епископ пояснил. Против нас три далеко не последних отэдемов. Это очень опасные вояки, собранные один к одному, привычные воевать дружно, отлично вооруженные. У нас, похожих, едва две сотни наберется, но вооружены хуже, а под оспехом и вовсе сравнивать стыдно. Лишь броня покойного сэра Флориса, которую тук таскает, не уступает защите ихладников. Она, кстати, перековка трофеев, потому так и хороша. Те, что у солдат Дирбза, похуже гораздо, защита слабее, сталь дряннее, тяжесть больше, да и не такие удобные. Думаете, есть смысл вторую такую же атаку строить? Вам, конечно, виднее, но раз начали, можно продолжать. Сами говорили, что нельзя им позволить спокойно до замка дойти. Мы по-другому воевать приучены, запираться в крепости и сидеть, если сил маловато. Ваш способ понравился, хоть и страшновато, но толк есть. Не знаю, что из этого выйдет, но повторить не прочь. Глядишь, второй раз лучше обыграем. Они теперь знают, чего от нас можно ждать и будут на готове, и подкрепление вызовут. Ничего не получится. Вечно на стороже держаться невозможно, а гонцов можно попробовать перехватить, послать на перерез всех разведчиков, дав им быстрых демы водой скорее всего пойдут, а возле озера деревни есть, где лодкой можно разжиться. Подстерегут, не дадут помощь позвать. Тем более, как я понял, наше войско сильнее стало. Он покосился на Обаму. Тот угрюмо отозвался. Если дадите оружие, то поможем. Дадим, кивнул я. Соберем в замке все, что есть и дадим. Может межгорцы туда еще подтянулись, их тоже заберем. Совсем замок без оружия оставлять плохо, заметил епископ. Там и так почитай одни женщины. Все враги собраны здесь, там разве что разведка, а их одна алера со стены перестреляет, если что. Нам потребуются все силы, которые сумеем собрать. Это тоже верно. Думаю, оставаться у моста нельзя, слишком опасно. Если демы не остановятся, то завтра будут там. Надо бы корчму сжечь, чтобы не ночевали в тепле. Дан, что с вами? А? Ничего. Задумался. Кое о чем. Я уж было испугался, я к вас передернула. Говорю, корчму надо бы сжечь. Нет, корчму ни в коем случае не сжигать. Лагерь перенесем подальше в лес, там дорога есть от моста. Хорошо, как скажете, но я бы сжег. Многовато демов, их бы хоть чуть-чуть проредить вдобавок к тому, что сделали. Проредим, пообещал я. Есть у меня идеи. Для начала вышли в несколько отрядов по следам тех людоловов, которые ушли к северу. Надо их выследить и перебить, чтобы не вернулись. Дан, я вас хорошо успел изучить. Не понял? Голос у вас интересный, будто несусветную пакость задумали. «Верно, задумал. Скажите, епископ, как вы относитесь к колдовству?» Не могу выразить приличными словами, насколько плохо. «Очень жаль. То, что я задумал, самое что ни на есть колдовство». «Сэр! Дан! Вы ведь страж! Как можете! Душу поберегите!» Да успокойтесь вы. Не такое уж и колдовство, хотя выглядеть должно именно так. «Вы играете с ужасными вещами? Знаю вас хорошо и верил всегда, но после таких темных слов начинаю сомневаться». «Епископ, чтобы передавить тварей, пытающих стариков, я свою душу не задумываясь продам. И вашу, кстати, тоже». «Но не переживайте. В том, что я замыслил, темноты нет. Так, фокус балаганный. Но если все пройдет как надо, демов станет меньше, а настроение у них испортится, а то вдруг осмелеют после сегодняшнего». «Дан, а давно вы исповедовались?» «Никогда». «Епископ, не хорошо при вашем сане сквернословить». «А вы рискуете погубить свою бессмертную душу?» «Ладно, сейчас я вас оставлю. Возьму лошадь и кое-куда сгоняю. Вам пока поручение одно оставлю, не сложное. Занимайтесь войском, но и про него не забудьте. А чтобы вам было легче, обещаю, по пути исповедуюсь попугаю». «Вы богохульствуете! Птица не посвящена в сан. К тому же за глоток вина она готова даже дьяволу грехи отпустить». «Было дело!» Скромно потупился зеленый. «Вот видите, ваша бессовестная птица тоже богохульством грешит». «На себя посмотри, в борделе живешь, на алтари сморкаешься, у нищих воруешь». «Вот, вы сами видите!» «Я читал вашу священную книгу, и там сказано, что те, кто не сходят с пути борьбы с тьмой, получают частицу святости, равную принятию в сан, со всеми вытекающими последствиями. Разве зеленый с тварями?» «А я видел. В битве у Брода он храбро бросился на перерожденного, чуть с лошади его не сбил, а сам потом едва не погиб. Он просто герой в деле борьбы с поганью». «А еще я очень красивый». «Это само собой. А сколько раз он нас предупреждал о приближении погани? Как вам не стыдно в нем сомневаться?» «Я в вашей книге сэр Гарарас, канонизированный еще при жизни, оставшись в одиночестве посреди Ругийской пустыни, начал исповедоваться коню. Ангелы прослезились от этой картины, и пошел дождь, благодаря чему святой рыцарь не умер от жажды». «Но ведь это был боевой конь белого рыцаря!» «А у меня боевой попугай стражи, так что вопрос закрыт». «Танк так и стоял в ветхом сарае, а куда он отсюда денется? Низкокачественный металл заржавел везде, где можно и нельзя. Коррозия местами столь тесно прихватила детали друг дружке, что даже табун лошадей вряд ли сможет стронуть древнюю машину с места. Не мчаться ему на острие атаки, не наматывать на гусеницы тела порождение тьмы, не плющить в тонкие блины стальные доспехи детей могилу. Даже обстрелять их войско с этой высокой позиции он не сможет. Во-первых, очень далеко. Во-вторых, я не артиллерист. В-третьих, сомневаюсь, что это орудие вообще способно на выстрел, а если и способно, то не разорвется при этом, заодно снеся с плеч мою бестолковую голову. С места не стронуть, стрелять из танка дегенерат племенной вообще сюда припёрся, оставив войско на фанатика епископа. Я не стану обижаться на грубость, потому что заслужил. И впрямь незачем. Танк полностью бесполезен. Он не более чем насмешка судьбы, решивший подарить мне рояль, который не способен играть. Но судьба не с тем связалась. Я вовсе не дегенерат, я умный и хитрый человек. А если заблуждаюсь иногда, то из-за сложности обстоятельств, недостатка опыта и проблем адаптации к новым условиям. Ну с кем не бывает. Особенно в состоянии почти непрерывного стресса. Танк бесполезен. Я давно с этим смирился и даже в снах не катаюсь на нём по вражеским позициям. Но судьба, решившая надо мной поиздеваться, крупно просчиталась. Всё же подкинула кое-что полезное, почти незаменимое в сложившихся обстоятельствах. То, чего я при всём желании не смогу найти в этом мире, а если попробую сделать, потрачу уйму времени, которого у меня сейчас нет. Не знаю, куда подевались пулемёты и патроны к ним, а жаль, но знаю, где находится часть боекомплекта к пушке. Вот они лежат, родимые. Неведомый китаец позаботился об их сохранности, завернул в несколько слоёв просмолённой и промасленной парусины, на тёр воском. Своего рода консервация, спасибо ему хоть на этом. Свертки со снарядами, похожие на спелённых младенцев, я бережно выносил на руках и складывал перед входом в сарай. Итогом зловещей деятельности стали восемь уложенных в ряд смертоносных гостинцев. Пришло время браться за нож. В первом свёртке меня ждал облом. Нет, снаряд здесь был, но вот уж бесполезен, так бесполезен. Вершина эволюции монолитно-чугунного пушечного ядра. Противотанковый подкалиберник. Стальной стержень, оперённый с одного конца и заострённый с другого. Закреплённый в разделяющемся лёгком поддоне с диаметром по калибру орудия. Его назначение серьёзно бронированные цели. Вылетая с огромной скоростью, он легко прошивает стальные листы толщиной в сотни миллиметров. В нём нет ни детонатора, ни взрывчатки. Он и без них гарантированная смерть и машине, и экипажу. Разносит приборы и людей осколками корпуса. Сжигает воспламенившимся материалом сердечника. Я не танкист и не артиллерист, но слышал, что подкалиберники делают из ценных материалов. Там и вольфрам можно встретить, и даже обеднённый уран. Так что вещь не совсем уж бесполезная. Глядишь, придумаю применение в хозяйстве. Но сегодня он мне даром не нужен. Ещё здесь лежала гильза с пороховым зарядом, причём отдельно от снаряда. Покрутив её в руках, отложил в сторону. Пригодится. Следующий свёрток тоже разродился подкалиберным снарядом. Я уж было подумал, что других здесь нет и придётся корректировать планы. Но в третьем наконец оказалось то, что искал. Не подкалиберный. Но какой именно? Какой какой? Какой-то! Ну не разбираюсь я в этом, а справочника или интернета под рукой нет. Маркировку даже не пытался изучить. Я и по-русски вряд ли пойму, с чем имею дело. А уж по-китайски тем более. Что это вообще может быть? Не знаю. Но одно несомненно. Передо мной не монолитная металлическая чушка. Где-то в недрах этой гипертрофированной пули имеется взрывчатое вещество в количествах достаточных для поражения пехоты, зданий и сооружений, бронетехники. Снаряд готов к применению. На это моих познаний хватило. Но как привести его в боевое положение? Очень просто. Надо выстрелить им из орудия. Дальше все зависит от конструкции взрывателя. К примеру, он может взводиться под действием центробежной силы после раскручивания в нарезах ствола. Или от сильнейшего ускорения, добиться которого с помощью ручного махового усилия или, допустим, баллисты, не получится. Это все равно, что дунув на весы, выжить два центнера. Подавил в себе любознательный порыв изучить орудие на предмет поиска нарезов. Даже если она гладкоствольная, моих познаний и возможностей все равно недостаточно для приведения взрывателя в боевое положение. И еще я до зубовного лязга боюсь экспериментировать. Мне очень дороги руки и ноги, а также голова. Всего этого можно легко лишиться, если начать шутить с подобными игрушками. Больше подкалиберных не оказалось. Мне повезло сразу развернуть все имеющиеся. Оставшиеся шесть снарядов были двух типов. Подозреваю, что осколочно-фугасные и кумулятивные. По три штуки тех и тех. Попытавшись сложить взрывоопасные предметы в одну кучку, убедился, что объем у нее даже без пороховых зарядов получается приличный. Нет, для моего плана это слишком заметно. Оставил четыре снаряда по паре разных видов. Теперь займемся другим вопросом. Неглупый человек, у которого имеется своя машина, всегда найдет топливные баки у любого вида техники. Вот и я не так много времени потратил, прежде чем узнал, что этот танк когда-то питался дизельным топливом. Солярка и сейчас осталось, не сказать, чтобы под горловину, но прилично, и краник отыскался, чтобы слить немного для личных нужд. Жаль, что не бензин, или еще лучше, керосин. Но лучше, чем пустой бак. Грех жаловаться. Бордюк, правда, придется потом выбрасывать, запах солярки никогда не выветрится. Ничего, невелика потеря. Теперь надо спуститься вниз и глянуть в замок. Там ограблю кузнечные запасы, чмокну аллеру, что-нибудь перехвачу на кухне из горячего и, жуя на скаку, помчусь назад, в темнеющий лес. Спать некогда, сегодня еще многое надо успеть. Кстати, по пути можно пообщаться с зеленым, тем более, что епископу обещал исповедаться перед пернатым. У меня настроение сейчас почему-то интересное, энергия бьет гейзером. Прямо так из жажды деятельности достигла апогея. Поражение и кровь не сказались на настроении пагубным образом. Скорее, наоборот. И это хорошо. Лишь бы все получилось. Продолжение отчета добровольца номер 9. Отчет совмещен с исповедью. Здравствуйте, дядя Ваня. Спешу сообщить важное известие. Помните, вы рассказывали, что конкуренты успешно заслали сюда добровольца номер 14? Того самого маньяка с бензопилой из недорогого фильма. Так вот, я обнаружил кое-что подозрительное. Возможно, таких успешных засланцев было два. Первый, тот самый потрошитель. Второй, бывший или действующий президент той самой страны. Встретил Мулата по имени Обама. Очень насторожился и теперь намерен следить за ним в оба. А еще у меня неприятности, я проиграл сражение. Завтра попробую взять реванш, для чего намерен использовать возможности танка. Вы спросите, в своем ли вы уме танк ржавый и ни на что не годен, кроме как ржаветь и дальше, прибывая в сарае. Как вы намерены его использовать? А я отвечу, что это военная тайна. Вам, если все расскажешь, так вы аннулируете заявку на пулеметы, отмазавшись тем, что я и без них выкручиваюсь ловко и вообще умею из содержимого сортира изготавливать шоколадные конфеты. Так что продолжаю ждать подрыва вселенной и последующей посылки с пулеметами. Четыре часа назад я убивал, меня самого пытались убить, а я еду верхом на кусачи кобыли и несу разный бред попугаю. исповедь не помешает, а лучше психиатр. Теперь, собственно, сама исповедь. Зеленый, я очень грешен, убиваю людей, сожительствую с девой, не отягощая себя брачными узами, не соблюдаю постных дней, употребляю алкоголь, хотя не уверен, что это грех. Перестань так волноваться, я и без того знаю твое мнение по этому вопросу. Ну как, отпустишь грехи? Что? Ах ты жадная алкоголическая скотина, жмот, еврей летающий, да я настолько не нагрешил еще. Глава двадцать первая. Диверсант. Климат в Межгорье не сказать, чтобы тропический, но холодные зимы здесь редкость, а снега можно годами не видеть, если не приглядываться к далеким северным вершинам. Однако нам повезло, и морозы получили, и метели, все удовольствия сразу. Разве что серьезные водоемы продолжают сопротивляться, льда на них нет. Сейчас, правда, погода немного наладилась, но все равно холода стоит. Днем около нуля, ночью небольшой минус. жителям Челябинска по суровости до здешних аборигенов очень далеко. Туземцы могут в лютую стужу под открытым небом ночевать с таким сладостно-оглушительным храпом, что деревья шатают, и плевать им, что сверху снег, сбоку ветер, снизу земля мерзлая, а где-то рядом чудище бродит. Но это касается не всех. В силу природного любопытства я расспрашивал разведчиков о мелочах, которые они подметили у демов. И хорошо заметил, что те при каждом удобном случае старались развести костры и толкались вокруг тесным кругом, грея ладони. Поверх доспехов закутывались в плащи, накидывали одеяло. При отсутствии огня могли подолгу сидеть на корточках, обхватив руками колени. Так меньше потери тепла. Демы живут на юге, они привыкли к жаркой погоде. Им здесь неуютно, вот и не упускают ни единой возможности погреться. Я человек добрый и в душе закоренелый пацифист. То, чем приходится заниматься в новой жизни, мне не всегда нравится. Но куда деваться, если очень хочется эту самую новую жизнь растянуть, а многие почему-то против. Бегать бесполезно. Со своей способностью везде находить неприятности я далеко не уйду. Да и от старых грехов не скроюсь. Стражи здесь великая редкость и предмет повышенного интереса. Разве что сварить наконец зеленого, избавившись от такой предательской приметы. Идея любопытная. На досуге надо будет с ним ее обсудить. Вот интересно, откуда замшелый пацифист может столько знать о снарядах? Те, кто исповедует жизнь, лишенную насилия, подобными вещами не интересуются. Я, если не вспоминать рискованного детского периода, когда все мальчишки временно ничем подобным не интересовался. Какие-то кусочки теории запали в голову во время подготовки к заброске. Яйцеголовые всерьез рассматривали сценарий, при котором я попаду в мир, где цивилизация достигла уровня нашего девятнадцатого века. Этого вполне достаточно для создания установки, а с аборигенами за помощь я могу расплачиваться некоторыми знаниями. К примеру, конструкциями несложных артиллерийских взрывателей, прицелов, баллистических вычислителей и прочего. К сожалению, учить меня разбираться в маркировке боеприпасов земных армий они не сочли нужным. И применять их в диверсионной деятельности тоже не натренировали. Ну и не надо, у меня своя голова имеется и свой опыт. Был у меня хороший друг Миша, хотя почему был и есть? За стеной, которую преодолеть лох как непросто, но есть. Удачи ему и счастью побольше. Отличный человек, достойный. Что-то я отвлекся. Так вот, жизнь у Миши была несколько сумбурной, но так как душевный стержень в нем не слабый, он всегда находил возможность для не совсем обычной деятельности. Нет, не экспериментировал с алкалоидами индийской конопли, не участвовал в гей-парадах, не рыскал по стихийным рынкам с бейсбольной битой в поисках представителей неславянских народностей. Он человек идейный, причем идей у него много. Одна из них СССР велик, а его обломки политически аморальный хлам. Советские люди в годы Второй мировой войны совершили подвиг, а гнилое общество современных предателей решило это забыть. Миша не состоял в гнилом обществе, Миша ничего не забыл. Каждый год он дожидался тепла, одевался в затасканный камуфляж, взваливал рюкзак на плечи и уезжал в лес. Гнилое общество однажды попыталось его остановить из-за банальной кабацкой драки, закрыв в тюремное учреждение. Но даже пропустив из-за этого лета, он все равно вырвался осенью, пусть и ненадолго. В лес он ездил, разумеется, не за грибами или ягодами, в компании таких же идейных ребят и примкнувших к ним несознательных представителей гнилого общества, ищущих путей исправления или просто приключений. Он рыскал по местам былых сражений, разыскивая останки павших солдат. Кости собирали в мешки, а в конце сезона их обычно хоронили. Не просто так, а как полагается, с оркестрами, попами, залпами в воздух, гробами и речами представителей районных администраций. Миша, выходя из напичканного скелетами леса, был обычно грязен, угрюм, не брит, не трезв, и злоречив и сильнее, чем когда-либо, ненавидел породившее его общество. Доходило до того, что он поколачивал самых несимпатичных его представителей, из-за чего буйного поисковика нередко принимали менты. Пару раз при нем находили ржавые гранаты, патроны и прочие предметы из разряда эхо войны. И тогда уже принимали серьезно, вплоть до сырых стен следственного изолятора и вмешательства серьезного отца. В поисковом отряде подобного не одобряли, но терпели выходки товарища. Уж очень пробивной он был в спокойные периоды, да и отца лихо раскручивал на спонсорство. В итоге к этому настолько привыкли, что считали вахту какой-то неполноценной, если Мишу не замели. Как лучший друг Михаила, я, разумеется, тоже не избежал участия в его идейном увлечении. Серьезного мне ничего не доверяли. Раскапывал заплывшие окопы под присмотром опытных ребят. Ведрами и насосами осушал бездонные воронки или просто занимался хозяйственно-бытовой деятельностью. В ходе изысканий и посиделок у костра узнал много чего интересного. В душу запало, как тамошний народ нередко поступал с найденными неразорвавшимися снарядами и минами. Саперов тревожить лень, да и не факт, что приедут. Но мы же русские люди, у нас душа не успокоится, если будет знать, что где-то неподалеку валяется ржавый снаряд, который может бабахнуть. А вдруг его дети найдут и начнут разбирать молотками? Или браконьеры выплывят тол и переглушат всю рыбу в местной речке Вонючке. Встречались ребята, серьезно дружащие с саперным делом. В легких случаях они обезвреживали находку, выплавляли тол, корпус забирали в коллекцию. Но далеко не всегда решались на подобное. Состояние многих боеприпасов было настолько плачевно, что к ним опасались прикоснуться. Оставалось одно – уничтожить. Метод подрыва взрывоопасных предметов был незатейлив. Их обкладывали дровами как можно дальше, даже символически не пытаясь присутствовать при взрыве. А зачем? Его и так будет слышно отовсюду. К тому же стоять и ждать скучно. Пока он нагреется и шарахнет, пройдет неизвестно сколько времени. Старый снаряд – штука непредсказуемая. Может рвануть через считанные минуты, а может пролежать несколько часов, дождавшись полного угасания пламени, и коварно шарахнуть в тот миг, когда горе-саперы отважатся подойти с охапкой толстых веток для новой попытки. И полетят по содрогнувшемуся лесу осколки корпуса и кроссовки с оторванными ступнями. Однажды мне приснился неприятный сон. Ночь. Лес. Ухает филин, задувает колючий ветер, под ногами хрустят ветки. Холодно и страшно. Я один и замерзаю. И вдруг вижу вдали отблески большого костра. Радостно мчусь к нему и обнаруживаю, что рядом никого нет. Присев, протягиваю руки к теплу, блаженно щурюсь. И вдруг замечаю в пламени раскаленный докрасно корпус гаубичного снаряда. Проснулся я в холодном поту. Так что как минимум одно полезное знание я из тех поездок вынес. Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайся к кострам, разведенным неизвестно кем, если дело происходит в местности, богатой окопами, воронками, провалившимися блиндажами и прочими свидетельствами былых военных действий. Более того, прежде чем самому развести огонь, не поленись проверить почву щупом или хотя бы длинным ножом, иначе вместо шашлыков под водочку можешь получить билет в травматологию или на кладбище. Пришло время использовать старый опыт по назначению. Я ведь знал действенный метод подрыва снарядов. Для взведения взрывателя вовсе не обязательно использовать орудие. Да и зачем вообще взводить его загадочный механизм? Ведь чуткое инициирующее вещество неравнодушно к высокой температуре. Все, что нужно нагреть его. Не знаю, какая должна быть температура, но знаю, что в костре снаряд рано или поздно шарахнет. Естественно, при наличии взрывателя. Без него тол выгорает без взрыва. Гений-самоучка, наверное, может придумать способ вроде оборачивания в промасленную бумагу, поджигания и выстрел из катапульты. Но у меня нет ни газет, ни катапульты, ни гения. Остается одно – костер. Однако здесь возникла новая сложность. Сейчас мне нужно не просто взорвать найденный в оплывшем окопе боеприпас. Сейчас мне нужно уничтожить четырьмя снарядами как можно больше зверей в человеческом обличье. Демов. Как это провернуть? Подойти к ним, положить в костер несколько металлических предметов, после чего вежливо попрощаться и поспешно удалиться? Я не уверен в успехе такого мероприятия. Тогда что? Рискую жизнью попытаться взвести? И как? Стукнуть себя по лбу взрывателям? Не вариант. Я ведь очень смутно представляю работу их механизмов даже в теории, а уж на практике. Это ведь не простенькая конструкция, которой меня учили перед заброской. Это неизвестно что, но явно более современное. Кувалдой врезать? Ага. И стану первым местным космонавтом без корабля и парашюта. Разрезать напильником корпус, оголив инициирующий заряд? А потом что? Приспособить к нему донцы гильзы с капсулем? Ага. Именно так и сделаю. Уж очень охота побывать в космосе. Страшно. Подозреваю, что мощности взрыва не хватит для достижения орбиты. Будь на моем месте герой из книжек, он бы забросал демов из кустов, предварительно распилив взрыватели и вставив в их нутро макаронины артиллерийского пороха вместо фитилей. Но я, увы, на такое не способен. Снаряды слишком тяжелые, чтобы ими бросаться. Да и подорвусь при попытке вскрыть механизм. Сделать бомбы из пороховых зарядов? Я не уверен, что они вообще будут взрываться, но уверен, что в лучшем случае получу лишь малоэффективные хлопушки. Возможно, поэкспериментировав, сделаю что-нибудь приличное, но на это нужно время и материалы. Ни тем, ни другим не богат. Тогда почему, спрашивается, тащился в такую даль за бесполезным хламом? А потому, что епископу захотелось сжечь заброшенную корчму, и он высказал эту идею вслух. В тот же миг меня озарило. Я вспомнил про бесполезный танк, оставшегося в бесконечности Мишу, смертельные костры поисковиков и многое другое. Я понял, как можно взорвать демов или хотя бы перепугать до заикания. Способ не без изъянов, но и не фантастический. Реальный, в отличие от всего, что приходило в голову раньше. Главная дорога Межгорье, называемая на западе долины Старый Тракт, а на востоке почему-то Новый, проходила чуть севернее, параллельно Меге. Между ним и рекой тянулась низменная полоса труднопроходимого сырого леса. С болотами, многочисленными старичными озерами, с зарослями мерзопакостного кустарника, имеющего склонность к переплетению с соседями, что в итоге приводило к появлению живых стен, через которые даже лось с разбегу не мог проломиться. Через все это безобразие можно было пройти по нескольким малоизвестным тропам и одной дороге, проведенной в незапамятные времена. На ее перекрестке с трактом стояла крупная деревня, обнесенная невысокой каменной стеной. Там мы устроили временный лагерь. Путь оттуда шел почти точно на юг к Меге из-за нее и был достаточно комфортен. На сырых участках высокие насыпи, на подъемах в резке, на реке мост. Мост был непростым, я это еще днем приметил, когда проходил здесь, направляясь к месту столь неудачно закончившегося боя. Когда-то, похоже, его сделали целиком из каменных блоков, причем высота тогда была куда значительнее. или человеческие руки поработали над конструкцией, оставив лишь жалкие осколки былого. Сохранилось несколько массивных опор, да и то частично, а на них теперь покоился кое-как брошенный бревенчатый настил, легко снимающийся по центру, если необходимо провести судно. Насмешкой над былым величием выглядели остатки башни, сложенной из неподъемных камней, изображавшая прокаженного сифилитика на последней стадии. Других ассоциаций эта изъеденная временем фигура не вызывала. Думаю, раньше корабли легко проходили здесь без технических ухищрений. И охрана имелась. Наверное, пошлинно с купцов сдирала или берегла путников от разбойников. В любом случае место было популярным. И даже в наше время это не сошло на нет. Какой-то предприимчивый межгорец поставил на берегу корчмо. Еще год назад здесь можно было заказать сытный обед, напиться в хлам и узнать от проезжих последние новости. Все это осталось в прошлом. В настоящем лишь голые стены и ветер, завывающий в оконных проемах. Артарцы почему-то не сожгли это строение. И я еще днем из любопытства заглянул внутрь. Ничего интересного. Одно единственное помещение. Ни перегородок, ни отдельных комнат. Даже кухня не спрятана. Массивные столы на земляном полу. Лавки. В углу открытая глиняная печь. По сути, огромный очаг с решеткой и квадратный раструб над ним, плавно переходящий в конический дымоход. Зимними вечерами вокруг него сидели посетители, потягивая вино и пиво, да поглядывая, как стряпуха жарит цыплят. Караван Димов двигается неспешно, а нападение его еще больше замедлило, ведь часть рабов ушла с нами. Если я правильно понимаю, завтра враги окажутся как раз в районе моста. Они южные люди, мерзнут в холода. Ночевка под открытым небом их уже давно достала до печенок, а до Мальрока еще переться минимум два дня с такой черепашьей скоростью. Это не на коне скакать. К тому же замок еще не захвачен, и кто знает, может там на стылой земле придется до весны куковать. Упустят они возможность провести ночь под крышей, завесить оконные проемы, развести огонь в очаге. Да ни за что не упустят. Все разведчики уверяли, что при любой возможности демы устраивают костры, тут же собираясь под ними большими толпами. Лишь дозорным не дозволялось принимать участие в этих нескончаемых посиделках. И мои люди поступали так же. В этом мы все одинаковые. Не вижу причин, по которым пираты проигнорируют корчму и ее очаг. Искать там подвоха тоже не станут. В этом мире доминного дела додумались лишь иридиане. Но и там пока только неэффективные конструкции, тяжелых представителей погони. Самый теплый угол возле печи займут вожаки от. К ним будут жаться сотники и десятники. Ближе к дверям устроятся ребята попроще. Затягивать с заполнением помещения не станут. Все их предшествующее поведение говорит в пользу моего замысла. В идеале на улице останутся лишь дозорные и корабельная охрана. Корчма ведь не маленькая? Весов у меня нет. Но и без того понятно, что снаряды тяжелые. Даже в одном несколько килограммов, а четверка весит не меньше полутора пудов. Это не чистая взрывчатка. Металла в них все же гораздо больше, но он тоже не бесполезен. Будущие осколки на ближней дистанции способны пролететь сквозь толпу, порвав десятки тел. Они даже у кумулятивных снарядов есть, хотя там, конечно, очень несерьезно. Сколько людей может разместиться в корчме? Если в тесноте, то сотни две, наверное. Что будет, если в печи разорвется хотя бы один снаряд? Все погибнут? Не знаю. Вряд ли. Но думаю, тем, кто выживет, случившееся очень не понравится. Я видел, что оставалось на месте поисковых костров, поэтому и проснулся после того кошмара в холодном поту. А если долбанут все четыре? Это, конечно, будет сказочное везение. Ведь от жара сработает только один взрыватель. Есть шанс, что сдетонируют остальные, особенно если привязать их друг к дружке железной проволокой, как я и поступил в кузнице, соорудив что-то вроде обрезка пулеметной ленты с гипертрофированными патронами. Град, узнав, что я добиваюсь плотного и крепкого контакта корпусов, простодушно предложил не тратить ценного металла, а залить свинцом. Пришлось отказаться. Не знаю, как на такой нагрев среагируют снаряды, да и расплавится такое крепление в огне. Надежда на взрыв всех четырех есть. Это будет настоящая бомба. От корчмы только воспоминание останется, как и о тех, кто в ней при этом окажется. Душевное состояние уцелевших спрогнозировать трудно. Могут свихнуться от пережитого стресса или дружно разрыв сердца получат от никогда не виденного фейерверка, а может станут еще более злыми. Шансов на такую удачу немного. Мне доводилось видеть донцы мины с остатками тола. Даже в едином корпусе не вся начинка среагировала. А тут сразу о четырех размечтался. Чего еще можно ожидать от профана, не способного отличить осколочно-фугасный от кумулятивного? Да пусть хоть один рванет. Даже несколько погибших заставят их крепко призадуматься над перспективами похода. Может ну его нафиг этот проклятый мальрок с такими-то сюрпризами на юге спокойнее и теплее. Смущало лишь одно могут пострадать рабы. Жаль людей, да и планы у меня на них имеются серьезные. Но Обама рассказал, что на ночь всех загоняют в идущую второй галеру, оставляя под охраной. Даже если корабль в момент взрыва окажется поблизости, все равно дистанция составит не меньше полусотни метров и борт должен защитить от осколков. А если кому не повезет, то что ж, это война. Я не могу упустить шанса столь оригинально навредить противнику. Мне надо сполна рассчитаться за сегодняшнее унижение. Сбить с этих самодовольных садистов уверенность в своем превосходстве. Заставить шарахаться от любого шороха. Они у меня спать не будут. НРС заработают и неоперабельное заикание. Я на выдумке мастак. Ночь. Темнота. Старая корчма. Я здесь один. Никого не стал посвящать в свои зловещие замыслы. Если не получится, не пострадает репутация стража. Если все выгорит, добавится лишний устрашающий штрих к моей загадочности. А если все вообще пойдет на пять с плюсом, то, пожалуй, даже оставлю парочку чудом уцелевших. Отпущу. Пусть вернутся на свой юг и расскажут о местных ужасах. Глядишь, остальные действительно призадумаются. Ведь разгромлю этих, ничего не закончится. Раз не поленились такую толпу отправить, значит межгорье им зачем-то очень нужно. Но кому охота связываться с противником, который способен сметать с лица земли дома вместе с обитателями. Что-то я размечтался не на шутку. Ничего еще не готово, а уже делю шкуру неубитого медведя. Снаряды уложил с таким расчетом, чтобы смотрели в сторону противоположного угла. Это на случай, если первым сработает кумулятивный. Может и лишние предосторожности, не знаю. Не исключено, что таких вообще здесь нет, и это две разновидности осколочно-фугасных. Хотя вряд ли. Лишь бы не какие-нибудь дымовые или зажигательные. Там кроме психологического эффекта мало на что можно будет рассчитывать. Вроде лежат нормально и даже в глаза не бросаются. Обложил их углями и присыпал свежей золой. Место популярное у наших дозоров. Частенько останавливались на отдых, используя здешнюю печь. Теперь надо разбросать обгоревшие палки, принесенные от костра из военного лагеря. Аккуратненько разбросать, чтобы выглядело так, будто они не догорели именно здесь, а не где-то еще. Вот и все. Теперь снаряды заметить непросто. Сейчас натаскаю дровишек немного, свалю рядом. Это не будет выглядеть подозрительным. Просто народ, пользующийся печью, не все спалил в последний раз. Да и кто в этом мире будет ждать сюрпризов от обычного огня? Когда ничего не увидит. А если и разглядит снаряды в пламени, то примет за камни. Я не поленился покрыть корпуса глиной. Наверное лишнее, но не смог удержаться от перестраховки. Булыжники в очаге подозрения не вызовут. К тому же обмазка сыграет роль теплоизолятора. Увеличит срок нагрева, пусть побольше народу успеет собраться, а лучше, чтобы глубокой ночью рвануло. Сколько времени потребуется, чтобы взрыватели раскалились до критической температуры? Да понятия не имею, но надеюсь, не минуты, а часы. Во время лесных поисков обычно так и случалось, ждали подолгу. Все успеют уснуть, жар, медленно стекая по корпусам, постепенно нагреет те крохотные порции чуткого взрывчатого вещества, которые должны спровоцировать главный бабах. Подсветил тусклой лампой. Нет, снарядов и впрямь не разглядеть. Попугай, недовольный тем, что я никак не угомонюсь, хлопнул крыльями, сердито спросил. Что ты там ищешь, дурачок? Опять любимую дудочку потерял? Да нет, подумываю, а не сварить ли из тебя суп на этой чудной печи? Зеленый, что ты думаешь о демах? Остановятся они здесь? Шлюхины бабушки, они обожают пешие прогулки на мужскую гордость, так что непременно наведаются в наш бордель. Может мы отыщем незанятую перину и завалимся в уголке? До чего же спать охота? Перины не обещаю, но пора уходить. Здесь все, остается только ждать новых постояльцев. Я бы вон за тем столом не отказался выпить. Не советую, Верещагин. Барка заминирован. Опять слышу пьяные речи. Зеленый, прекрати русский язык пьяными речами обзывать. Бывает, что иногда ты при этом чертовски прав оказываешься, но обычно все мимо, а мне за державу обидно. Не пьян я, трезв, даже больно трезв. Молись, зеленый, чтобы все сработало. Без церковного венца что-то в глотки сухо и молитва не лезет. Святой Отец можно бы и налить, раз такое дело. Обойдешься. Сегодня я мусульманин и закон у нас сухой. Что, граждане демы, с тьмой снюхались, от правой веры отвернулись? Думаете, газовато на вас нет и знамени зеленого? А шахидов вы когда-нибудь видели? Нет? Аллах Акбар неверный. Чем дальше, тем пьянее ваши речи. Глава 22 Подлая война часть 2 Вы не подумайте, что смысл сегодняшней ночи был в закладке импровизированного фугаса и клоунаде на пороге заброшенной корчмы. Это я просто нервное напряжение сбрасывал привычным способом. Все же не сапер и чувствую себя неуютно, когда таскаюсь с тяжелыми предметами, способными быстро доставить меня до небес, причем по частям. И вообще, одному ночью как-то жутковато. В округе шествуют вражеские отряды, где-то южнее остались недовольные рейдеры. Темно, холодно и мерещится всякое. В книгах, конечно, герой многократно в одиночку разделывается с вражескими армиями. А если при нем и есть войско, то задача солдата проста – помощь в транспортировке трофеев. А мне вот приходится выкручиваться со своей неполноценностью. Пока я скакал то к танку, то к корчме и возился с прочими делами, моя армия не сидела без дела в ожидании приказа на выдвижение к куче добытых моими личными усилиями трофеев. Даже ночь не остановила бурной деятельности, итогом которой в идеале должен оказаться полный разгром незваных гостей. Пусть не сегодня, но завтра или чуть позже. Я обязан вышвырнуть демов из почти что своего графства. Одна группа разведчиков продолжала следить за противником, действуя на суше. Другая пыталась заниматься тем же самым с лодки, хотя эти скорее являлись диверсантами. Три сильных отряда в сопровождении проводников обшаривали северную местность с целью поимки шаек людоловов. Даже дневные события и ночная темень не остановили их деятельности, что свидетельствовало о низкой оценке наших боевых качеств или полном отсутствии связи. Несмотря на их фантастически тихое передвижение и наличие хорошо подготовленных лазутчиков вроде того лучника, в бою с превосходящими силами опытных бойцов они ничего серьезного не представляли. Быстро погибали, редко успевая нанести серьезный ущерб. Во временном военном лагере, устроенном в деревне на перекрестке тракта со старой дорогой на юг, мои ближайшие соратники из разношерстной толпы пытались спешно создать нечто похожее на управляемое войско. Ввиду нехватки командного состава зачастую на руководящие должности низкого звена ставили освободившихся рабов, среди них хватало бывалых вояк. Распределили убогие остатки замкового арсенала. Те, кому ничего приличного не досталось, изготавливали дубины и деревянные копья. Как и опасался Обама, без них не обошлось. Все опытные лучники были собраны в один отряд и неприметными тропками к полуночи вышли к реке ниже расположения противника, после чего с максимальной дистанции дали несколько залпов по освещенному кострами лагерю демов. Вряд ли удалось нанести потери, далековато, но переполох устроили изрядный. Психологический эффект усилило то, что использовались зажигательные стрелы. Враги, вместо того, чтобы отдыхать, были вынуждены затянуть ремни доспехов и выстраиваться в ожидании нашей атаки. Затем, выслав отряд легковооруженных разведчиков, они долго проясняли обстановку и лишь убедившись, что лучники ушли, сыграли отбой, громко бронясь на тему трусости межгорцев. Похоже, всерьез решили, что у противника не хватило духу лезть в бой. Струсил, не успев толком начать. Лучники по малоизвестной охотничьей тропке совершили короткий марш к тракту, сели на поджидавшие их повозки и вскоре добрались до корчмы, возле которой я их дожидался. Категорически запретив заходить в помещение, повел народ в лес, где мы подремали несколько часов у пары костров, дожидаясь подхода лодок из Мальрука. Затем расселись по половсредствам и направились вниз. Пора устраивать новую пакость, а то уже утро скоро. Поначалу шли ходка, но затем были вынуждены замедлить ход. Шум по воде разносится далеко, а нам важно не выдать себя раньше срока. Все же попались на глаза, но не вражеские, наткнулись на лодку с разведчиками. Двигалась она хоть и против течения, но быстро, так как прижималась к берегам, где вода никуда не спешила или вовсе стояла. Лазутчики уверяли, что до самых галер дозоров не заметили. Демы сильно нервничают и все внимание уделяют другой стороне, видимо, ожидая повторения обстрела. Что ж, на это мы и рассчитывали, расходуя ценные боеприпасы. Маленькая флотилия пошла дальше совсем уж тихо, лучники начали изготавливаться к работе. Команды моей лодки это не касалось, у нас такой же черной воде, спустившись до темнеющей на фоне неба громадины первой галеры, мы нанесли очередной подлый удар. С приготовленного заранее фонаря сорвали скрывающую огонь парусину. Я не доверяю никому, один за другим швырнул на палубу три узких кувшина, не забыв поджечь пеньковые фитили, пропитанные раствором селитры. В двух сосудах было дизельное топливо, в третьем скипидар. Наверху всполыхнуло как и объела корабль. Гребцы уже нетерпеливо сжали рукоятки весел, но я еще не закончил. Прежде, в период моего недомогания, в дни, когда состояние улучшалось, я пытался заниматься общественно полезными делами, в том числе и различными перспективными прожектами. В основном это заключалось в раздаче ценных указаний, которые, как правило, исполнялись плохо по причине слабого контроля и трудностей с пониманием. Один из Иридиан, мастер-медник, по моему эскизу сделал несколько медных трубок большого диаметра. Я вообще-то отрабатывал зачатки технологии получения простейших оружейных стволов, но полученные изделия не понравились. Почти забыл про них и уж, конечно, не стал испытывать. Хотя порох у меня был, причем бездымный. Точнее, был в перспективе, лежал макаронинами в зарядах к танковой пушке. В таком виде для мушкетов он не годится, но это поправимо. А вот черный приготовить не получится. Жалких крох-селитры, конфискованных у конфидуса, хватило лишь на пропитку фитилей. Сегодня медному хламу нашлось применение. Все четыре трубки я заполнен порезанными макаронинами, заклепал их с обоих концов, не забыв оставить фитили, идущие в мешочке с затравкой, остатками эридианского огненного зелья. Затем обмазал металл смолой, налепив кусочков свинца, прихваченных из замка, ради дополнительной осколочной массы. Похожим образом поступил с бронзовым кувшинчиком, наследством сэра Флориса. Хоть и ценная вещь, но для хорошего дела не жалко. Одна за другой пять импровизированных гранат отправились на разгорающуюся палубу, а вот теперь фонарь потушить, и ходу. Сейчас станет очень весело. Демы, может, и любили поспать в сласть, но к разя во мне относились. Хоть и прозевали крадущуюся лодку, но оперативно выяснили, что случилось. После первых испуганных криков кто-то уверенно проревел. Арбалетчики, по реке бейте, они на лодке пришли, сверху! Услышав это, мои грибцы удвоили старание, больше не заботясь о скрытности. В этот миг на палубе прогремел первый взрыв. Это я, конечно, преувеличиваю, скорее, очень громкий хлопок. Не уверен, что столь примитивная граната способна чем-то всерьез навредить, но психологический эффект определенно присутствовал, деловая суета начала переходить в панику. Когда рвануло в четвертый раз, уже действительно прилично, уши приласкало воплем боли и ужаса, кого-то явно зацепило. Как выяснилось впоследствии, главный корабельный дозорный, будучи недоволен из-за того, что все это безобразие поставят ему в вино, решил, что никто и не подумает тушить пожар, пока в огне и рядом с ним грохочут эти шипящие штуки, от которых разлетаются больно сжалищие кусочки металла. И он не придумал ничего лучше, как схватить одну, чтобы выбросить ее в воду. Медная трубка взорвалась в руке, оторвав пальцы и опалив лицо. Это был не единственный серьезно пострадавший при диверсии. Осколки удачно зацепили еще четверых, а несколько отделались легкими ожогами и ранениями. Обескураженные демы отшатнулись от огня подальше, и если бы не приказы искалеченного командира, ухитрившегося сохранить самообладание, галера бы сгорела. На его крик из берега подошли лодки с подмогой, дружными усилиями принялись сражаться с пожаром. А ведь были мысли соорудить из пары лодок брандер-катамаран, но нет же, понадеялся на солярку и скипидар. У меня прям судьба после драки кулаками махать. Арбалетчики на берегу, несмотря на некоторую растерянность и недосып, начали отрабатывать свой хлеб, обстреливая реку. В ответ из темноты полетели наши гостинцы, вступили в дело лучники на лодках. Им целиться было проще, отблески огня освещали арбалетчиков, а вот на реке иллюминации не наблюдалось. К тому же берега здесь высокие, нависающие над водой. Темной ночью, если смотреть сверху вниз, кроме мрака ничего не увидишь. Звезды лун не видно, их скрывает сильная облачность. Погода вредит демам не только холодом. В итоге наша стрельба была действенной, а вот у них наоборот. Отделавшись несколькими ранениями, легковооруженные арбалетчики откатились подальше, а наши занялись толпой, собравшейся на тушении пожара. Условия были почти как в тире. Лишь один минус, дистанция великовата. Три десятка луков работали без продуху, и дело ранеными не ограничилось. Промазать мимо толпы трудно, а доспехи у тех, кто ночевал на палубе, были, как правило, сняты. Я поблагодарил судьбу, и свою мудрую голову догадался не использовать на этот раз зажигательных стрел. Точность у них хуже, а вот демаскирующий эффект, особенно от факелов, колоссальный. Сейчас бы в нас били прицельно, а не суматошно пытаясь высмотреть в этом рассаднике коряк и непроницаемых темных карманов под обрывистыми берегами. Недолго длилось наше счастье. Командованию демов надоело нести потери. К тому же обстрел превращал тушение пожара в русскую рулетку. Загудел рог. Кто-то резко, уверенно начал командовать из толпы. Я тут же приказал перенести стрельбу на тот участок в надежде зацепить вождя. Тем временем часть демов начала продвигаться по левому берегу, пытались сократить дистанцию до минимума, чтобы наконец разглядеть нас. В основном шли арбалетчики, но и мечников немало, опасались, что на засаду нарвутся. Я до такого не сподобился, начиная с засада в условиях, затрудняющих отход, идея хорошая, именно к подобным задачам. Со временем я, возможно, обзаведусь таким, но пока что его нет и рисковать не стоит. Мой противник не склонен к игре в поддавки и еще неизвестно, кому больше достанется в тесноте свалки при ограниченной видимости и отсутствии свободы маневра. Гребцы налегли на весла, пора удирать, без шума не обошлось. Враги поняли, что мы пытаемся скрыться и помчались со всех ног. Хоть нам пришлось идти вверх по течению, но под берегом оно мешает не везде и разогнаться можно прилично. Простым шагом догнать лодки не получится. В лесу тоже бегать непросто. Тропы захламлены, под ноги лезут в упирающие корни, а темнота, как в угольной шахте. Нам все же попроще выгребать. В общем, чтобы догнать лодки, надо попотеть. И демы потели, гремели доспехами на всю округу. Я не считаю себя совсем уж трусливым человеком, но догадался заранее. В три десятка луков победить такое войско мы не сможем, так что бегство неизбежно. Неизбежно, значит предсказуемо. А на войне всякое предсказуемое действие надо обязательно подготавливать заранее. И мы подготовили. На самых широких и светлых участках троп, где противник неизбежно увеличит скорость, растянули бечевки, за которыми вбили в землю множество остро отточенных колышков из сухой древесины. Такое приудачу может серьезно покалечить или даже убить, если упасть на него, споткнувшись о веревку. Но это приудача, а я с такой непослушной дамой заигрывать не намерен. Поэтому, вспомнив славный опыт вьетнамских партизан, приказал ребяткам, готовившим эту подляну, смазать острия отходами человеческой жизнедеятельности. Каул это вместилище неисчислимого количества микроорганизмов, которые врань чувствуют себя как дома. Здесь им и кухня, и спальня, и сортир. Тяжелейшее воспаление гарантировано, причем развиваться оно будет ураганными темпами. А там всякое бывает. Возможно, нагноением отделаешься, а не повезет гангреной или заражением крови. Уж не знаю, какая у врагов медицина, но доводилось слышать, что они, как простые смертные, страдают и умирают после боев. Ничем не отличаются от обычных людей, несмотря на связанные с ними странности. Крики, раздавшиеся с берега, свидетельствовали о том, что наши подлые задумки оценены по достоинству. Демы моментально сбавили пыл, и дистанция перестала сокращаться. Видимо, начали прощупывать траву перед собой палками, а быстро ли при таких делах сможешь двигаться. Ну, а я не решился останавливаться для возобновления обстрела. Это будет уж чрезмерной наглостью. Ведь демы могут начать погоню и по правому берегу, а там у нас никаких сюрпризов нет. Ну, не успели подготовить. Хотя людей, знакомых с местностью и лесом у меня немало, но на все направления их не хватает. Посылать громыхающих латников или матерящихся через шаг бакайцев не рискнул. Самые сильные стрелки с запредельных дистанций пульнули еще несколько раз, и на этом бой завершился. Мы вновь бесславно отступили, не став доводить дело до мечей. По воде хорошо доносились вражеские крики, нас обзывали подлыми трусами, уличали в разнообразных проявлениях зоофилии и требовали немедленно вернуться, чтобы закончить разговор по-мужски. К сожалению, на некоторых лучников эти крики воздействовали плохо. Они провались отвечать обиженной похабщиной, демаскируя наше положение. Приходилось рыкать и грозить карами, но, похоже, никто не считал, что мы превратились в вораву подлецов. Уже плюс. Мне бы спокойных месяцев пять или шесть, глядишь, и смог бы создать войско отморозков, для которых вообще нет ничего святого. Ничего, у меня еще все впереди, если переживу ближайшие дни. Итогом этого вечера и долгой зимней ночи были две группы людоловов, атакованные в занятых ими деревушках, два обстрела их основных сил, поврежденная галера и несколько освобожденных из плена штатских межгорцев. А еще я не уверен, что в стане противника есть хотя бы один, которому удалось хорошо отоспаться. Сегодня им мешал не только холод. Рассчитывать на продолжение охоты за охотниками не приходилось. Разведчики уверяли, что из лагеря на реке новых людоловов больше не посылают. Те, которых накрыли последними, относились к группам дальнего радиуса действия. Они просто еще не знали, что обстановка изменилась и надо срочно возвращаться. Достоверно известно, что демы потеряли двенадцать людоловов убитыми и одного пленным. Еще нескольким в темноте и суматохе удалось сбежать, среди них были раненые. Ущерб от обстрелов и диверсии остался тайной, хотя досталось там далеко ни парочки неудачников, судя по тому, что мы видели и слышали. Галера, к сожалению, оказалась слишком пожароустойчивой, не сгорела, но какие-то повреждения огонь нанес. Если сильная, то не завидую врагам. Корабль придется уводить назад, на озеро, и вместо него пригонять новый. Учитывая, что калека идет впереди, задача непростая. Как в узком месте реки провести его мимо второго? Там ведь фарватер всего ничего, если попробовать на веслах, то им места для размаха не везде хватит. Значит, или расчищать на широком участке все русло, или придумывать что-нибудь еще. Даже не знаю что, хоть по суше в обход тяни. В любом случае это грозит потерей времени. На бедных демов столько сегодня навалилось, что я даже заволновался. А вдруг бедолагам придется остановиться, вызывать подмогу, ждать. А для них ведь в корчме новая гнусная подлость приготовлена. Я жду не дождусь, когда гадов туда набьются, как сельдей в бочку, к очагу поближе, к теплому огоньку. Даже рад, что галера не сгорела, перекрыв своим остовом фарватер. Иначе бы пришлось снимать фугас во избежание случайного подрыва особо тупых разведчиков или дозорных, пожелавших погреться, несмотря на категорический запрет. Пролилась и наша кровь. Людолова оказали отчаянное сопротивление, убив одного и тяжело ранив троих. Двоих лучников зацепило болтами, к счастью, не слишком серьезно, а гребцу на моей лодке прострелили бедро, и он потерял много крови. Основные потери мы сегодня понесли из-за парочки все тех же чудовищных псов. Животные издали почуяли неладное, а пока с ними разбирались, хозяева выбрались из домов и успели наделать бед. Но даже если в лагере пострадало не больше десятка демов, а я думаю, что побольше, все равно соотношение потерь радует. И не стоит забывать про психологический эффект. Мало того, что не выспались, так еще и ожидают продолжения, бодрствуют, вглядываясь в ночную темень. А это нам только на руку, как ни странно. Ведь не может человек все время держаться наготове. Это большая психологическая и физическая нагрузка. Сколько можно проторчать, не отходя в кусты по нужде, не отвлекаясь на еду и питье. Каждый миг ожидать вражеской атаки. Злые, не выспавшиеся, замерзшие, испуганные. К такому они не приучены, здесь так не воюют. Не могу сказать, что мое войско в идеальном состоянии. Хотя лагерь у нас в удобном месте, и никто на него не нападал, но многим пришлось вместо сна заниматься важными делами до рассвета. Тем же лучником. Ничего, мои стрелки днем спокойно отоспятся, а вот демон придется продвигаться дальше. Пусть попробуют подремать на редких привалах на замерзшей земле, или даже на хэду, да еще в постоянном ожидании очередной пакости от противника. Если не сумеем их остановить возле корчмы, то дальше пиратам придется не сладко. Самых никчемных ополченцев я направил чуть выше и сейчас без устали ввалят лес, захламляя и без того непростой фарватер. На некоторых участках дно забрасывают стволами с заостренными обрезками сучьев. Выходит что-то вроде гигантской браны. Топят их с помощью утяжелителей, камней и мешков с песком. Провести корабль через такую преграду нереально, а вытащить ее непросто. Если демы и шагу без своих кораблей ступить не могут, то им там неделю придется пахать без перерывов и выходных. Лучше бы вы, ребята, шли по суху, не связываясь с коварными реками почти что моего графства. А еще лучше вообще не приходили. Глава 23 Великая битва за корчму Тройка бродяг, разодетых в живописной лохмотье, дружно поклонилась, проделав это с гордостью родовитых и Дальго, скорее обозначили легкий кивок. Что поделать, в Межгорье даже самый последний батрак считает себя как минимум до жути независимым человеком, а как максимум пупом земли. Здесь никогда не было рабства или насильственного прикрепления к земле. Не нравится, барон, уходи к другому. В отличие от закабаленных простолюдинов той же империи, местные считали себя полностью свободными и не забывали это показывать перед сильными мира сего, в том числе и передо мною. То, что за душой у тебя нет медной монеты и таскаешь тряпье, не страшно. Сохраняй достоинство, как и полагается свободному человеку. А чтобы подчеркнуть это лишний раз, никогда не выходи из дома с пустыми руками, всегда будь при оружии. Нет денег на приличный меч или топор, нож ржавый возьми или дубину. Хоть что-то должно быть обязательно. Помни, имперским крестьянам отказано в праве на самозащиту. Там на городских воротах могут к серпу придраться, а за топор вне двора или вырубки сразу к палачу сволокут, если инструмент на топорище и не упрятан на дно мешка. В артаре с этим проще, но не на многое. События последнего года снизили плотность населения в десятки раз. Замки обезлюдили, деревни и хутора брошены. Смерть и тлен повсюду, но это не касается оружия. Даже оставленное без хозяев, оно не могло потерять боеспособности за столь короткий срок. В данный момент сложилась парадоксальная ситуация. У меня есть две сотни неплохих бойцов, точнее уже больше. Среди гребцов таких набралось без малого шесть десятков, что с лихвой компенсировало кадровые потери при вчерашнем бое. Но вооружать пополнение нечем. Амуниция раненых дружинников, латников и ополченцев, взятая взаймы под мою гарантию, была каплей в море. Ведь общее число голых и босых новичков приближалось к полутора сотням. Замковых запасов можно даже не упоминать. В кузне сейчас махали молотами все, кто был на это способен. Я освободил таких мастеров от воинской службы и отменил все другие заказы. Но темп производства был удручающ. Там и за три отпущенных года войско не обеспечить при здешних технологиях, даже если бросим все остальные занятия. В итоге трофеи, взятые с людоловов, оказались весьма кстати. Жаль их мало, к тому же стоило трудов хотя бы временно передать их в достойные руки. Здесь закон прост, что взял с убитого тобой врага, то твое. Лишь если хозяин тела неизвестен, начинается дележка. Пал от стрелы делилось на лучников, а топора распределялось среди тех, кто рубил. Такой невыгодный порядок надо ломать, что момент неподходящий, традиции на ровном месте крушить чревато. Вот после серьезной победы, на волне взлетевшего до небес авторитета и общего упоения собственной крутостью, посмотрим. Среди межгорцев хороших вояк встречалось очень мало, зато попадалось немало увольней, вооруженных на зависть любому латнику. Вот как эта тройка, спустившаяся с холмов, чтобы пополнить мое доблестное войско. У плохие, и кераса стальная у вожака, пара шлемов великолепных и третий тоже ничего. Меч не из дешевых, боевые топоры, длинный кинжал на разукрашенном бронзой поясе. Если собрать все это добро, выйдет целое состояние по местным меркам. Где они взяли такое сокровище? Если судить по рожам и внешнему виду, у них даже в лучшие годы из имущества, кроме пары драных коз, ничего не водилось. Глупый вопрос. Где и все остальные брали? Рискуя жизнью и душой, выходили к местам боев, сдирая с еще теплых тел доспехи и вздрагивая от каждого шороха. Лазили по замкам, разоренным погонью. Возможно, резали чересчур зажиточных, но не расторопных коллег-беглецов. В ситуации, когда стальной клинок дороже миллиона мешков золота, а законов больше нет, не каждый удержится от соблазна. Межгорцы не торопятся, прибывают в час по чайной ложке, но их уже набралось больше двух сотен, да и в Мальроке, наверное, тоже имеются, ведь в основном идут туда, ничего не зная про лагерь в лесной деревне. Оттуда, конечно, направляют ко мне, но дело это не мгновенное с местным темпом существования. Пока за жизнь переговорят с обитателями замка, пока соберутся, пока дойдут неспешно с частыми привалами. И это не единственный источник пополнения. Время от времени подходят хорошо знакомые родные личности, пряча глаза, бубняни в разумительные оправдания, обвиняя кого-то неизвестного в собственной нерасторопности. Иридиане и межгорцы, реже бакайские ополченцы, которые при разгроме слишком уж увлеклись отступлением, ухитрившись умчаться так далеко, что потеряли связь с основными силами. Самые умные подались в замок и там им объяснили, где нас искать. Остальные так и шатаются по округе в поисках непонятно чего. В итоге у меня сейчас немногим более пяти сотен боеспособных мужчин, и еще около двух сотен занято инженерными работами на реке. Цифра приличная, но следует учитывать пестроту вооружения и доспехов. Полное отсутствие такого понятия, как слаженность действий, откровенную ненадежность и неопытность большинства отрядов, неудовлетворительную индивидуальную и групповую боевую подготовку. Основная масса ничего не стоит в поединках один на один, а в битвах понятия не имеют, как держаться в строю. А еще ядреный дух всеобщей беззалаберности доставляет удовольствие. Из плюсов могу отметить лишь немного воспрянувший боевой настрой. Ночные действия народ решил признать эпической победой. Приличную численность, даже при самых худших раскладах, нас гораздо больше, чем врагов. Наличие многообещающих командиров из дружинников, латников и бывших рабов. Негативные отношения к противнику. Глупым рыцарством вояки больше не страдают. Почти все насмотрелись на дела рук людоловов и даже без моей пропаганды о честной войне уже не заикаются. И эту разношерстную толпу я собираюсь вести в ночной бой. Почему ночной? Потому что зимний день короток и дема его использует почти до полной темноты. Потом уже становится на ночлег и если разведчики не ошиблись, сегодня устроят его как раз в районе Корчмы, постаравшись успеть до нее добраться. В идеале внутренне бьется пара сотен врагов, после чего нам останется лишь прикончить уцелевших. Если не повезет, под фугас попадет лишь парочка дозорных, которые займутся растопкой печи. Или даже вообще не сработает. Выбросят снаряды, не взорвутся, передумают ночевать под крышей. И тогда нас ожидает повторение пройденного. Бой на малом пятачке, стесненном со всех сторон труднопреодолимыми препятствиями. Однажды мы уже это пробовали и отступили. Сегодня намечается попытка номер два, причем на третью можно не рассчитывать. Дальше местность становится еще хуже, а потом река начинает расширяться, переходя в озерный залив. Демы, преодолев полосу сграждений, смогут пересесть на галеры и двинуться к замку по воде. Уверен ли я в победе? Нет, конечно. Один раз демы уже ткнули меня носом, причем проделали это, будучи в меньшинстве. Да, порядочные воины в такую пору на дело идут только при крайней необходимости. Но крайняя необходимость здесь бывает одна. Враг напал, а я собираюсь нападать сам. Почему? Да, потому что демы нападать не собираются. Игнорируя наше присутствие, продолжают тащить свои корабли. Ими не глупцы командуют, понимают, что ключ к победе спрятан за стенами Мальрока. Захватив замок, они лишат нас защиты и запасов. Получат великолепную базу для завоевания всей долины. Так что их поведение оправдано. Все силы на продвижение к главной цели. Единственное, что предприняли после наших демаршей, усилили дозоры. Всех спецов пустили на поиски разведгрупп, из-за чего сведения начал получать с запозданием и далеко не в прежнем объеме. Лазутчики теперь не могли подкрадываться чуть ли не к центру лагеря. К тому же им часто приходилось спасаться бегством, сбрасывая погоню с хвоста или пытаясь завести ее в подготовленную засаду. Последнее ни разу не удалось. Вероятно, наши намерения выглядели слишком очевидными для опытных головорезов. Если мы ничего не предпримем, максимум через неделю демы окажутся около замка. Там лесов не будет, местность слишком открытая, а у них много хороших арбалетчиков и отличные доспехи. У нас же все наоборот. Так что если не сейчас, то утром. Но при свете уже пытались, не понравилось. Остаются в темноте, не воюет никто в темноте, но так это замечательно, мы первыми будем. Выступили задолго до заката, но сумерки были сродни вечерним. Естественно, уже привычная низкая облачность, временами обдающая снегом. Хмуро, холодно, страшновато. Шли неторопливо, берегли силы. Задолго до реки остановились, выслали вперед дозор с приказом найти разведчиков. Ждать пришлось долго, я даже притоптывать начал. Сапоги качественные, но не для мерзлой земли. Сейчас бы валенки в самый раз. Пользуясь случаем, конфидус, встав рядом, опёрся на свой меч переросток, завёл беседу. Дан, а не лучше ли ударить прямо сейчас? Корчме ведь настоящая дорога ведёт, она пошире тех троп будет. Если выстроить по ней ладников и дружину, хороший колок получится. Демоны не вовсе и толпой навалятся, начнут давить, те под натиском без паники отойдут к полянам, где мы со всех сторон можем накинуться. Толпа у нас хорошая, окружим и задушим массой. Если всё получится, они там многих порубать успеют. Да и не удержим всех, прорвутся назад. Но кто-то уйдёт, кто-то останется. Нам главное их пощипать как следует, тогда скорее всего вернуться в море. Не так уж много у них сил, чтобы терпеть постоянные потери. У нас тоже, так что сперва попробуем мой план. Если он не сработает, то позже будем пробовать по дороге ударить. сомневаюсь, что получится их выманить, но рискнуть можно. Сомневаетесь, потому что в прошлый раз они не преследовали нас? Да, это потому что врезали мы им тогда хорошо, и видно было, как нас много, а дружинников с латниками не испугаются и расстреляют из арбалетов. Но наши не увольни деревенские, да и лучников за спинами можно поставить, чтобы прикрыли. Дан, вам разумеется виднее, но все же хотелось бы хоть в общих чертах знать, что вы задумали. Вы не поймете, и я еще не знаю, получится или нет. Там в корчме что-то вроде тех штук, которыми вы в ловушках убиваете бурдюков. Что именно? Не помните, как рассказывали мне про колья, что над огненным порошком поставлены? Помню, но ими бурдюка убить сложно, они скорее пугают или калечат. Вы там такие же установили? А где зелье взяли? Мы так и не смогли запасов обновить. Не колья, но похоже. И гораздо сильнее. А... Конфидус, я честное слово не могу рассказать. Это что-то вроде Кирта, но очень капризная. Если получится, демов полежат немало, а остальные будут испуганы. Кирт не богоугодное это дело. Епископ неодобрительно покосился на штучку. «Все, что против демов, Богу угодно. Если не нравятся мои действия, пишите донос инквизиторам». Конфидус едва не рассмеялся. «Донос? Харьку или его вонючкам? Более смешных слов я в жизни не слышал». Показался возвращающийся дозор. Впереди всех широко шагал старый знакомец Люк, некогда неотрывно бегавший за мной, будто собачонка, а теперь командир одной из групп разведчиков, самостоятельный опытный охотник и великолепный стрелок. Поприветствовав меня кивком, доложил. «Похоже, на ночлег сейчас становиться будут. Где тебя так долго искали? Да они сегодня бешеные, рыщут повсюду. Даже в болота незамерзшие пытаются лезть. Нигде от них не скрыться. К тому же снег этот не кстати. Как присыплет, так свежий след издали видно. Устали заметать. Да и не всегда получается. Близко не смогли подобраться. Да где там с такими делами? Издали. Сквозь деревья кое-что видели. Ночлег в корчме устраивают. Похоже на то. Место удобное, и галеры уже рядом. Первую так и тащат. Да, нос у неё закопчён, но вроде ничего страшного. Хорошее дерево. Не занялось всерьёз. Дозор на северной дороге выставили. А как же? Около дюжины арбалетчиков. Место удобное. Незаметно к ним никак не подберёшься. Если попадёмся на глаза, успеют отойти, предупредив остальных о нападении. Как их обойти, не знаю. Я развернулся к епископу. Выдвигаемся. Только очень осторожно. У полян разведать опушку. Если дозор дальше не выдвинется, встанем там. И что делать будем? Стоять на готове и ждать. Ветер к вечеру тих, и это меня радовало. Ведь и без него холодно. К тому же не люблю, когда меня раскачивает. А будь погода пободрее, так бы и получилось. Ведь сижу сейчас на макушке древнего дуба. Одного из трёх великанов, вымахавших на опушке. Растут в один ряд. Скорее всего, посаженный человеческой рукой. Когда-то, возможно, здесь целая аллея была. Или шеренга. Но до наших дней дожили лишь эти замшелые счастливчики. Вид сверху открывался великолепный. Хорошо различались далёкие башни Малерока на западе. Поросшие лесами холмы на севере. Водная гладь огромных озёр на юго-западе и юго-востоке. И верхушку двускатной крыши корчмы тоже можно было разглядеть среди голых деревьев. Демов не видно. Но дым там поднимается несколькими столбами. Похоже, печь растопили и костры развели. Темнело, а я всё так и торчал на макушке древесного великана. Мёрз и сгорал от нетерпения. Неужели ничего не получилось? В печи уже наверняка вулканический жар, а снаряды и не думают взрываться. Может, я чего-то не предусмотрел? Может, их нашли и выбросили, чтобы не мешали дрова подкладывать? Да мало ли что там могло произойти. Вот сиди теперь и лязгай зубами, диверсант хренов. По закону подлости всё случилось, когда я зачем-то уставился на небо. Сверкнуло, на миг осветив нижнюю границу туч. Опустив взгляд, успел увидеть, как неестественно ярко озарились далёкие деревья и верхушки мачт, застывших на реке Галер. В окрестностях корчмы тьму разогнало вспыхнувшее озеро света. В тот же миг громохнуло так, что я едва не повторил участь спелого жёлудя. Руки от неожиданности чуть не разжались. Уставившись в сторону корчмы, ничего толком не рассмотрел. Какое-то скромное остаточное зарево, толком ничего не освещающее, и яркие точки, разлетающиеся во все стороны. И больше ничего. Полный мрак. А ещё непонятный шелест, истушные крики людей, сонное карканье ошалевших ворон, пробудившихся в полной темноте. И тошнотворный, душераздирающий вой нечеловеческой силы. Будто у реки целая толпа страдает от невыносимой боли. Скатившись вниз, будто профессиональная обезьяна, я рванул к дороге, на ходу крича. «За мной! Не забывать прострой! Не забегать вперёд! Кто опять пихаться в спины начнёт? Таких резать самим, чтобы демам не помогали!» Ноги приплясывали от нетерпения. Хотелось бегом донестись до реки, чтобы оценить результаты диверсии. Но нельзя. Выстроившее войско быстро двигаться не сможет. Опять стадо получится. Пришлось охладить пыл и занять своё место. За монолитным строем латников и дружинников. Последних опять пришлось использовать пешими. Но не виноват я. Ландшафтные условия не позволяют проводить кавалерийские атаки. Тем более, что в темноте лошади неадекватны. Но самыми первыми двигались не они, а отряд из трёх десятков отборных лучников, хорошо себя зарекомендовавших прошлой ночью. Где-то впереди засел дозор, и подобраться к нему незамеченными не получится. Они вряд ли станут принимать бой, разрядят в нас арбалеты и бросятся к основным силам. На стрелков вся надежда. Пусть хотя бы прорядят эту кучку, добавив прыти и паники. В идеале, конечно, надо прикончить всех бесшумно, но на это надежды мало. Против нас не слепые идиоты воюют. С каждым шагом всё отчётливее слышны крики боли и ужаса. Вой и рыдание. Растерянные команды. Звон амуниции. Где-то совсем близко на дороге должен стоять дозор, но никого не видно. Или после ухода люка демы подались в лагерь, или бросились туда после артиллерийского фейерверка. И от потрясения позабыв про все приказы и опасность нападения. Мы уже рядом. Деревья впереди озаряются сиянием зарева. Не похоже, что это единичные костры. Всё гораздо серьёзнее. Тук подсветил факелом над головой, помянул имя бога в суе и грубо выругался. Среди изломанных веток застрял смятый наруч, из него свисало что-то скользкое, сочащееся красным. Впереди кто-то вскрикнул и тоже произнёс плохие слова. Лучник едва не наступил на оторванную голову. Передовой отряд вырвался из леса на обширную поляну перед мостом. На её дальнем краю должна стоять корчма. Но ничего подобного. Там лишь россыпь чего-то тёмного на снегу. Какие-то горящие груды. Дым. Крики. И суета. Три костра неподалёку брошены. Никто не греется возле них. Не лежит, завернувшись в плащ. Да и сами костры выглядят неважно. Их размазало взрывной волной. А вот и ближние враги. Две фигурки, валяющиеся сломанными куклами. И одна ползающая, что-то невнятно мычащая, неловко пытающаяся подняться. «Стоп!» – крикнул я, обрадовавшимся латником, собравшимся было рвануть вперёд без остановки. Чудо! Но нас ещё не заметили. Иначе чем объяснить, что никто вообще не реагирует на появление новых действующих лиц? Демы толпятся возле остатков корчмы. Некоторые вытаскивают оттуда пострадавших. Что-то кричат, суетятся. Но основная масса просто смотрит, будто не может поверить своим глазам. Они ни на что не реагируют. В том числе и на нас. Шок. И врагов, на удивление, мало. Неужели их и впрямь набилось в корчму под потолок? Стрелкам не пришлось приказывать. Выскочив перед тяжёлой пехотой, они быстро растеклись в стороны, чуть отступили, стиснув отряд Дирбза с двух сторон. Взялись за Локи. В деморализованную толпу полетели первые стрелы. Только теперь наше присутствие стало настолько очевидным, что под барабанную дробь по телам и доспехам противник начал что-то предпринимать. Надо отдать демон должное. Несмотря на всеобщее потрясение и полное отсутствие командных криков, большинство, действуя на вбитом годами службы автоматизме, отреагировало как полагается. Буквально из ничего возник уже знакомый строй, но за тремя отличиями. Он был каким-то неубедительным на вид, на флангах не стояли арбалетчики, а в шеренгах не наблюдалось копий. Отдельные, конечно, виднелись, но не та монолитная двухэтажная расчёска, которая нас стеснила вчера. Так, чудом сохранившиеся зубчики. Неудивительно. Я хорошо видел раскиданные у костров копья. Похоже, взрывной волной свалило шалашек из них, и никто из уцелевших не стал хватать громоздкое оружие, когда направился к месту взрыва. Из леса выбирались наиболее хорошо защищённые ополченцы и бывшие рабы. Подругань Арисата и вторящих ему десятников сотниками они наращивали строй, оттесняя лучников всё дальше и дальше. Те, тоже ругаясь, расходились в стороны, стреляя на коротких остановках. Пока что всё шло прекрасно. Места хватало на всех. Фатальной толкотни не наблюдалось. Но кто знает, что будет, когда из лесу вывалится вся толпа. Получится устроить задуманный охват. Сумеют ли командиры совладать с неопытными бойцами в этом мраке и под начавшимся обстрелом? А обстрел непременно начнётся. Я уже видел, как некоторые демы начинают возиться с арбалетами. Обернувшись к тенью, бегавшему за мной току, я поднёс к факелу в его руке две оставшиеся гранаты. Затем протиснулся через нехотя раступившийся строй, размахнулся, швырнул в толпу врагов первую, с укороченным фителем. «Эй, свиньи! Ну как, вам понравилось? Держите ещё! Берегите головы! Может оторвать!» Медный цилиндр ударился озимь. Покатился. Замер в паре шагов от первого ряда. Никто даже не дёрнулся. Враг, похоже, не испугался. А затем, распираемый пороховыми газами, корпус не выдержал. Рвануло. Вспыхнуло. Под оспехом и щитам простучали осколки. Не сказать, чтобы зрелищно. Но Димов проняло. Дружно заорав, они рванули в стороны, разрывая строй. Никто не хотел находиться рядом со страшным местом, где продолжается кровавая чертовщина. «А вот теперь по-настоящему! Сейчас вы все передохнете! Рванёт сильнее, чем в корчме!» Прошлой ночью при взрывах на галере Димы тоже не сильно радовались, но серьёзной паники не было. Сегодня всё по-другому. Похоже, они и впрямь поверили, что огненный ураган, разнёсший корчму, дело моих рук. Иным не объяснить того, что они позабыли про всякое подобие строя. Лишь бы не оказаться рядом со страшной шипящей штукой. Подальше от неё, куда угодно. И плевать на всё остальное. Кто-то кинулся назад, с разбегу забежав в реку. Другие брызнули в стороны, уткнувшись в монолит переплетённых зарослей кустарников на опушке. Лишь единицы остались на месте, что-то пытаясь сделать. Ими никто не командовал. Всё происходило спонтанно. Взрывев нечленораздельно, я понёсся на толпу деморализованных врагов. Сейчас мы вам за всё сразу отомстим, а чухаться не позволим. Треснул второй взрыв, усилив панику. Впереди, наконец, поднялась ползавшая возле костра фигура. И, вытянув руки вперёд, походкой зомби направилась в мою сторону. В разрыве среди туч показалась луна. В её свете я отчётливо разглядел лицо дема. Точнее, то, что когда-то было лицом. Кровавая маска без носа и глаз. А скал верхней челюсти и отсутствие нижней, оторванной вместе с подбородком. Ещё недавно меня бы от такой картины как минимум передёрнуло. А сейчас лишь равнодушно покосился, оставив в стороне. Уже будучи в нескольких шагах отмечущихся врагов, Вдруг понял, что-то неладное. Обернулся. Так и есть. Моё доблестное войско стояло на том же месте. Лишь некоторые несмело продвигались вперёд, поражаясь собственной храбрости. Да уж. Похоже, с психологической атакой я несколько переборщил. Диверсия и моё последующее действие напугали не только врагов, но и своих. Никто не хотел украсить снег своими внутренностями или оторванными конечностями. Это добро здесь валялось чуть ли не на каждом шагу. Ладно, чего стоять, раз уж я уже на месте. Вот и первый кандидат на отправку в ад. Пришедший в себя латник Демов подбирается, замахивается мечом. Пора выпускать подругу на волю. Штучка привычно бросается в лицо противника, выстреливает серебром клинка. И пошла потеха. Теснота строя не мешает. Враги мечутся, как носки педаренные. За самый конец рукояти, чтобы лупить силой, рассекая доспехи и кости, снося конечности и головы. Знай, маши со всей дури, не подпуская к себе никого, отскакивая поближе к своим при первом признаке приближения жареного петуха. Да они и не очень-то стремятся. Мало кто пытается защититься. А уж об атаке думают единицы. Лишь отбегают или вообще не замечают опасности. Стрелы продолжают бить по их телам. Подоспевшие товарищи тоже вступили в дело. Несмотря на ситуацию, успеваю запомнить главных смельчаков. Тука, Обаму и флегматика Риттала. Вот уж на кого бы не подумал, так на этого сержанта. Дальше уже почти незнакомые лица. В основном такие же бывшие рабы, как Обама. Им, похоже, есть о чем пообщаться с недавними хозяевами. Много вопросов накопилось. Причем все срочные. Что тут скажешь? Даже попугаю не о чем докладывать. Жалуюсь на несправедливость судьбы. Я боялся повторения дневного разгрома и заранее назначил место сбора, чтобы не разбегались по лесам. А на деле боя вообще не было. Ну, или почти не было. Резня. Когда пятеро-десятеро кидались со всех сторон на одного, отнимали оружие, валили на землю, забивали дубинами и топорами, кололи ножами под латы. Бежать пришлось не нам, а демам. Но вряд ли кому-то улыбалась удача. Тяжесть доспехов теперь играла против них. Лишь в одном месте толковый командир сумел организовать десятка-три бойцов, но допустил ошибку. Вместо того, чтобы дисциплинированно и четко отступить в лес, он зачем-то потащил пиратов через всю поляну в сторону замка. Дойти до зарослей им, конечно, не позволили. Хотя наше войско, увлекшись охотой на легкую дичь, потеряло строй. Но, понеся существенные потери при первой попытке наскока, стало умнее и быстро окружило обидчиков, заставив перейти к круговой обороне. Те отбивались отчаянно, пролив немало крови. Но результат был предрешен. Их задавили толпой. Несколько рабов под предводительством Обамы прямо по мосту добрались до пришвартованной к нему галеры. Ворвались на палубу, не дав демов перерезать швартовые. Связали их боем. Затем подоспевшее подкрепление захватило корабль. Со второй галерой все могло бы оказаться гораздо сложнее. Она стояла посреди реки. Но демы сглупили. В панике подняли якоря, надеясь, что течение унесет их подальше от опасного места. Вначале так и было. Понесло вниз. Стукнула баллиста, метнув снаряд в толпу наших бойцов. Но затем корабль развернуло. И корма уткнулась в наш берег. Глубина, по счастью, там оказалась подходящей для штурмовых действий. Взобраться на палубу было несложно. Тем более, когда это дело прикрывали три десятка лучников. А под ногами ревели в сотни глоток, подчуявшие приближение свободы рабы. Без потерь не обошлось. Но это лишь из-за большого количества надсмотрщиков. Назвать их сопротивление отчаянным не поворачивался язык. Многие сдавались в плен. Падая на колени и поднимая над головой пустые руки. Неужели они и правда надеялись, что у них есть будущее? А с виду и не подумаешь, что столь наивные. Впрочем, десятка четыре связали. В основном из-за моих строгих приказов, розданных еще перед боем. Когда разобрались со второй галерой, я послал вниз по берегу отряд лучников с группой разведчиков. Пусть изучат следы. Если заметят, что кто-то ушел, догонят. Мне не нужно, чтобы оставшиеся на озере и побережье узнали про случившееся. Это помешает дальнейшим планам. Группу толковых ополченцев направил в другую сторону. Пусть враг разбит, но надо окружить расположение дозорами. Затем, приказав навести порядок в этом бардаке и притащить ко мне парочку не самых потрепанных пленных, отправился на руины корчмы. Уж очень хотел изучить дело своих рук. Будто магнитом туда тянуло. Что я могу сказать? Мог бы и не ходить. Не эксперт я. Не смог понять, как все произошло. Сколько снарядов рвануло, тоже не понял. Место, где их закладывал, можно было опознать лишь по отсутствию трупов и частей тел. Чудовищной силой отсюда вымело абсолютно все. Пятачок развороченной земли. Ни камней, ни решетки. В стороне нашел странного мертвеца. Точнее, часть его. Туловище в смятом панцире. На глубоко вдавленной груди отверстие, с виду проплавленное. Возможно, след от кумулятивной струи. Если так, то значит не все снаряды были осколочно-фугасными, а лишь два. Хотя слабо верится, что оказавшись на пути огненного потока, можно отделаться всего лишь аккуратной пробоиной. Дальнейший осмотр подтвердил сомнения и впрямь поработал осколок. От корчмы осталась лишь часть дальней стены. Сколько при этом пострадало демов, не понять. На глаз не меньше сотни. Но разве можно что-то определить точно в этом кровавом месиве из обломков здания, столов, лавок, кусков тел, трупов, обрывков амуниции, оружия? Сила взрыва была такова, что решетку обнаружили на первой галере. Та разорванная и перекрученная, будто выжатая тряпка, вонзилась в полбу. Попугай, осторожно опустившись на плечо, уставился на пятачок зоны тотального уничтожения. Поежился, ошеломленно пробормотал. «Так вот какая у нашего дурачка дудка!» «Туп отправлю», – стандартно пригрозил я похожим тоном. «А замок моего охреневшего кузена твоя катапульта сможет разнести?» – уточнил Зеленый. «Легко». «От таких известий, милый, мое душевное здоровье пошатнулось. Хорошо бы выпить ругийских капель, а еще лучше межгорского вина, и желательно побольше». «Перебьешься». «А как же празднование грандиозного успеха? Где веселые девки и накрытые столы?» «А ты тут при чем? Летал где-то, пока мадрались, и появился, когда все уже закончилось». «Я б делал! Без меня все в лужи утонете, салаги сухопутные! Губы печет, будто раскаленный якорь поцеловал! Боль души полагается залить соком южных виноградников! Эй, тарактерщик, и чего? За дудочку!» «Будет лето – будет виноград! Будет виноград – будет сок! Будет сок – получишь!» «Я знаю, что ты имел в виду перебродивший сок, но мне не до тебя. Не видишь, что вокруг творится? Сейчас меня стошнит. И попробую прямо на тебя это проделать». Зеленый, значительную часть свободного времени, занимающийся личной гигиеной и прихорашиванием, взмыл в небо самолетом вертикального взлета. Больше всего в жизни он боялся запачкаться. Даже руками трогать себя не позволял. Ведь прикосновениями можно осквернить его чистейшие перья. Эстет – блин. Тук, протолкавшись через муравейник, собирающих трофеи бойцов, заставил встать на колени парочку схваченных демов. Оба были изрядно потрепаны в ходе боя, затем поколочены после пленения и выглядели не слишком угрожающе. Горбун, считая, что ничего плохого о нем не сделать не в состоянии, – взмолился. – Сэр-страж, дозвольте соберу добро с тех, кого вы порубили, и я. А то ведь бессовестных людишек везде хватает, растащат и не посмотрят, что чужое. – Иди, – кивнул я, оглядывая пленников. Оба рослые, плечистые, лица простые, вполне европейского вида. Незаметно в них ничего южного. Шлемов и оружия нет, но остальное не успели отобрать. Оба в пластинчатых доспехах, кольчужных юбках, высоких сапогах. Руки поясами связаны за спинами. Нормальные ребята на вид. Их отмыть, и можно ставить в одну шарингу с бакайцами. Не тлючишь. Хотя помнится, что среди людоловов встречались ярко выраженные семитские физиономии, но этих даже в темноте за арабов не примешь. Что с ними случилось? Как такое может быть? Язык не поворачивается назвать их нелюдями, как доказывал своим бойцам. Не верится, что эти на вид обычные парни ради забавы издеваются над стариками и водят дружбу с омерзительными созданиями. Один совсем плох. Так и норовит завалиться на бок, закатывая глаза. Из его ушей сочится кровь. Похоже, здорово приложило при взрыве. Второй в бою и при диверсии вроде не пострадал, зато били его усерднее. А куда бить, если тело доспехами прикрыто? Правильно, только в морду. Лицо у него превратилось в сплошной синяк с расплющенным носом и щелочками заплывающих глаз. Но держится бодрее. Так что с него и начну. «Ты знаешь, кто я?» Быстрый взгляд на меня, потом на штучку в руках. Разбитые губы растянулись в кривую хмылки. «Страж, нам рассказывали о тебе». Понятно. Тоже умеют информацию от пленных получать. «Дем, я могу убить тебя быстро. А могу медленно?» «Очень медленно. Ты даже не представляешь, что мы умеем делать с молчунами». «Ну так спрашивай, сам не тяни». «Сколько вас здесь было? Сколько осталось на тех галерах, что в озере? И сколько людей у Адана, который на побережье?» «Я точно сказать не могу. Здесь на ночлег примерно сотни оставалось. Может, полторы. На озере десятка три-четыре. У Адана вся его ото. Три столько-четыре десятка от него забрал». Мгновенно оценив цифры, я понял, что Дем водит за нос. «Думаешь, мы не знаем, сколько вас? Ты не с теми связался, чтобы врать с честным видом?» «Я не соврал. Сказал то, что знаю». «Думаешь, я настолько глуп, что поверю в такое, что на шести больших галерах всего лишь три с половиной сотни воинов или четыре?» «Да ты просто жалок в своем вранье». «Я такого не говорил. На вопросы, которые ты задал, я ответил правдиво. Страж, не смей говорить, что я лгун. У нас таких нет». «Да что ты говоришь? А я вот слышал, что Демы со стражами не общаются, а ты почему-то не прочь словом переброситься. И кому теперь верить? К тому же я точно знаю, сколько вас. Ты лжешь». «С тобой говорить можно. Теперь». Странно выразился пленник. «Я не врал. Неужели не хватает ума понять мои слова?» Мимо пробежал Арисат. Мельком показился на лица пленников. С досадой сообщал. «Триса найти не могу. Неужто удрал? Чтоб его медведь приголубил. И бака тоже ищут. Те, кто знали его. А епископ окончательно сбриндил. Собирает своих людей для молебна. Хочет грех ваш замолить». «Грех?» «Ну, корчму ваше колдовство разнесло и поубивало многих. Говорит, грех это не богу угодно. Колдовство. А по мне, очень даже не грех, а полезная штука. Жаль, что вы раньше такого не делали. Ух, мы бы таких дел наворотили. Прячьтесь все!» Внезапно я понял, что меня насторожило в ответах Дима. Если он говорит правду, то... Резко обернувшись к пленнику, чуть не закричал. «Трис пошел к Мальроку, оставив вас охранять галеры?» Дим, скаля прореженные зубы, злорадно ответил. «Мы узнали от пленных, что все ваши воины в лесу. Замок остался без защиты. Его сейчас можно голыми руками взять. С нами вам повезло, но Мальрок вы потеряли. Ты бесчестным колдовством убил много наших воинов и почти всех командиров. Но все равно проиграл. Трис вызвал рейдеров. Он пообещал смотрящим отдать языческий холм и помочь с убежищем на первое время. Вам тоже не уйти. Имея рейдеров, он вас везде достанет». И Трис бросил два корабля почти без охраны? «Он никого не бросал. Без колдовства вы бы нас не победили. Вас много, но вы не воины, а грязь под нашими ногами. Он захватит крепость, чтобы вам негде было от нас спрятаться». Я не хотел в это верить. Как так? Наши разведчики ни о чем подобном не докладывали. Как они могли не заметить ухода большого отряда на запад? А ведь могли. Бегая от дозорных, часто оставляли демов без присмотра. А срывающийся время от времени снег быстро прячет следы. Мы одержали блестящую победу. С минимальными потерями разбили сильный отряд, охранявший корабли. Освободили около двух сотен рабов. Захватили галеры. Много амуниции и оружия. Мы взяли пленных. За нами осталось поле боя. И тем не менее, в лучшем случае, наша победа – пирова. Дем был прав. Мальрок сейчас можно взять голыми руками. Там лишь команда Грато при кузне. Полтора десятка никуда не годных ополченцев. Женщины, дети, старики. И несколько лучников из отряда Рыжей Смерти. Последними командует Альра. Глава 24. Почти честный бой. Если верить наскоро допрошенным пленным, в разгромленном у корчмы отряде насчитывалось немногим меньше полутора сотен демов. Если прибавить к ним уничтоженные шайки людолувов и потери в первом бою, то всего противник потерял около двух сотен воинов. Прибавить к этому оставшихся на озере и побережье получится около трех с половиной или четырех. Итого, три смог взять с собой не более полутора сотен бойцов, но скорее меньше, в районе сотни. Увы, точнее подсчитать невозможно. Не такая уж серьезная цифра. Да, в Майроке не закончили установку решетки на воротах. Но даже малыми силами перешейек можно было легко оборонить от противника, не имеющего осадного оборудования. Но все меняют слова пленных насчет вызванных тварей. Похоже, тех самых, которые гоняли мою команду по южным лесам. Сколько их? Неизвестно. Но даже тех, которых мы видели на берегу озера, достаточно, чтобы обеспечить защитникам Майрока немало неприятностей. Мелким визгунам не нужны лестницы и осадные башни. Они на любую стену легко вскарабкаются, да и пауки-носильщики в ловкости обезьянам фору дадут. Если хватит ума напасть с тыла, тайно, то легко откроют ворота остальным. И тогда замок обречен. Пленники были уверены, что замок уже взят. Но я отчаянно надеялся на обратное. Ведь если так, все кончено. У нас нет припасов кормить большое войско, и нет возможности быстро отбить замок назад. Вряд ли ворота оставят нараспашку. Разве что захватить струги с осадным припасом. Причем не факт, что это получится. И нет гарантии, что он вообще там есть. Но иначе нам останется только рассыпаться по лесам, чтобы выжить. И тогда перестанем существовать как единое войско. А Демы, сидя в Майроке, легко нас уничтожат по частям. А еще при таком раскладе мы теряем всех своих женщин, детей и стариков. Нет, надо надеяться на лучшее. Стены Майрока высоки и крепки. Защитников хоть и мало, но среди них есть лучники, а стрел хватает. И про баллисту не стоит забывать, что на башне перешейка установлена. И надо спешить. Мчаться как можно быстрее. Мы обязаны успеть. Как я не рвался назад, но сразу выступить не удалось. Войско после победы было дезорганизовано, дружно предавалось радости мародерства. И ни о чем другом большая часть бойцов не помышляла. Даже известие о хитром маневре Демов не подействовало. Все продолжали веселиться, считая, что круче нас теперь только яйца. А Трис со своей шайкой пусть подождет нас возле замка, куда можно неспешно направиться после рассвета. Но не с руки великим победителям суетиться. Криками и тумаками собрали четыре более-менее боеспособные сотни. Остальных бросили заниматься зачисткой поля боя от тел и снятием смели засевшей галеры. Неправильно, конечно, разделять силы. К тому же оставшихся сейчас может разгромить любой маломальский серьезный отряд. Но выбора нет, как и времени. Мы не можем до утра наводить порядок в этом бедламе. Если выживу, всерьез займусь организацией костяка профессиональной армии, чтобы не видеть больше этого козлиного стада. Но это дело далекого будущего. Сейчас придется воевать тем, что есть. Не успели мы удалиться на пару километров, как нас догнал полусотенный отряд рабов под предводительством Обамы. Элитные отморозки не хотели пропустить резню и сумели организоваться для этого. Слишком велик их счет карбовладельцам, чтобы удовлетвориться единичной победой. Такие ребята нам пригодятся. Марш по зимнему ночному лесу, проходящий по кривым тропам, не самое приятное занятие. Народ устал. После боя на многих накатила апатия. В общем, как ни подгоняли людей, войско опасно растянулось. Не желая терять время, я пошел вперед с отборной сотней и увязавшимися рабами. Те тоже готовы были мчаться без привалов. Если отставшие и дальше будут плестись беременными черепахами, то между нами получится разрыв в полчаса, если не больше. Это когда до места доберемся. А еще оставалась надежда на дружину. Арисат я послал в лесную деревню, чтобы взяли лошадей. Если подоспеют к месту схватки, у нас будет своя кавалерия. Местность возле замка благоприятствует действием конницы. Благо им не придется петлять по этим узким тропам. Проскачут по тракту. Добравшись до лагеря ополченцев, устраивающих завалы на реке, убедились, что мы на правильном пути. Трис побывал здесь несколько часов назад, сходу атаковав самых слабых моих бойцов. Те, к счастью, не стали переть на рожон. Разбежались кто куда. Что помогло избежать полного разгрома. Демы, не отвлекаясь на преследование, оставили за собой почти четыре десятка тел. Перепуганные иридиане и межгорцы только сейчас осмелились собраться. Причем на том же месте. И обсуждали случившееся столь шумно, что не заметили нашего приближения. То, что они не выставили дозоров и не послали гонцов, вообще в голове не укладывалось. Вот с такими кадрами приходится воевать против профессионалов. Из леса мы выбрались темной ночью. Восток начал светлеть лишь при подходе к мосту. На снегу виднелись многочисленные следы врагов, но копыт кавалерии не наблюдалось, а Ресат еще не подошел. Ждать его или идти дальше? Глупый вопрос. Рядом крошечный гарнизон отбивается от тварей и демов. А мы, значит, будем прохлаждаться в отдалении? Если даже не устроим боя с ходу, то хотя бы заставим отказаться от штурма. А там попробуем протянуть время, дожидаясь основных сил и конницу. Рискованно, конечно. Сил не так уж много, но для защитников замка дорога каждая секунда. Смутные дни остались в прошлом. После рассвета погонь начнет себя чувствовать неуютно, а уж в полдень ее вряд ли получится в бой погнать. Небо сегодня смело стливилось. Ни туч, ни облаков. Солнечно будет и морозно. Как раз то, что нам надо. Верхушки замковых башен я разглядел с первыми лучами рассвета. А когда дорога вывела за сплошную линию садов, увидел и стены, и россыпь темных точек на перешейке. Очень многие не сдержались, и войско издало дружный вздох облегчения. Ворота были закрыты, замок стоял. Но подробный осмотр заставил нахмуриться. В Мальроке, похоже, дела совсем плохи. Демы скучились в ворот, ничего не опасаясь. Там же виднелись крупные фигурки каких-то тварей. Если защитники еще живы, то почему их не обстреливают? Лучники есть, стрел много. Или уже дошли до такого состояния, что нет сил оттягивать тетиву? Или некому? Без бинокля трудно разглядеть детали, но, похоже, врагам досталось. На снегу там и сям неподвижно застыли темные черточки тел. Пара раненых, поддерживающих друг дружку, ковыляет подальше от ворот. Вот они-то нас и заметили. Замахали руками. Наверное, что-то закричали. Демы начали откатываться от стен, и только теперь я понял, чем они там занимались. Рубили топорами ворота. Да уж, работенка не для ленивых. Им бы до вечера пришлось брешь пробивать, и то очень сильно сомневаясь в успехе. Порядочные средневековые вояки предпочитали решать вопрос огнем. Тоже долго, но с гарантией и не так опасно. Хотя и эти не надеются на сталь секир. В сторонке длинную лестницу сколачивают. Это гораздо хуже. С тяжелой пехотой пиратов такому гарнизону встречаться противопоказано. Пользуясь моментом, я попытался оценить силы противника. Похоже, раздельные допросы пленных дали правильный результат. Действительно, не больше 130. К тому же есть убитые и раненые. И тварей не так уж много. Я лишь 8 капачей насчитал. Правда, парочка очень приличных. Не хуже того, с которым столкнулся впервые. И еще несколько помельче. Но этих можно не опасаться. В отличие от первых дней пребывания в этом мире, я на многие вещи теперь посматривал смелее. Страшный противник, если при расстройстве желудка ночью приснится. А на деле просто тупые, живучие животные. Целые сутки толпой гоняли меня с товарищами по лесу, и даже покалечить толком никого не сумели. Дилетанты от нечистой силы. Димы, отойдя от замковых стен, выстроились в три шеренги. Застыли. Позади их строя потеряно бродили твари, не обращая на нас внимания. Их больше привлекал замок. Мы тоже остановились, выстроившись аналогично. Спешить некуда. Чем дольше протянем резину, тем лучше. К нам вот-вот подойдет подкрепление, а Димам на помощь рассчитывать не приходится. Вдруг один из врагов вышел вперед, снял шлем, нацепил его на копье, поднял вверх, помахал. Смысл его действий был непонятен, но тук громко прояснил. «Свиноеды хотят о поединке договориться, или даже о нескольких. А что, я не прочь хорошенько размяться перед дракой?» «Это демы. Они не стоят поединка!» Фыркнул Дирбс, покосившись в мою сторону. «Но поговорить-то можно?» Не сдавался тук. «Сэр-страж говорил, что нам надо время протянуть до подхода Аресата или отставших. Вот пока разговор будем вести, появится дружина, а там и все остальные. Бой нам сейчас начинать не с руки. У них парочка крупных копачей, да и те, что помельче не подарок. Таких копьями не удержать». «Правильно мыслишь», кивнул я. «Стойте все, я сам схожу». «Но меня-то хоть возьмите!» Взмолился Горбун. Подумав, я кивнул. «Хорошо, только оружие не выпуская из рук, я им не доверяю». «И правильно делаете!» Мы сошлись на середине поля, разделяющего выстроившиеся отряды. И наши лучники и их арбалетчики могли покончить со всеми несколькими залпами, но никто и не думал стрелять. Даже более того, метательное оружие держали подчеркнуто не на готове. Демов было трое. Два высоченных мечника в пластинчатых доспехах с огромными прямоугольными щитами и пухлый здравяк в великолепных латах, украшенных серебром и бронзой, с фазаньем пером на отполированном до блеска шлеме. Глаза черные, острые, насмешливые. Поглядывает с превосходством и с чем-то еще, будто знает что-то важное для меня, тайное, и кичится этим знанием. «Трис?» — уточнил я. Кивнув, тот спросил в ответ. «Страждан?» Тут уже кивать пришлось мне. Странно, но, встретившись с вожаком Демов, я почувствовал облегчение. Мой последний опыт поединков закончился плачевно. Нарвавшись на тварь в человеческом облике, с трудом сумел победить, после чего умирал несколько бесконечно долгих месяцев. Сейчас, с новыми силами и знаниями, можно уже не бояться повторения той истории. Все равно боюсь. Но Трис — обычный человек, просто да нельзя самоуверенный. Ничего, это мы легко исправим, когда настанет его время. «Сэр, страж, раз уж мы встретились, то не размяться ли нам перед боем? Ваш воин против моего. Можно парами или даже тройками. От вас и от меня собрать людей для организации ставок. Солдаты это дело любят. Тут в стране удобная ложбина есть для поединков. Или можно прямо здесь. Тоже открыто и ровно». «Поединков не будет», — равнодушно произнес я. «Но почему? Неужели у вас нет приличных воинов?» Последнее было высказано с подчеркнутой издевкой. Тук не выдержал, вспылил. «Засуль назад свой гнилой язык! Поединков не будет, потому что вы их не стойте!» Подумав немного, Тук, желая усилить эффект, добавил, что демони могут рассчитывать на честный бой по причине того, что кушают свиней. Причем это не самое унизительное из того, что они с ними проделывают. Трис не обиделся, осклабился, покачал головой. «Не знаю, как насчет воинов, но хамящее быдло у вас точно есть!» «Узнаю, бакайца!» «Сэр, страж, если вы противник поединков между нашими ребятами, то зачем вообще согласились на эту встречу?» Внешне я выглядел спокойным, но в голове работала исполинская вычислительная машина. Ведь чувствуется, Трис что-то мутит, скрывает, тянет. «Тянет?» «Да он, как и я, пытается затянуть время, чего-то дожидаясь. Отчего может дожидаться командир, столкнувшись с практически равным ему по численности и вооружению отрядом, к тому же имея с другой стороны непокоренный замок? Только одного. Изменение обстановки в свою пользу. Зачем пришел? Да потому что хотел кое о чем поговорить с уродом, держащим тварей на поводке. Левая рука распрямилась выстрелившей плетью. С пяти шагов вбил в лицо ближайшего мечника пластину метательного ножа. Миг. И правая, отпустив штучку, повторила то же самое со вторым. Волшебное оружие не успело упасть. Подхваченное раскрыло лезвие. С разумахом кинулось понизу вслед за стремительно откатывающимся противником. Трис незакрасивые глаза командовал бандой головорезов. Успел среагировать. Прикрылся щитом. Уже замахивался длинным узким мечом. На вид из очень приличной стали. Разогнавшаяся штучка скользнула под нижним краем щита. Взрезала штанину чуть выше голенища сапога. И двинулась дальше. Оружие на длинном древке – страшная вещь. Им можно врезать, как ничем другим. Если при аналогичной амплитуде движения руки острие меча смещается на полметра, то кончик клинка той же ноги нато может пройти полтора метра. Два. А то и больше. Все от размеров зависит. И это при одинаковых затратах времени. То есть мы получаем огромный выигрыш в скорости. И, следовательно, в поражающей способности. Правда, не всем так дано владеть этими непростыми смертоубийственными предметами. Я умел. Выражение «упал как подрубленный». К трису применилось буквально. Штучка оставила его без ног. Прыгнув вперед, я повторил прием против устоявшего мечника. Не так эффективно, но тоже заставил упасть. После чего добил колющим ударом в шею. Тот не смог толково защититься. Метательный нож рассек лоб, и кровь заливала глаза. А вот не надо было забрало поднимать, идя на переговоры. Тук, выкрикнув что-то злорадное, быстро завершил четвертование триса. Бакайцы его очень не любили, и упустить такого момента он не мог. Третьему мечнику помощь не понадобилась. Нож удачно пробил глазницу, убив его мгновенно. «Еще поединщиков позовем!» Возбужденно прокричал возбудившийся до идиотизма горбун. «Щит хватай, придурок! Сейчас начнется!» Времени возиться с застежками не было. Взмахом штучки отрубив руку, я присел за выставленным щитом. Вовремя. В него тут же что-то силой ударило. Следом лязгнул металл. Болт срикошетил от латтука. Только после этого он последовал моему примеру и примастился рядом. Скорчившись за неширокой защитой, мы, зажмурившись, пережидали беглый обстрел. Арбалетчики будто сатанели. Забыв про все остальное, лупили строго в нас, не обращая внимания ни на что другое. Наверное, обиделись сильно. Мы ведь поступили крайне подло, нарушив один из незыблемых законов войны. Нельзя трогать вождя, пришедшего на переговоры. Дистанция позволяла бить прицельно, но все же великовато для максимально эффективной стрельбы. В упор такое оружие может щит пробить, хоть болт наверняка засядет, но если кольнет в руку, будет больно. Ничего подобного сейчас не происходило. Хотя ударило сурово, но терпимо. Наши товарищи недолго любовались на происходящее. Уж не знаю, по команде или спонтанно, но помчались вперед. Ведь предварительных приказов не было, я понятия не имел, как пройдут переговоры, делая ставку на приход Триса. Пехоту поддержали далекие крики пара десятков глоток. Из садов показался авангард дружинной конницы. Ну, теперь чья возьмет. Без роялей в виде китайских снарядов. Без пороховых гранат. Без управляемых тварей. Все по-честному. Болты перестали барабанить по щитам. Стрелки наконец поняли, что занятие это малоперспективное. И переключились на более интересные цели. Поздно. Наши уже пересекли половину дистанции. Рискнув высунуться, я сочно выругался на причудливой смеси русских и бакайских экспрессивных слов. Мой элитный отряд атаковал бешено несущейся толпой, позабыв про всякое подобие строя. И что самое странное, многоопытный конфидус всячески форсировал процесс распада, криками подстрекая бежать как можно быстрее, не дожидаясь отстающих, и бить кого попало. Ему, наверное, виднее, но что же мы будем делать, когда столкнемся с идеально ровными рядами тяжелой пехоты? Обернувшись в сторону демов, я увидел, что никакого ровного строя там нет и в помине. Погонь, наверное, на солнце перегрелась, или впрямь без Триса озверела. Ничем иным ее действий объяснить нельзя. Твари, до сих пор не обращавшие на нас ни малейшего внимания, вдруг встрепенулись и дружно рванули в сторону потенциальной дичи. На их пути оказалось войско пиратов, но это нечистых не остановило. Они разорвали строй в нескольких местах, расшвыряв мешающих им людей в стороны. Более того, парочка тех самых копачей-переростков не стала мчаться дальше. Они с похвальным энтузиазмом начали истреблять своих союзников. Против ударов этих великанов даже латы спасали далеко не всегда, особенно если в дело шла левая лапа. Впоследствии пленные рассказали, что я был прав. Именно Трис держал погонь под контролем. Его скоропостижная кончина сняла тварь из поводка. Великое счастье демов, что некоторые в силу инерции приказа не стали бросаться на ближайшую добычу, а выбрали себе в противники нас, помчавшись кратчайшим путем, сквозь строй пиратов. Лишь парочка самых матерых занялась исключительно ими, но этого хватило. По сути, вместо того, чтобы сражаться против людей, темные отбивались от своих ужасающих союзников, подарив нам немного времени. То, что епископ отдал авантюрный приказ мчаться в атаку со всех ног, добавило нам еще несколько секунд. Мы использовали это время на разделку погони, сохранившей остатки соображения и покорности. Причем я в этом почти не участвовал. Опытные бойцы без суеты принимали тварей на два-три копья и удерживали, пока отрабатывали топорщики. Мне лишь пару раз дали взмахнуть штучкой. И все, враги закончились. Нас ведь полторы сотни, а монстров единицы. Слишком неравные силы. Слева промчалась конница, разворачиваясь для удара с фланга. Хотя какой здесь может быть фланг? Войско демов – такая же неорганизованная толпа, как и мы. К тому же они до сих пор не сумели разобраться с неожиданно возникшей проблемой. С великим трудом свалили одного гиганта. Но второй, весь утыканный копьями, продолжал резвиться. Несколько демов успели развернуться, выставляя копья. Но это было столь же бесперспективно, как пытаться остановить пальцем разогнавшийся поезд. Боевой конь – дорогая игрушка. Он ни погони не боится, ни строя копейного. Уж не знаю, как их дрессируют, но своих денег они стоят. Говорят, в исторической перспективе тяжелая пехота сильнее конницы. Хотел бы я, чтобы человек, это сказавший, оказался на месте втоптанных в мерзлую землю пиратов. Те даже поцарапать никого не успели. Только что жили, существовали, пытались оказать сопротивление. И вдруг удар, падение и треск костей под копытами. Дирбс, бежавший передо мной, кого-то рубанул, начал теснить, заходить слева. И тут же споткнулся об упавшее под ноги тело. Его противник не успел воспользоваться ситуацией. Я ударил штучкой издали, без замаха. Керассы не пробил, но толкнул хорошо. Заставил попятиться, выйти на край полосы конного удара, разрезающего войско противника на две половины. Через миг он с криком упал. Проскакавший мимо дружинник полоснул его мечом. Тук отстал, атакованный в спину. Зато впереди, куда не кинь взгляд, только свои. Какая-то каша получилась. Две толпы столкнулись и причудливо перемешались. Я маневрировал в этом месиве, стараясь выскакивать на более-менее свободные участки, где моей штучке было вольготно. Не всегда это получалось. И в какой-то миг я отстраненно подумал, что надо потренироваться, научиться работать двумя руками. В левую матица, в правую длинную волшебную подружку. А потом передо мной пролетела лошадь вместе с всадником. Причем явно не по своей воле. Кони не летают и вообще хвостом вперед не передвигаются. Копач, расшвыряв нескольких обнаглевших всадников, вновь занялся пехотой, все так же не сортируя ее на чужих и своих. Кто подвернется, тот и виноват. Еще чуть-чуть и попался бы я. Маневрировать в такой толпе, уклоняясь от чудовищных лап, было невозможно. Но вдруг, перекрыв шум битвы, отчетливо стукнуло, сочно хрустнуло. Тело гиганта содрогнулось. Он противно забульков, всей тушей бухнулся озимь. Начал неуклюже ворочаться, пытаясь подняться. Жив, мальрок. Действует. Даже нас пытается поддерживать. Молодцы. Это как же надо постараться, чтобы попасть в единичную подвижную цель из допотопной метательной машины. Китайцам, загружавшим боекомплект, и в голову не могло прийти, что вместо полигонной мишени или вражеского танка, их снаряд насмерть поразит чудовище другого мира. Мне, если честно, тоже. Но Град решил по-своему. Тогда я еще не знал всей правды, что Град, несмотря на занятость работами в кузне и на ремонте решетки, нашел время на совесть испытать баллисту. И что ему очень приглянулась пара подкалиберников, оставленных в кузнице. Сбив со снарядов поддоны, он убедился, что эти штуки летают гораздо более предсказуемо, чем обычные каменные ядра или грубо сделанные стрелы. Особенно, если поставить кустарную насадку с увеличенной площадью оперения. И когда Капач вышел из мертвой зоны под стенами, кузнец воспользовался китайским киртом. Урановый лом пронзил голову твари. Демы уже практически не сопротивлялись. Защищали себя, стараясь вырваться из свалки, сбежать, раствориться в лесах среди холмов. Их настолько проняло, что даже не пытались мыслить здраво. Но куда удирать, если у противника имеется конница? А до ближайшего сада надо мчаться три сотни метров по ровному полю. Те, до кого это начало доходить, или кидались в самоубийственные схватки, или отбрасывали оружие в сторону, и становились на колени, поднимая руки вверх. Многих рубили сгоряча, но некоторых начинали вязать. Бой понемногу утихал. Когда шум схватки стих до приемлемого для ушей уровня, я с радостью услышал хорошо знакомые звуки. Ворота замка открывались. Обернувшись, помчался к ним, сгорая от нетерпения. И замер, будто в бетонный столб врезавшись. Так вот чего дожидался Трис. Глава двадцать пятая Время хоронить Мы опоздали. Хотя спорно. Ведь замысел демов все же провалился. В открывшихся воротах я увидел то, чего меньше всего ожидал. Нескольких помощников Грата, отбивающихся от проворных тварей. И это происходило в замке. Погонь в туннеле Перешейка. Все оказалось просто. Отряд демов, подойдя к Мальроку в темноте, попытался сходу устроить штурм при помощи веревок с крюками. Дозорные не спали и вовремя подняли тревогу. Как ни мал был гарнизон, но и оборонительный рубеж Перешейка не широк. Отбились. Тем более, что на стены и башни высыпали все, кто был в состоянии хоть как-то держать оружие. Женщины, подростки, старики. С оружием у них, правда, дела обстояли неважно. Я вымел почти все, обеспечивая войско. Но бой в крепости совсем не похож на бой в чистом поле. В замке даже дети могут оказать реальную помощь, подтаскивая стрелы и камни, поддерживая огонь под котлами для кипятка. Будь демов даже пять сотен, на стены бы таким наглым наскоком не попали. Слишком высоки они и крепки. У защитников хватает дров, смолы, воды, камней, стрел. Не единого шанса. Трис это прекрасно понимал. Его первые шаги были скорее отвлекающими, чем реальными. Град пытался руководить обороной, но ему не хватало младших командиров. Я ведь забрал практически всех. Стоит ли ждать дисциплины от женщин и детей, если даже отцы их семейств не слишком ею отягощались? Вместо охраны всего периметра стен защитники скучились на перешейке огромной толпой, мешая друг другу и пытаясь победить демов хоровым визгом и криками. Мелкие твари, пользуясь этим подарком, скрытно продвинулись к озеру, после чего перешли по тонкому льду замерзшего канала на другой берег и легко забрались на никем не охраняемую стену. Ни стрел не полетело, ни камней, и кипяток тоже не полился. Им ничем не помешали. Оказавшись на стене, твари бросились по ней в сторону перешейка, но были вынуждены остановиться у первой же башни. После многочисленных нагоняев от Арисата, двери там все-таки начали закрывать. Вместо того, чтобы опять заняться рискованным альпинизмом, темные поступили проще, спустились во двор замка и продолжили движение понизу. На этом этапе их наконец кто-то заметил и поднял крик. Многие запаниковали, но некоторые сохранили самообладание. Захлопнули нижние двери башен, убрали мостики с лестниц, ведущих на стены, закрыли внутренние ворота туннеля перешейка. Тех, кто не успел спрятаться, твари ловили по всему двору и убивали. Эта резня позволила укрыться оказавшимся вдалеке от прорыва. Затем на какое-то время наступила патовая ситуация. Поганые не могли забраться на защищаемые укрепления, так как им мешали. Демы при этом топтались на другой стороне, дожидаясь, когда кошмарные союзники откроют ворота. Уцелевшие лучники осыпали стрелами и тех, и других, благо привыкли не экономить. Демы попытались повторить маневр мелкой погани, прихватив веревки с крюками, направились через канал. Помешать им было невозможно. На ближайшей стене никого не было, и дойти было до нее, сквозь толпу тварей. Но помогла сама природа. Тонкий лед не выдержал веса тяжелых мужчин в доспехах и приоружии. От нетерпения позабывших, что не стоит бросаться оравой на подобные приключения. Несколько утонуло, остальных смогли вытащить. Решив не заниматься ерундой, пираты вернулись к воротам дожидаться развития ситуации в свою пользу. Некоторое время ничего нового не происходило, а потом стрелы начали подходить к концу, ведь подносить их из арсенала стало невозможно. Внутренний двор недоступен, как и большая часть башен с их запасами. И вот тогда все мгновенно изменилось. Несмотря на то, что немало мелких тварей было убито или жестоко изранено, оставшиеся продолжали действовать бодро. Рискуя свалиться, воспользовались путями, где их невозможно было достать тяжелыми камнями или кипятком. Стрелки-альдеры израсходовали в них последние боеприпасы, сбросив нескольких на брусчатку, но это не остановило остальных. Оказавшись наверху, твари приступили к резне. Неорганизованные, в массе своей никчемные, защитники запаниковали, из-за чего понесли самые большие потери за все время штурма. Но в итоге, хоть и заплатив кровью, удалось засесть в башнях, прикрыв верхние двери и на тупиковой стене аппендикса перешейка. При этом были потрачены остатки воды, смолы и камней, а пополнить запасы было невозможно. Пользуясь этим, Димы подобрались к воротам и начали примиряться к ним топорами. Именно на этом этапе появились мы. Град, понимая, что затягивать пребывание в замке незваных гостей не стоит, поддержал наше действие выстрелом из баллиста, после чего с остатками самых крепких защитников спустился в туннель, к воротам, открыть путь для помощи. В этот темный уголок уже пролезли твари, воспользовавшись частично разобранной внутренней стеной. Это сделали для установки новой решетки. Возиться с замками и створками пришлось под ударами темных созданий. К счастью, в туннелях оказалось немного, ворота открыли без серьезных потерь. Но мы, конечно, были потрясены, увидев, как из замка выскакивают люди в перемешку с тварями. Дальше все было просто. Покончив с демами, мы организованным строем освободили пространство между наружными и внутренними воротами, после чего вошли во двор замка и зачистили его от остатков погони. Трех десятков из раненых тварей, скрывающихся в тени стен от поднимающегося солнца. Бой был закончен. Тактика действия творений тьмы была проста. Приближаясь к цели на дистанцию поражения, они пускали в дело острейшие когти и клыки, нанося рваные раны. Оставив истекающего кровью противника в покое, они бросались на следующего, не утруждая себя добиванием. Места ожесточенных схваток иногда можно было определить лишь по ложам крови. Сами тела при этом отсутствовали. Отбившись от погони, люди отходили, забирая с собой раненых. Во многих случаях забирали зря. Повреждения были таковы, что даже оперативно наложенные перевязки не спасали. Люди в основном умирали от острой кровопотери. Чтобы добраться до Альры, мне пришлось шагать по таким кровавым лужам. Поначалу старался перешагивать, а затем это стало невозможно. В самый критический момент боя, когда твари проникли на примыкающие к укреплениям перешейка стены и обрушились на защитников, Рыжая вывела своих людей на стену возле башни номер 2, первой по часовой стрелке от ворот. Только с этой позиции в секторе обстрела оказывались практически все лазейки, которые использовала погонь. Причем бить во многих случаях можно было с коротких дистанций, нанося максимальный урон. Лучники тогда израсходовали все стрелы, в колчанах не осталось ни одной. Именно их действия помогли закрыть двери башни номер 3 и подняться всем людям грата наверх, не оставшись под ударом. Тот самый этап, когда защитники понесли наибольшие потери. Более сотни женщин, подростков, детей и стариков были порваны когтями и клыками, оставлены умирать на брусчатке внутреннего двора или запертыми в духовке забитых людьми башен. Твари дорого заплатили за это. Многие погибли, причем все выжившие были изранены до частичной или полной потери боеспособности. Они больше ничем не смогли воздействовать на ход боя, даже помешать вылазке грата были не в состоянии. Окажись у защитников тогда хотя бы небольшой отряд серьезных воинов, все могло быть иначе. Понимала ли Альра в тот момент, как рискует? Наверное. Она ведь привыкла воевать, занималась этим долго и успешно, значит, умела взвешивать риски. Наверное, не нашла другого выхода из той ситуации. Или становись на острие, или закрывайся на перешейке, бросив беспомощных людей на произвол судьбы. В башню, отстоявшую от позиции ее стрелков чуть дальше, твари все же сумели ворваться на плечах паникующей толпы. Их было всего две, но этого хватило, чтобы залить кровью первой и второй этажи. Оттуда потом вытащили около сорока тел. Все могло закончиться гораздо хуже, если бы не вовремя прилетавшие стрелы. Их оставалось мало, приходилось беречь, бить наверняка, с опасной позиции. Затем они и вовсе закончились. Лучники остались одни, зажатые на стене с двух сторон, лишившиеся своего самого эффективного оружия. Оно стало бесполезным. У Альры была легкая кольчуга, но хоть она и знаменитая рыжая смерть, вряд ли продержалась дольше других. Слишком неравны силы и невыгодна позиция. Их атаковали с двух сторон на стене и с третьей по лестнице. Два направления перекрыли человекоподобные горцы при штурме до последнего остававшейся при Алире. Их сила и ловкость позволили ненадолго задержать противника. С третьей были лишь слабые люди. Не уцелел никто. Здесь все было залито кровью и завалено телами. Рыжая меня не дождалась. Я нашел ее на ступенях к каменной лестнице. Ее кольчуга была разорвана в нескольких местах. Некогда красивые стройные ноги представляли собой сплошную рану. Тварь, пытавшаяся прорваться снизу, терзал ее до тех пор, пока не сдохла, заработав кинжал в глаз. Упав, придавила свою убийцу и жертву. У Альры не хватило сил освободить руку. Да и не к чему. На стене за спиной все так же залита кровью и завалена телами. Там нашли смерть бойцы ее крошечного отряда. Лишь один островок жизни просматривался. Амет. Сидя на корточках, он неловко накладывал себе перевязку на руку. Вторая, сломанная недавно, помогала слабо. Луком он, естественно, пользоваться не мог, так что вряд ли застал здесь пик боя. Скорее всего, подошел позже. Не глядя на меня, он подтвердил это предположение. Когда я сюда пришел, она была еще жива. Простите, ничем не смог ей помочь. Ничего не говоря, я кивнул. Сар страж, она просила передать, чтобы вы не винили себя, не зная, о чем была речь. Опять кивнув, я наклонился, стащил дохлую тварь с тела девушки. Зачем? Не знаю. То, что лежало на каменных ступенях, все равно перестало походить на прежнюю аллеру. Даже лицо, чудом не затронутое когтями, было чужим, побелевшим, заострившимся, пугающим. Когда я видел ее в последний раз, это была жизнерадостная непосредственная девушка, а теперь ничем не отличается от тех, кто лежит повсюду. Такая же мертвая. Сэр страж, с вами все хорошо? Со мной все в порядке, ответил я, и, понимая, что голос у меня не слишком соответствует заявленному, попытался добавить спокойнее. Приведи сюда женщин, скажи, чтобы ее вымали и переодели, и не вздумали издеваться над телом. Не понял? Я не хочу, чтобы ее разрубили на куски, но положено до заката, сол. Я знаю, что положено, но до заката далеко. Успеем сделать большой костер. Рубить не надо, ни Альру, ни других. Никого не надо. Все понял? Вам это лучше епископу приказать, или хотя бы толку? Да, ты прав. Отвернувшись от тела той, которая имела максимальные шансы стать моей принцессой, я медленно спустился во двор и направился в сторону ворот. Там к столпившимся пленным с воем и причитаниями рвались женщины, потерявшие детей и мужей. Ополчинцы пытались их останавливать, но не проявляли при этом энтузиазма. Многие демы уже пострадали от женских рук, которые лишь наивные поэты считают беспомощно слабыми. Завидев меня, воины раступились, кто-то хохотнул, заявив что-то на тему того, как я сейчас поступлю с теми, из-за кого погибла Альра. С трудом удержал в себе порыв найти этого весельчака и колотить его головой о стену до тех пор, пока теменная кость не соединится с затылочной. Спокойно, Дэн. Спокойно. Ты сейчас должен быть само спокойствие. Так надо. Демы или тоже услышали, или увидели в моем взгляде что-то эдакое, отшатнулись, вжимаясь в стену. Тот, до которого как раз дровалась очередная воющая женщина, перестал уклоняться от ее рук, из-за чего едва не лишился глаза. Подойдя, я ухватил женщину за плечи, оттащил назад, рявкнул ополченцам. Я знаю, что против демов вас ставить бесполезно, но хотя бы с бабами можете справиться? Ошеломленные, не ожидавшие от меня такого поведения и слов, ополченцы стыдливо потупились. Торопливо подошедший конфидус мягко взял меня за руку. Дэн, пойдемте домой, не берите греха на душу, вам надо посидеть, успокоиться, мы все понимаем. Я спокоен, вы о чем вообще? Я не собирался их убивать. Правда? Не поверил епископ. Да, всех пленных запереть в подвале и приставить сильный караул, иначе до них доберутся и разорвут. Что вы задумали? Если не хотите брать за них выкупы, так отдайте приказ, и мы их тут же изрубим. Нет, в подвал всех. И еще, тел наших не расчленять. Но в первом бою полегло немало наших и демов, но мы до сих пор не видели ни одного ходячего мертвяка. Их вообще после рейда артарской армии никто здесь не видел. К тому же я не собираюсь бросать своих непогребенными. За рекой приготовьте костер, чтобы на всех хватило. Людей у нас много, до вечера можно натаскать дров от рыбацкого хутора. Если понадобится, разберите все сараи. Как скажете. Убитых демов четвертовать, но не жечь. Куски тел погрузить на телеги и отправить в лесной лагерь. Туда же снести тех, которые остались на берегу. Разложить так, чтобы за ночь замерзли, а днем держать в тени. И пусть это добро охраняют ополченцы, иначе волки со всей округи сбегутся. Пошлите сотню. Думаю, со зверьем они справиться способны. Дан, вы что задумали? Я задумал отправиться к себе в холодную башню, переодеться, выпить немного вина. А когда выйду, вон там должна лежать куча оружия и доспехов, которые мы захватили утром и ночью. Мне плевать, чьи они трофеи. Все до последнего ржавого ножа должно лежать там. Правило распространяется и на будущее. Деньги украшения одежды это меня не волнует. Но решать кому принадлежит оружие и амуниция буду только я. Если кто-то присвоит хоть вшивый кинжал, я лично забью украденное в жадную глотку. Если кому-то не нравится такой порядок, силком не держу. Пусть уходит из Межгорья, потому что хозяин здесь я, и закон здесь мой. Епископ хотел было что-то добавить к сказанному, но внимательно изучив мои глаза, передумал. Сегодня я победитель. В двух боях разгромил сильное войско страшных детей могил и сделал это с мизерными по бесчеловечным местным меркам потерями. Сегодня я могу диктовать условия. Не факт, что обойдется без эксцессов, но как бы не было хреново на душе, я не упустил случая воспользоваться моментом и толкнул этих туземцев на путь больших изменений. Они этого еще не поняли, да и я понимаю не совсем четко, но когда я успокоюсь, обдумаю все хладнокровно, я слишком сильно устал от нескончаемого бега и слишком много потерял, чтобы оставить все по-прежнему. Лишь бы до этого не сорваться, не зайти в подвал со штучкой в одной руке и матийцам в другой, не осклабиться в предвкушении, глядя на вытягивающиеся лица пленников. Пей, пей, сколько влезет. Зеленый, не сводя противоречивого взгляда с полного бокала красного вина, ответил неожиданно, причем тоном ненаглым, разве что каким-то странным, будто сам не может поверить в то, что говорит. Милая, убери чарку, я завязал. Да ты что? Спасибо, повеселил. Пей, сказано. Подбоченись крыльями, зеленый по-змеиному вытянул в мою сторону голову, состроил злобную гримассу, зашипел рассерженным котом. Хамиш, а я вот выпью. Ухватив отвергнутый птицей бокал, я поднес его к губам и тут же с яростным криком шварнул через весь зал. Вот и я не могу, на кровь похожа. Ты бы поспал, что ли? Заискивающе предложил попугай. Ага, так я и усну. Птиц, знаешь, что сказала Альра? Сказала, чтобы я себя не винил, а я вот виню. Не привык, понимаешь ли, близких терять. Сколько крови вокруг, но впервые теряю действительно близкого человека. А виню за то, что виноват именно я. Зеленый во всем нашем проклятом войске за эти дни даже сотни убитых и пропавших не насчитали. А здесь в замке мы потеряли почти двести человек. Женщин, детей, стариков, тех, кого хотели сберечь. Я и ее сберечь хотел, не взял с собой. Хотя знал бы ты, чего мне это стоило. Как она рвалась, но настоял на своем. Сберег называется. Молчишь? Хотелось бы спить для всей ярмарки, но бесплатой серебром что-то с душой неправильное. Лучше помолчу. Первый раз вижу, чтобы ты от вина отказался. Спасибо. Зеленый не такая уж ты сволочь. Пленных осмотрел, подозрительных среди них нет и среди наших. Шеи на красотках не обнаружено. Хорошо бы по округе рейд сделать. Несколько тварей ушли через стену, но не до них сейчас. Дема важнее. Пойдем, Зеленый, нечего нам здесь сидеть. Только хуже себе делаю. Костер получился знатный. Для него не пожалели пара сараев. Разобрали, из лесу приволокли множество сухих деревьев и охап аквалежника. Зажгли его с последними лучами солнца и дожидаться прогорания не стали. И правильно, даже утром эта исполинская груда углей и золы продолжала дымиться, выбрасывая язычки пламени. А затем я ввел еще один новый обычай. не бьющий по кошелькам подданных и не требующий от них слишком многого. просто каждый из присутствующих должен был принести некоторое количество земли. Сколько именно не столь важно. От каждого по возможности. Подобное и раньше здесь практиковалось, но я на порядок увеличил масштабы. Всего в замке собралось около трех тысяч человек. Старые обитатели, ополченцы из межгорцев, ближайшие к маляроку жители, сотни освобожденных рабов. Если каждый принесет от озерного обрыва хотя бы ведро земли и камней, всего получится 30 кубических метров грунта. Естественно, надо вычесть немощных стариков и маленьких детей. Но прибавить трудолюбие большой части дейспособного населения. Эти ведро не отделаются. Три четыре ведра в среднем на каждого и уже сто кубометров. А займет это не более 15 и 20 минут. Когда до людей начали масштабы происходящего, на многих напал азарт. Зримо видеть, как на глазах получается что-то большое, включающее частичку и твоего труда. Нечто подобное, наверное, ощущали строители пирамид. Не зря эти сооружения до сих пор поражают их потомков. Некоторых воинов пришлось оттаскивать чуть ли не силой. Они собирались таскать ведра, мешки и носилки до вечера. Но некогда. Войско выступает на восток. Не все. Лишь три сотни бойцов, вооруженных и экипированных не хуже демов. Если уж совсем точно, аналогично экипированных трафии пригодились. Остальные не останутся без занятия. Охраняя замок до нашего возвращения, они будут заниматься хозяйственными делами, продолжать насыпать курган, убирать свои же заграждения на реке, чтобы провести в озеро захваченные корабли. Глава двадцать шестая. Добро пожаловать. Дан, можно у вас спросить? Не выдержал епископ. Вы опять о наших неживых попутчиках? Да. Меня не может не волновать этот вопрос. Дан, для чего они вам понадобились? Люди очень волнуются. Говорят, что вас сильно расстроила гибель приглянувшейся девушки и то, что замок едва не взяли, залив кровью. Поймите меня правильно. Вы сами подбрасываете дрова в огонь слухов, велев тащить за войском эти проклятые телеги. Обернувшись, я уставился на то, что задевало тонкие струны еретической души. Верницу крытых рогожий повозок, тянущуюся в хвосте короткого обоза. Я знал, что если подойти к ним поближе, ноздри уловят неприятный запашок. Хоть и морозная погода, но все же недостаточно холодно. Тела демов потихоньку разлагаются. Возничами там ставили провинившихся. Кому понравится такой груз? Во всем войске лишь я один знал, с какой целью мы тащим за собой эту тухлятину. И то, если честно, знал смутно. Так, на уровне общего замысла и впрямь отдающего ненормальностью. Мысль возникла спонтанно, когда, говоря о том, как надлежит поступать с телами, вспомнил услышанное однажды описание устья реки, начало водного пути в центральные части Межгорья. К демам я не испытывал уважения, а к их телам тем более. Если от них можно получить хоть какую-то, пусть даже эфемерную, выгоду, в душе ничто не дрогнет. Но игнорировать епископа дальше тоже нельзя. Попробую перевести его мысли на альтернативную тему. Конфидус, о другом сейчас думать пора. У нас назревает проблема, серьезная. Мы потеряли много женщин позавчера. Взять их в Межгорье негде, здесь их тоже не хватает, ведь мужчинам было выжить проще. Рабы, которых мы освободили, и, надеюсь, освободим, как правило, люди без дома. Они попадали в плен или со всей деревней при набеге, или в битве, будучи солдатами. Солдат зачастую человек без корней, а крестьянину возвращаться на пепелище бессмысленно. Вы к тому, что надо бы их оставить у нас после всего? Да, но насильно мил не будешь. Мы должны их завлечь, привязать домом и семьей. А чем, если у нас даже свои мужики без женщин остались? Я тоже об этом подумывал. Дан, деньги нужны. Вы думаете, что им достаточно будет платы для верной службы? Я сомневаюсь. Нет, здесь вы правы. Нужно семьей привязывать или тем, что, когда придет срок, семья появится. Хотя деньги и все остальное тоже нужно. Но сейчас не для платы и наград. Мы за них женщин купить можем. Купить? Ну да. На северной границе, почитай, каждый городок и село серьезное ближе к весне в рынок превращается. В местах, где мужской недобор, бароны часто на торг девок выводят из холопок и приписных семей. Могут даже ругийцам продать, рабынями или наложницами безбожникам. Но обычно отдают, как невест. Форпосты дальние, где женщин мало, и военные лагеря на границе. Есть такой обычай, когда солдаты заканчивают службу, многим предлагают землю в поселениях ветеранов. Кто согласится, получает семена, инструмент, скотину, подъемные и отправляется на место. При случае с таких ветеранов быстро сбиваются сильные отряды для борьбы с рейдерами и прорывами. Своего рода королевский резерв. Вот для них обычно и покупают невест, а те выбирают понравившихся, сговариваются, венчаются. Хотя проследить за честным обращением невозможно. Скажут одно, а возьмут для забавы или борделя. Хозяевам обычно наплевать, если все тихо пройдет и честь окажется незадетой. Им лишь бы выгоду свою получить. Жизнь в артаре такова, что мужчины долго на этом свете не задерживаются. Вот получается. А дорого стоит купить такую девушку? Это не совсем купить. Взять может только благородное лицо или уполномоченный человек серьезного вида при бумаге от комендантов поселений. Заплатив, вы обязуетесь беречь честь купленной особы до замужества, обязанность выкупного опекунства. И как же они потом в бордели попадают? А кто там будет особо проверять, если деньги перед глазами? Бумагу и подделать недолго. Громотеев хватает. А кроме ваших иридиане в артаре остались? Епископ ответил не сразу и гораздо тише. Есть. Их возможно к нам перетащить? Тот скривился. Не знаю. В отличие от моих людей они предпочли скрывать свои убеждения. По сути все лучшие ремесленники так или иначе симпатизируют нашей вере, ведь она прославляет мастерство, признает его богоугодным делом, а имперская церковь не дозволяет возвышаться над соседями за счет рук своих. Но таяться от всех, притворяются обычными горожанами. Мы такого не одобряем. Да мне без разницы, лишь бы людьми были, так можно их перетащить. Трудно сказать, те, которым надоело бояться карающих и творить то, к чему не лежит душа, могут и перейти. Но опять же, им надо гарантировать безопасность и сносную жизнь. И чтобы связаться с такими, время понадобится и деньги. И солдатам в крепости приплатить придется, чтобы глаза закрывали, не замечая этих переселенцев. Иначе церковники набегут быстрее, чем мы всерьез успеем дело наладить, а дорогу к нам перекрыть легко. Деньги, деньги, на все нужны деньги. Без них никак, а уж как они нужны для покупки невест. Кстати, вы не ответили по поводу цены покупки? Дорого, Дан, дорого. Всех наших денег вряд ли хватит, чтобы сотню привезти. Можно, конечно, продать часть трофеев и добра, которые по долине насобирали, или попросить герцога помочь. Хоть он и скотина последняя, но нам впору нечистого золота клянчить. Трофеев продавать не будем, а герцогу незачем знать о наших махинациях. Да и вряд ли поможет, до сих пор от него ни одного известия не было. Когда надо будет ехать за покупками? До дней сорок сроку ещё есть, но придётся двигаться быстро, если за тянем, весной в проходе слишком опасно. Мне сказали, что осенью на севере заготовили две огромные кучи свинцовой руды. Да, так и было. И что с того? Свинец стоит недорого, а тащить его тяжело. Да и как вспомню ту горловину, так вздрагиваю. Надо обязательно успеть до тепла обернуться, а с таким грузом быстро не сходишь. Конфидус я вам не говорил, но добычу той руды велел организовать вовсе не из-за свинца. Я могу получить из неё серебро. В самом деле, превратите свинец в серебро? Богопротивная алхимия? Хорошо, что инквизиторы про это не знают. По поводу меня, кстати, не волнуйтесь. Иридианская вера считает алхимию полезной для общего блага, богоугодным занятием. Вообще-то это не алхимия. Просто в руде свинца содержится небольшая примесь серебра. Я знаю способ, как его извлечь. И много там его? Не знаю точно. Я до того, как всё навалилось, один опыт кое-как провёл. Убедился, что она в руде действительно присутствует, но не более. Если, допустим, мой шлем заполнить слитками успеем до поездки, много купить на них можно. Девушек, это как договоримся. Серебро ещё продать надо будет, но шлем у вас не маленький, а руды там в земле ещё очень много. Целые горы. Думаю, надо успеть не один шлем серебром наполнить. Сможете? Поработать придётся. Люди понадобятся. Для серебра у нас люди всегда найдутся. И есть у меня один прихожанин, честнейший человек, истинно верующий, но были у него в молодости непростые деньки. Баловался алхимией. По глупости, да и несерьёзно. Но может вам пригодится в таком деле? Да, не помешает. Если справиться, можно поставить его заведовать всем серебряным и свинцовым хозяйством. Построим на севере городок возле рудников. Дело это нужно. Не придётся на себе руду таскать, проще её на месте перерабатывать. Если серебро будет, то, конечно, нужно. Денег нам дан, немало требуется. Куда ни кинь, не хватает чего-то. И людей, конечно, мало очень. Я даже киртом думаю начать заниматься от безысходности. На нём можно хорошо заработать. С хорошими деньгами можно выкупных брать начать, везти сюда, землю давать, к ремеслу ставить. Если старые связи в Империи поднять, то и там хватает перспектив. К тому же можно морем караваны проводить, под сильной наёмной охраной. Этот путь безопаснее, чем через горловину, несмотря на галеры демов, что вдоль берегов шастают. Иначе ничего не получится. Мы за сорок лет не расплодимся так, чтобы от гор до гор долину держать. Вы прям мои мысли читаете. Дан, может, раз уж разговор откровенный пошёл, всё же скажете, ну зачем вам эти вонючие мертвяки, тем более демы? Две галеры дожидались нас на озёрной глади в сотне метров от северного берега. Чуть дальше, тоже на якорях, замерли четыре пузатых струга. Эти демы даже не подозревали о нашем приближении и бесславной гибели Триса. Просто поразительно. Неужели никто до них так и не добрался? Я, дав войску сутки на отдых, не забыл послать разведчиков перекрыть тропы, реку и дорогу. И это дало результат. Они перехватили лодку с гонцами и пару вояк, уцелевших после разгрома. Если даже враги волновались из-за долгого отсутствия известий от главаря, внешне это ни в чём не выражалось. На палубах курился дымок печурок, демы ловили рыбу, поглядывали в сторону берега без страха. Не сказать, чтобы совсем уж сонное царство, но и не похоже на пребывающих в полной боевой готовности людей. Доспехов почти никто не носил. Когда стемнело, две лодки, пользуясь течением впадающей неподалёку реки, бесшумно подошли к кораблям. Дёжие ребята забросили на нас и крюки. Один был закреплён на конце сложенной в четверо толстой цепи. Для другого я выделил прихваченный с танка трос. Часовые подняли крик, но это не помешало лодочникам перерезать якорные концы. Тем временем на берегу две ватаги неслабых ребятишек поспешно вытягивали из воды канаты, наваливаясь на них богатырскими телами. Демы, поняв, что дело пахнет керосином, попытались освободиться от крючьев, но безуспешно. А ещё на их психику негативно действовало зрелище разгорающихся сотен факелов. Они не помещались на тонкой полоске пляжа. Большая часть огней осталась в лесу, зловеще просвечивая через голые кусты и деревья. Когда галеры уткнулись в мель, Дирпс зычно потребовал от экипажей сдаться, в противном случае угрожая умертвить их с невероятно унизительной жестокостью. Наверное, демы понимали, что ничего хорошего их при любом варианте не ждёт. Но морально трудно идти в бой против тысячи воинов, если тебя прикрывает всего лишь тридцать восемь товарищей. Играть в триста спартанцев никто не захотел. Сдались все. Лишь несколько скинув доспехи, бросились за борт, пытаясь уйти вплавь. Некоторых поймали, остальные затерялись в темноте. Моржами они не были, а воды зимние, далеко не тёплые. У нас, разумеется, не было тысячи бойцов. Но враги этого не знали, а сделать факел из бересты, зажечь его и оставить в лесу несложно. Издали в темноте не понять, что там в зарослях. Просто огонь или огонь в руке. Три строго захватили без проблем, абордажем с лодок. Сопротивления там не встретили, так как судёнышки болтались на якорях без команд. На четвёртом демы были и, к сожалению, сумели уйти, скрывшись в темноте. Озеро большое, берега его извилисты, много островов, за которыми целый флот можно спрятать. Погони устраивать не решились. Не зная водоёма, скорее на скалу в темноте налетишь, чем добьёшься успеха. Пленников не тронули, разве что рожи начистили для порядка. Все помнили мой приказ и даже много чего повидавший епископ не мог ночью спать, мучаясь кошмарами. Боялся, что я замыслил что-то совсем уж противное абсолютно всем богам, в том числе и тёмным, для чего не только живые требуются, но и мертвецы. На все намёки и прямые вопросы я продолжал отмалчиваться. Река, вытекающая из восточного озера, была широкой, глубокой и ленивой, но при этом парадокс, стиснутый скалами почти на всём протяжении. Куда ни глянь, круче и обрывы, тянущиеся на небольшом удалении от берегов или подступающие вплотную к воде. Но при этом ни перекатов, ни водопадов, ни опасных валунов. Типичный равнинный плес на всём протяжении, что резко контрастирует с рельефом. Но мне сейчас плевать на геоморфологические загадки. Ландшафт способствует подлым замыслам. Это главное и единственно интересное. Стыдно признать, но Галера Демов вдребезги разнесла все мои и без того скудные представления об античных и средневековых кораблях. Я смутно помнил, что грибные суда с одним рядом весел назывались униремы, с двумя диремы, с тремя триремы. У римлян вроде доходило до пентерем пяти этажей, но некоторые исследователи считали это преувеличением. Верхние весла окажутся чересчур тяжелыми и длинными. Слышал мнение, что даже берема это вымысел. Не было таких и не могло быть. А древние авторы, их описывая, попросту врали или ошибались. Не могу понять, на чем же ходят демы. Со стороны посмотреть берема. Два ряда весел в шахматном порядке, но загляни внутрь, одна грибная палуба, просто каждая вторая лавка приподнята и немного нависает над передней. Хитрая унирема, а зачем такие сложности? на тех веслах, что внизу, сидело по два грибца, на тех, что повыше, по три, причем самых крайних там часто меняли, для чего на кораблях имелся небольшой резерв рабской силы. Как ни странно, но за самочувствием невольников следили. Их кормили не деликатесами, но и не впроголодь. Оказывали медицинскую помощь, освобождая больных и покалеченных от работы. плетями наказывали провинившихся, но нечасто подгоняли лишним рукоприкладством и вообще не заставляли выкладываться на износ. При возвращении на юг переводили на берег, в бараке на обширной огражденной территории. Там можно было в волю размяться, отдохнуть от цепей и даже получить удовольствие от общения с рабынями, которых приводили хозяева, желающие получить от своей собственности сильное потомство. А от кого его брать, если крепких мужчин. Другие на галерах не задерживались. Но назвать их существование сносным нельзя. Большая часть жизни протекала на ужасающей тесной грибной палубе. 20 весел с каждой стороны в два полуяруса. В затылок упираются грязные ноги нависающего ряда элитных грибцов. Спину выпрямить невозможно. Солнца почти не видишь. Дышишь воздухом, спертым от вони застарелого пота и нечистот. Монотонно совершаешь одни и те же движения, напрягаясь при каждом из них. Отключаешь при этом мозг, все мысли лишь об одном. Не выбиться из ритма. Иначе все, конец. Твое весло зацепится за соседнее, там от неожиданности дернутся, тоже зацепят кого-то, и пойдет гулять цепная реакция разрушения ритма по всему борту. Галера потеряет ход, развернется поперек курса. Вот тогда и появятся плети, виновных найдут или назначат быстро. Демы время от времени меняют рабов с лавки на лавку, иначе мускулатура, развиваясь несимметрично, изуродует людей, до остатка жизни превратив их в обитателей левого или правого борта. Переделывать таких кривых слишком долго и хлопотно. Те, которые развиваются гармонично, в итоге превращаются в атлетов с гипертрофированными мышцами рук, бедер, спины и пресса. При этом почти все страдают от незаживающих гнойных язв, а боли в суставах заставляют по ночам скрежетать зубами. Нередки психологические расстройства и болезни глаз. Сказывается монотонная нудная работа, скученность, антисанитария, отсутствие витаминов и однообразная грубая пища. При эпидемии достаточно было одного заразившегося, чтобы свалились все, микробам здесь полное раздолье. Бой вообще отдельная песня. По моим наивным представлениям был нанесен еще один удар. Оказывается, местные галеры не баловались таранами, точнее баловались, но не трогали корпусов вражеских судов. Даже более того, всячески избегали подобных столкновений. Что же тогда таранили? Да все те же весла, если противник не успевал уклониться или убрать их. При ударе по веслу, особенно если это происходило на встречных курсах, тяжелые рукояти били по телам грибцов с такой силой, что ломали кости и разбивали головы. Спастись было нелегко, ведь обзора с грибной палубы почти нет, да и некогда рабу поглядывать за обстановкой. Он загипнотизированный ритмом единой работы сотни тел, монотонно смотрит на спину товарища по несчастью, синхронизируя с ним свое движение. Даже если повезет и успеешь что-то понять, деваться некуда. Цепь пропущена через лавку и весло, даже пригнуться не получится. В итоге удачный маневр может оставить борт недееспособным. Мертвецов и травмированных поспешно оттаскивают в проход и перемещаясь прямо по их телам ставят на весла резерв. Но это всего лишь десять-двадцать рабов, а весел два десятка. Где взять еще? Да с другого борта расковать крайних. При этом, если успевают, дают всем хлебнуть виноградного самогона, сдобренного наркотиком, и одуревшие невольники рвут жилы, выкладываясь за себя и за пострадавших. Но до такого доходит редко. Обездвиженная галера слишком лакомая цель, и на нее набрасывается множество желающих. Тот взрезающий озерные волны острый полупогруженный выступ, который я считал тараном, на самом деле являлся орудием последнего удара. В безвыходной ситуации корабль применял его по назначению, ломая борт противнику, но и сам при этом, как правило, получал фатальные повреждения. Не хватало крепости конструкции, чтобы выдержать такую нагрузку. Доски расходились, на нижнюю палубу обрушивались потоки воды. Учитывая отсутствие перегородок, конец был предсказуем. В мирное время таран выполнял свою основную, весьма прозаическую функцию. При спокойном море работал гальюном. Для этого к нему вело подобие лесенки из вбитых в доски бортоскоп. А сама поверхность форштевня была уплощенной и с одной стороны снабжена перилами. Все это я узнал от Обамы. Бывший раб охотно рассказывал мне о годах, проведенных на грибной палубе и в бараках южных берегов. Странно, но он даже находил повод для гордости. Его галера неоднократно выходила победительницей многочисленных гонок. Демы обожали такие состязания. Популярность у них была не меньше, чем у футбола в Бразилии. А наград власть не жалела. Даже невольникам перепадало от щедрот. После блистательного финиша в бараке доставляли вино и мясо, приводили не раздавленных работой батрачек, а дамочек поинтереснее. Можно было даже надеяться на снятие цепей и перевод в береговые надсмотрщики. Но к этому стремились далеко не все, ведь надо дальше единицы могли рассчитывать на полноценное гражданство. Для чего требовался переход в веру детей могил, по непроверенным слухам весьма неприятный ритуал, после которого ты теряешь свою бессмертную душу без надежды на возврат. Но это с точки зрения обычных людей, демы считали, что все не так страшно. Ренегаты вроде Триса, в свободных отах обычное дело. Демы ценили воинские таланты, и беспринципные вояки всегда знали, где можно встретить самый теплый прием в случае неприятностей. Рабам путь в пираты тоже не закрыт. Если ты чего-то стоишь, и церковные обряды для тебя скорее обуза, чем искренняя вера, шансы на солдатскую карьеру высоки. Неудивительно, что тяжелой пехоты темных боялся весь мир. Туда набирали самых лучших и в то же время отмороженных. Не боящихся ни Бога, ни крови, не знающих жалости. Обама об этом рассказывал мало и часто путался. Так уж получилось, что он не выбирался из списка неблагонадежных рабов, а таким изменение статуса не грозило. Естественно, что-то он знал от товарищей по несчастью, что-то подслушал удемов, что-то шептали рабыни в бараках. Но цельной картины жизни вражеского общества он не представлял и, следовательно, ознакомить меня с нею не мог. Плохо. Я должен знать о враге, если не все, то почти все. Ничего, дайте время и обязательно узнаю. У нас достаточно пленных, и мы умеем превращать немых упрямцев в послушных болтунов. У Адена оставалось сто с лишним воинов, и он при желании мог, если не победить, то потрепать нас прилично, или, оценив неравенство сил, сесть на Галеры и уйти в море. Но ничего этого не произошло. Мы воевали все так же подло, не гнушаясь немыслимыми здесь грязными методами. Галера демов были стандартными, разняясь лишь в мелочах. На каждые 110-120 гребцов невольников, из них сотни прикованы к веслам, остальные в резерве или временно нетрудоспособны, а при долгих ответственных переходах против ветра или погонях сменщики. Оружие рабам естественно не давали. Даже более того, принимали все меры, чтобы эта публика не ударила в спину хозяев. Для этого использовали прихваченные к палубе кандалы и постоянно дежурящих арбалетчиков у кормового весла, без раздумий стреляющих по первому подозрению в бунтарских действиях. В особо сложных случаях команда перебиралась наверх и закрывала люки. Затем поднимались крышки, прикрывавшие зарешоченные бойницы. Выбраться через них было невозможно, а вот убивать запертых людей одно удовольствие. В бою основным приемом демов был абордаж. Галера преследовала улепетывающую добычу или сходилась с воинственно настроенным противником. По команде грибцы заваливались боком к центральному проходу, стараясь втянуть весло как можно дальше внутрь и задрать рукоять вверх. Затем корабли притягивали друг к другу, обычно старались делать это нос в нос или носом к корме, ради сохранения все тех же весел. Но это не принципиально. Затем, собственно, начиналась самая главная рукопашная схватка. Для этого на каждой посудине демов имелось семь-восемь десятков человек, в редких случаях, при коротких походах, до сотни. Итого, максимальная численность невольников и абордажников доходила до двухсот двадцати. На трофейной галере мы разместили именно столько, ведь поход предстоял недолгий. По словам пленных, Адан расположился в районе устья реки, устроив там временный лагерь. Оттуда он посылает группы людоловов, обыскивающих побережье. При этом одну галеру всегда держат на готове, на случай появления заманчивой морской цели или других непредвиденных ситуаций. Сбежавший струк поутру нигде не нашли, но оставалась надежда, что он прячется, а не ушел к морю. В таком случае у нас есть элемент внезапности, Адан может поначалу принять нас за своих, позволив приблизиться. Мы рассчитывали подойти к лагерю и атаковать с наглостью высшей пробы, одним кораблем против двух. Даже если один будет в полной готовности, в узости реки невыгодного для нас маневренного боя с арбалетно-блистным обстрелом не получится. Скорее всего, исход решит схватка на берегу. Но действительность преподнесла сюрприз. Когда галера преодолела очередной плавный поворот и вышел на прямой участок реки, вперед смотрящий заорал, и его крик подхватили несколько человек. Взглянув туда, я увидел движущийся навстречу корабль и почти сразу понял, что он не одинок. За кормой пристроился второй, можно было разглядеть лопасти его весел. Не нужно быть гением, чтобы догадаться. Адан зачем-то направляется вглубь долины. Или до него добрались уцелевшие, и он двинулся на помощь Трису, что сомнительно. Или у них был условлен срок, после которого пора идти к расчищенной реке. Шлемы надеть, доспехи, оружие к бою, лучники на нос. Корабль забурлил в предбоевой подготовке, продолжая движение в прежнем направлении. Адан тоже не стал останавливаться, лишь передняя галера чуть сбавила ход и вильнула в сторону, пропустив заднюю. Дальше они шли борт о борт, намереваясь атаковать нас с двух сторон. Похоже, я поторопился с сомнениями в их осведомленности. Они уверены, что мы им не друзья, значит, уже знают о случившемся или хотя им легко проявлять храбрость, не сомневаются в успехе. Психологически трудно ожидать неприятностей, когда решающее преимущество столь наглядно. Две галеры против одной. Даже при ослабленных абордажных командах превосходство бесспорно. Ударить с двух сторон, зажать, раздавить натиском лучшей в мире пехоты. Вот только у нас никто почему-то не визжал от страха. И вообще обстановка на борту почти предпраздничная. Тук, наблюдая за приближением демов, озвучил общую мысль. Это дурачье ни о чем даже не догадывается. Правда, зелененький? На абордаж, сорвавшему флаг две чарки, целуйте замороженный якорь, сухопутные крысы. Бедный Адан и глупый. И впрямь не догадывается о том, что знает даже попугай. О, боги! До их наивности переходят все границы. Песни какие-то поют. Бодренькие. Боевые. Мне их уже почти жаль. Сдвоенный стук. Метательные машины врага дали залп. Один снаряд зарывается в воду перед носом, второй под левым бортом. Наша баллист отвечает с таким же нулевым результатом. Меткость средневековых механизмов оставляет желать лучшего. К тому же условия стрельбы далеки от идеальных. Мы не пытались маневрировать, даже более того, на подходе спрятали весла, чтобы не пострадали наши гребцы, моля духов войны об одном. Лишь бы враг не начал отступать. Странно, но и после этого демы ничего не заподозрили, продолжали сближаться с таким же энтузиазмом. Ведь даже любому сухопутному штатскому понятно, что-то здесь нечисто. Слишком уж легко добыча идет в руки, практически добровольно. Этот Аддан начинает меня разочаровывать. Похоже, Тук был прав и впрямь неудачник. Потеряв три галеры, не бережет четвертой, да еще и чужую за собой в ловушку потащил. Впоследствии я узнал, что старый пират прожил долгую и относительно удачливую жизнь, ни разу не потерпев серьезного поражения. Та темная история с потерей трех кораблей действительно имела место, и не кстати налетевшего шквала. Галеры погибли на рифах. К тому же значительную часть экипажей тогда смогли спасти, и никто не поставил случившегося в вину Аддану. Просто не повезло. Не было у него громких побед, но зато никогда не возвращался без добычи, пусть даже не впечатляющий. Не найдя на побережье приличных поселений, он пошел на соединение с Трисом после того, как получил запоздалое известие о результатах первого боя. Не всех гонцов разведчики перехватили. Демы опасались, что наше войско продолжит диверсии, и решили стянуть все силы в один кулак. Увидев нашу галеру, Аддан легко опознал в ней корабль Бака, оставшийся на озере. А ведь в реке ему делать нечего. Пират решил, что мы сумели его захватить, и теперь пытаемся удрать из Межгорья. Воображение нарисовало трюмы, набитые сокровищами, но действительность оказалась гораздо скромнее. Если мы и были чем-то забиты, так это воинами. У демов явное превосходство, имеется два корабля, но команда ослаблена, Трис забрал у Адана четыре десятка воинов, а две с лишним сотни рабов не считаются. У нас один корабль, но невольников на веслах нет. Там бакайцы, не понаслышке знакомые с древнейшей морской профессией и наиболее боеспособные бывшие рабы. Итого, 220 решительно настроенных суровых парней. Все же знания истории пригодились. Я поступил с демами так, как в свое время поступили римляне с карфагенянами. Примечание. Во время военного противостояния Рима и Карфагена на флоте римлян гребцами ставили воинов, а у карфагенян рабов. Поэтому большая часть команды не принимала участие в боях. Из-за этого абордажные схватки, как правило, выигрывали римские корабли. Конец примечания. Основные потери мы понесли в перестрелке, предшествующей абордажу. Хоть и приказывал народу не высовываться, но некоторых серьезно задело болтами и снарядами баллист. Пятеро когда абордажные команды ринулись на нашу палубу, с двух сторон их встретили поднявшиеся шеренги отлично экипированных воинов и две лавины бойцов, вырывающихся из люков. Я строго-настрого приказывал сначала разобраться с левой галерой, обороняясь от воинов правой, чтобы потом и с ними покончить дружными усилиями. Но когда дошло до дела, все пошло прахом. Без малого двойное превосходство при схожей выучки и вооруженности, причем на стесненном пространстве в условиях, когда лишь одна команда сплочена длительными тренировками и богатым боевым опытом. Демы и опомниться не успели, как бой перенесся на их палубы, а уже через минуту первые неудачники отправились в ледяные воды реки, что являлось смертным приговором. В доспехах далеко не уплывешь, а быстро их снять невозможно. Когда я обзаведусь своим флотом, надо не забыть разработать амуницию, от которой можно избавляться элегантным движением руки, причем одним движением, а не этой путаницей в многочисленных завязках, ремнях и крючках. Бой не затянулся, да и боем его можно было назвать лишь поначалу. Неравная схватка перешла в зверское избиение, освобождение деморализованных пленных от материальных ценностей, связывание, освобождение ошалевших рабов. Все, вторжение отбито. Обескровленное, скорее мертвое, чем живое, мое межгорье выиграло свою первую войну дорогой ценой. Я стоял на палубе трофейного корабля, но смотрел не на груды трофейных доспехов и оружия, не на пленных и не на бывших рабов, щурящихся от выглянувшего солнца и норовящих пнуть деморализованных хозяев. Я смотрел на береговые скалы, испещренные гротами, с многочисленными уступами и протяженными площадками. Сама природа возвела множество заготовок для будущего форта, остается лишь немного поработать, чтобы поставить укрепление на единственной водной дороге в центральные области долины. Где мы были столь любезны, что снабдили нас тяжелыми катапультами, разобранные машины мы нашли на стругах. Теперь они нескоро затеют новое вторжение, а когда это случится, то на первых шагах их будет поджидать неприятный сюрприз. Эх, мне бы еще металла побольше. Протянуть толстую цепь от берега до берега, с подъемным механизмом в башне. Хотя, зачем такие сложности? Я и без нее простенькие боновые заграждения организую. Деревьев в межгорьях хватает. И пусть попробуют убрать их под обстрелом с господствующей высоты. Мрачный конфидус подошел, встал рядом, посмотрел на те же скалы, и не найдя там ничего заслуживающего пристального внимания, доложил. Дан, демов больше нет. Все шесть кораблей теперь наши. Остается только строк найти, если он в море не ушел. Но там команда совсем малая, бояться некого. Адан умирает, его на копье взяли. Если хотите посмотреть, как он пытается засунуть обратно выпавшие кишки, то ступайте на вторую галеру. Обойдусь, как-нибудь без меня справиться. Мне известно, что вам не нравится вспыльчивость, с которой я готов вести усомнившиеся души к истинной вере. Но ведь это не мешает вашим замыслам. Дан, я всегда был вам предан, служил, может, и не всегда с пользой, но в меру своих сил. Вы поставили меня правой рукой, и я ни разу не обманул вашего доверия. Дан, может, вы наконец расскажете, но на кой вы продолжаете тащить за собой эту мерзость? Люди волнуются, и я тоже. Попахивает богопротивной некромантией. Обернувшись, я посмотрел на плетущийся далеко позади струк, загруженный зловонным содержимым. Погода меняется, теплеет. Не завидую его команде. Попахивает там вовсе не некромантией. Все гораздо хуже. Конфидус, у меня к вам маленькое поручение. Что? Мне рассказывали, что возле устья стоит огромная серая скала, будто стена плоская. Да, так и есть, я там бывал. А правда, что ее невозможно не увидеть, если морем плыть в Межгорье? Правда, река впадает в залив, но его середина и правая сторона слишком мелки для судов, а по левой как раз мимо скалы идти приходится. Ее разве что слепой не разглядит, она в полете стрелы от фарватера. Я хочу, чтобы на этой скале появилась огромная надпись. Сможете сделать? Углем можно, на сером черное хорошо заметно, буквы придется большие делать, но справлюсь. А про дохлых богоотступников не хотите рассказать? Я хочу, чтобы всех мертвецов оставили под той скалой, чтобы их было видно с проходящих кораблей. Хорошо бы голову насадить на колья, а все остальное вокруг раскидать. Там все должно быть усеяно костями. Епископ задумчиво покосился на избитых пленников и тихо уточнил. Этих тоже там порубите? Кровь, конечно, дело не богоугодное, но не в этом случае. Тут я одобряю. Знаете, можно и кресты там организовать, поступив с ними на манер их самих. Главное прижечь хорошо и подрубить почти начисто, чтобы не вышло плохого. Хорошая картина получится для тех, кто увидит. Но если просто захотите их порубить без лишних затей, тоже приветствую. Даже если всех своими руками люди поймут правильно. Нехорошо они поступили с нашими женщинами. Какой бы выкуп теперь за себя не сулили, он того не стоит. Нельзя их отпускать. И Дан, мне тоже жаль Альру. Очень жаль. У нее была хорошая душа. Правильная. Не убивайтесь за нее. Она теперь в лучшем из миров. Заслужила это всей своей жизнью. Гиена огненная не для таких, она как раз для демов. Вечные муки их последний удел. Мне тяжело это произносить, но думаю они созрели для адского огня. Пора... Нет, епископ, мы не станем их убивать. Что вы задумали? Это ведь демы. Если не убивать, то что с ними делать? Я тоже покосился в сторону пленных, не зная, как ответить на этот простой вопрос. Все мое войско, затаив дыхание, ждет, когда же я в кровавой манере, свойственной не только этому миру, рассчитаюсь за смерть своей женщины и тяжелые потери, нанесенные подданным. Ведь до сих пор ничем не выдал своих эмоций после случившегося, и это сочли угрожающим признаком. Наверняка замыслил что-то настолько изуверское, что боюсь вслух произнести. И тела врагов, захваченные из поля боя, добавляли масла в огонь предполагаемой мести. Все считали их частью декораций к предстоящей кровавой забаве, споря лишь о конкретном способе применения. Некоторые слабонервные заранее пугались масштабов моего гнева, опасаясь, что повторю судьбу Кенгу до четвертого, сошедшего с ума после того, как вырезал семью родного дяди вместе с ее главой, слугами и охраной за участие в заговоре, повлекшем увечье наследника. Два старых соратника Альры, выживших благодаря тому, что попали в отряд лучников, отважились явиться ко мне с поклоном и словами утешения. Заодно просили убить врагов без лишней истерии. Рыжая смерть по натуре не была жестокой, так что не надо омрачать ее гибели. Народ ожидал ужасного, боясь его и одновременно сгорая от предвкушения. Трупы я велел собрать не из-за внезапно пробудившейся склонности к некрофилии. Сама мысль, что эта падаль будет разлагаться на моей земле, была неприятна. А вспомнив описание местности вблизи устья, не нашел ничего лучшего, как придумать останком нестандартное применение. Сейчас, если откровенно, считал свою затею глупой, но в тот момент в голове было нечто другое. Мрак, ярость, отсутствие связанных мыслей, нестерпимая жажда мести. Трубить отбой поздно, народ не поймет, если начну менять свои решения. Они и без того странные, так что как минимум надо быть последовательным, как положено психически полноценному сюзерену. Как же объяснить епископу? Он человек своего времени и своего мира. Трудно донести подобное. Счастливчик. Ничего не слышал о достижениях демократии, общечеловеческих ценностях, борьбе за права человека и прочих лицемерных штампах, под которые можно подвести все, что угодно, если оно сулит какую-либо выгоду. Я хочу, чтобы эти собаки в человеческом облике страдали, чтобы умирали долго и мучительно, способом, неведомым палачам, чтобы казнь их продолжалась, если не вечно, то долгие годы. А еще я хочу, чтобы эти собаки сдохли не напрасно. Пусть их муки пойдут на благо межгорье, чтобы при этом работали для его обогащения и усиления. Это будет истинная месть цивилизованного человека. Я ведь не дикарь. И еще, как очередной привет своему двуличному миру. Я хочу, чтобы все эти гнусности прошли под лозунгом торжества гуманизма и общечеловеческих ценностей. Пусть с местной спецификой, но именно так. Так что не стану рубить этих нелюдей штучкой, сажать на кол или прибивать к крестам деревянными гвоздями тоже не буду. Это ведь негуманно и вообще кровавый тоталитаризм и нарушение прав человека. Население иной державы принято умерщвлять или покорять цивилизованно на радость оболваненным обывателям и прочим правозащитникам. Продавайте дикарям зараженные оспы и спальные принадлежности. Разрушайте самобытную культуру с ее моралью, чтобы загнулись от спида и наркотиков. Раздуйте до небес манию величия уродливых территориальных образований, чтобы резали друг друга без причин и смысла. Навяжите им чужие ценности, чтобы работали на вас, искренне веря, что делают это ради себя. Способов имеется великое множество и мне они известны. Я человек своего времени и эпохи, пора об этом вспомнить, иначе так и останусь мальчиком для битья в туземных игрищах. Уважаемые дети могил, здесь нет международных конвенций, но не переживайте, вас все равно будут сытно кормить. Вы не будете прозябать в сырых холодных камерах. В вашем распоряжении будут просторные по здешним меркам дома. Конечно, нам придется ограничить вашу свободу, но без грубых излишеств. Просто запретят покидать рудную долину. Так я назвал ущелье, богатое свинцом, и надеюсь, не только им. Там вы будете отбывать срок своего заключения 15 лет. Пожалуй, без права переписки. Тем более, что почтовой службы здесь нет. Разумеется, вы люди боевые, некоторые захотят сократить срок посредством побега. Поэтому мы будем вынуждены на ногу каждого из вас нацепить свинцовую колодку. Она небольшая и не причинит серьезных неудобств, но затруднит быстрое передвижение. Постоянное ношение такого предмета изменит походку, сделав ее асимметричной. Даже если избавитесь от груза, бегать потом будет непросто. Но если кто-то все равно сумеет пройти мимо постов незамеченным, за ним отправят погоню. Путь севера долг и труден, пролегает по местам, где хватает сильных людей, не питающих к вам теплых чувств. Боюсь, если охрана не успеет, то конец будет трагическим. Мне, как человеку цивилизованному, будет искренне в вас жаль. Заранее прошу прощения за нездержанность местного населения. Хотя, как сказать, то, что я замыслил, несмотря на внешнюю цивилизованность, по сути своей, примитивное злодейство, в этом патриархальном мире неведомое. Мне нужно серебро. Серебро заключено в свинцовой руде. Ее придется добывать и перерабатывать в огромных количествах. Именно это смущало меня, когда затеял свой проект. Но теперь не смущает. Теперь я знаю, кто будет заниматься самым неприятным. Все знают, что ртуть ядовита. Но не все знают о токсичности свинца. Удивительно, но мало кому известно, что он на первом месте в статистике отравлений тяжелыми металлами. Испарениями свинцового расплава нельзя дышать. И нельзя допускать попадания его пыли в дыхательный тракт. На рыбной ловле никогда не кусайте свинцовое грузило. Не выращивайте клубнику вблизи отвалов пулеметаллических рудников. В развитых странах даже дробь в охотничьих патронах обычно стальная. Этого добились защитники окружающей среды. А здесь нет защитников окружающей среды. И санитарного контроля тоже нет. Вы, ребятки, будете тянуть свой срок, плавя свинец сотнями тонн, дробя его сульфидную руду и окислы, дыша пропитанной отравленными парами и пылью атмосферой. И каждый ваш вдох будет привносить в организм крошечную порцию яда. Свинец, попадая в организм, не торопится его покидать. Он аккумулируется и травит, травит, травит. В вас его накопится столько, что после смерти черви мясо жрать не станут. У меня нет возможности защищать своих людей от этой гадости, но беспокоиться о вашем здоровье считаю ненужным. И так милосерден до невозможности, ведь должен порубить всех или злодейски замучить, бросив под той же серой скалой. Вы должны умереть прямо здесь и сейчас, а я сохраняю вам жизнь. Не обещаю, что эта жизнь вам понравится, но все равно цените великодушие цивилизованного человека. Я сам себя не стану уважать, если через год межгорье не превратиться в серебряное Эльдорадо. Тем, кто зарекомендует себя отличным работником, я даже пообещаю скостить срок. Лет до 12, а может и 10. Не исключено, что даже сдержу слово и отпущу в итоге. Чтобы ваши пропитанные свинцом кости отравляли земли юга, а не пляж под серой скалой. У меня грандиозные планы, и вам всегда найдется в них место. Если не сгниете от свинца, еще что-нибудь придумаю. К примеру, найду ртуть, или куплю, займусь производством позолоченных вещей и детонаторов. Уж она-то вас точно доконает. На Земле нет месторождений плутония, но мы ведь в другом мире, вдруг здесь они есть. Опаснейшее вещество, один грамм которого способен уничтожить население небольшого города. По счастливому стечению обстоятельств, у меня есть отличные кандидатуры вы и его будете добывать без противогазов и голыми руками. Не волнуйтесь, ребята, без работы у меня не останетесь. Шансов у вас ноль, гарантирую. Епископ, удивленно поглядывая в мои затуманившиеся отведения далеких перспектив глаза, видимо понял, что я еще не готов посвящать его в свои грандиозные замыслы касательно демов. И вздохнув, задал другой вопрос. «Что писать?» «А?» встрепенулся я. «Вы о чем?» «Вы сказали сделать на скале надпись. Что писать?» «А лишь бы не Холливуд, это будет слишком даже для меня». «О чем вы?» Обернувшись в сторону невидимого отсюда речного устья, я пояснил большими черными буквами по серой скале добро пожаловать в Межгорье и побольше костей под надписью. Текст читал Геннадий Коршунов 2014 год Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...